Олег Синицын «Запретная дверь» Читает Андрей Кравец Эпиграф Миф является потаённым ходом, посредством которого неисчерпаемые энергии космоса вливаются в культурное проявление человека. Даже обычные сновидения, терзающие нас во время сна, являются прорывающимися наружу проявлениями изначального, волшебного кольца мифа. Джозеф Кэмпбелл, герой с тысячью лиц Сон заём, сделанный у смерти для поддержания жизни. Артур Шопенгауэр Часть первая. Исследование бездны. Глава первая. Призыв. Если бы ему сказали, что сон станет предвестником катастрофы, Андрей отделался бы вежливой улыбкой. Он, конечно, слышал фразу о том, что через сновидения с нами разговаривает Бог, но девять лет клинической практики, полторы сотни пациентов и около тысячи собранных сновидений не позволяли верить в пророческую силу, исходящую из черепной коробки. Доктор Ильин мог объяснить каждый образ, рождённый в грёзах, каждому дать толкование, за исключением двери. Она отдельный разговор. Так что не было в этом сновидении ничего необычного. Если не считать того, что всё сбылось до последней детали. Он это понял через девять месяцев, когда заново учился ходить, чувствуя тупую, не отпускающую боль в голове. Ему приснился грязный вокзал под тёмным небом. Андрей топтался возле пригородных касс в своём халате врача. В голове засела мысль, что нужно купить билет. Больше всего волновался, что не купит. Тогда его не пустят в поезд, а он должен немедленно уехать из Санкт-Петербурга бросить работу, родителей, свою девушку, бросить всё и бежать. Такой вот психоз. Мордатая, краснощёкая кассирша сказала, что билетов нет. Она смотрела с таким ехистством, что стало ясно — билеты есть, но только для определённых лиц, к которым Андрей не относился. Пришлось её умолять, даже во сне стало стыдно за то, как он это делал. В итоге кассирша отыскала какой-то рваный билет. Андрей потратил на него почти все деньги. Перрон был заполнен пассажирами, все спешили на последний поезд. Тащили за руки детей, толкали тележки, гружёные чемоданами, катали за собой сумки на колёсиках, со стуком подпрыгивающие на разломах асфальта. Глядя на охватившую людей панику, Андрей заволновался. Можно не попасть в огонь даже с дорогущим билетом в кармане. В толпе он неожиданно натолкнулся на Анжелу. Эффектная блондинка бросалась в глаза посереди серой движущейся массы. Вполне естественно, что она оказалась в его сне. Они ужинали сегодня вечером в маленьком кафе, потом Андрей проводил её до дома, но не остался на ночь. Анжела снова спрашивала, когда они пойдут в ЗАГС, чтобы подать заявление. В ответ он пошутил, и девушка обиделась. «Хорошо, что я тебя встретил», — сказала она Анжеле из сна. «Мы должны срочно уехать». Девушка глянула сквозь дымчатые стёкла солнцезащитных очков, как ему показалось с безразличием. «Ты опоздал», — ответила она. «Поезд ушёл». Андрей поглядел на билет, чувствуя себя дураченным. «Мы можем поймать попутку», — пролепетал он без уверенности. «Доедем на попутки». Он усиленно вспоминал, сколько осталось денег — двести, триста рублей. «Не хватит на такси, потому что ехать далеко, очень далеко». «На твоём месте я бы не надеялась уехать», — сказала Анжела. «Почему?» «Потому что ты скоро сдохнешь». Последнее слово она произнесла с оттяжкой, словно хлестнула плёткой по лицу. «Да-да, Андрюшенька, недолго тебе осталось». Он смотрел на неё, не веря, что ещё несколько часов назад целовал эту девушку на лестничной площадке между вторым и третьим этажом её дома на улице Некрасова, после чего Анжела сказала, что с нетерпением ждёт, когда они сделают шаг. Он ответил, что это будет шаг в омут, в котором утонули многие хорошие люди, и она обиделась. Ну, не мог Андрей открыто сказать то, что лежало на сердце. «Смотри!» — жестокая Анжела из сна указала ему за спину. «Это за тобой!» Он оглянулся. Небо за вокзалом загородила стена тьмы, от которой расползались веретена смерчей. Тьма поглотила уже весь город, как и многие другие города до этого. Один из смерчей, самый крупный, надвигался на вокзал. От него исходил жуткий звериный вой, топящий человеческие вопли. В верхних полевых слоях крутились машины, деревья и люди. При виде тьмы, заполонивших горизонт, Андрей охватил панический ужас. Жизнь закончится прямо сейчас, в тридцать два. Блестящая карьера, женитьба, семья — всё, о чём он мечтал, в отношении чего строил планы, ничего этого не будет. Уже никогда не будет. Потому что сегодня наступит конец света. Повернувшись, чтобы ответить Анжеле, он обнаружил, что остался один. Составы, торопящиеся пассажиры, его невеста, все куда-то исчезли. Он остался один одинёшенек, на огромном вокзале. «Они уехали», — в отчаянии подумал он. Смерч тем временем перешагнул через здание вокзала и двинулся по перрону, глотая ограждения, лавки, электрические столбы, тележки для перевозки багажа. С каждой секундой полевой столб становился ближе и оглушительнее. Андрей побежал. Неподалёку от перрона располагалось крепкое здание мастерских, которое могло послужить убежищем. До кирпичной стены он добрался быстрее смерчи. Перебирая по ней руками, дошёл до двери и с ужасом понял, что не найдёт в ней спасения. Вход перегораживала не просто дверь, а та самая дверь. Загадка его снов. На первый взгляд в ней не было ничего необычного. Низкая, собранная из толстых, плотно подогнанных досок, с вырезанной в центре спиралью, без ручки. Такая могла преграждать вход в Минойский или Древнеегипетский храм. Проблема заключалась в том, что каждый раз, когда Андрей пытался открыть её, он терпел неудачу. Это была вечно запертая дверь. Рёв бури нарастал. Андрей оглянулся. Гигантская воронка шла на него, хлеща во все стороны с сжатым воздухом, словно бичом. Один из таких ударов пришёлся по перрону. Бетонные плиты подпрыгнули, асфальтовое покрытие лопнуло, и вихрь тут же подхватил обломки. Тяжёлые, маслянисто-чёрные куски замелькали в воздухе, разгоняясь по немыслимым траекториям. Один из них, самый большой и чёрный, вырвался из воздушной круговерти и полетел в Андрея. Андрей успел подумать, что такое может зашибить насмерть. Попытался уклониться, но не успел. Кусок асфальта врезал по голове. В глазах помутнело. Андрей покачнулся, но не упал. Не было ни боли, ни потери сознания, ни нарушения координации, как это произошло бы в реальности. Только душу прорезал звериный страх. Андрей снова попытался открыть дверь. Шарахнул по ней плечом, цепляя пальцами за край. Бесполезно. Всё равно, что двигать скалу. Бешеная буря уже ревела за спиной, с нарастающей силой толкала в лопатки и затылок. Андрей вдруг осознал, что невозможно скрыться от наступающей тьмы. Если ей захотелось кого-то забрать, она это сделает без сострадания и жалости. Это была последняя мысль, мелькнувшая в голове. Могучая сила налетела на человека в белом халате, оторвала от земли, бросила в воздух, закружила. Он резко открыл глаза. Уткнувшись лицом в подушку, Андрей лежал на кровати в своей маленькой квартире на Садовой улице в центре Санкт-Петербурга. Ветерок из распахнутой форточки обдувал лопатки и затылок. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь занавески, наполняли комнату светом. Смяв простыню, он перекатился на спину. Будильник на компьютерном столике показывал почти половину седьмого. До звонка, который должен разбудить кандидата медицинских наук и врача первой категории, оставалось три минуты. Сон быстро таял, унося страх. Кто-нибудь другой мог сказать, хорошо, что это только сон, но не Андрей Ильин. Изучающий ночные символы подсознания, кажется, всю свою жизнь. Он прекрасно знал, что здоровые люди редко видят сны. А если и видит, то быстро забывают. Яркие, драматичные кинофильмы снятся людям озабоченным, неуравновешенным, больным. Таким способом подсознание высвечивает изменения, происходящие в организме. Иногда проблемы в психике, иногда зарождающуюся болезнь. Сев на кровати, он непослушной рукой опустил флажок напрягшегося будильника. Этот старичок имел обыкновение греметь, как при пожаре. Вот уже полгода Андрей клялся себе, что в следующую зарплату купит радиоустройство. Однако уже после завтрака клятва забывалась, а дедовский будильник продолжал поднимать его по утрам истошным, нервирующим звоном. В тумбочке, как назло, не оказалось ни листка, ни даже клочка бумаги, чтобы записать основные образы. Своих пациентов он просит держать рядом с кроватью ручку и тетрадь, а сам как разгильдяй. Только бы не забыть. Тревога, опоздание на поезд, буря, удар куском асфальта в правую лобно-теменную область, предательство Анжелы. И, конечно, дверь. На ватных ногах он доплелся до прихожей, потом искал блокнот в карманах пиджака. Сон окончательно стерся из памяти, оставив легкую, беспричинную тревогу, словно дымок от погасшего костра. Единственным сохранившимся воспоминанием было бегство от бури. Застыв в одних трусах посреди прихожей, Андрей сосредоточенно вывел пером на чистом листе. «Я бежал от бури». Внимательно перечитал шедевр словесности и скомкал листок. За окном щебетали птицы, раздавался звон трамвая, шумел транспорт. Живой солнечный свет затопил комнаты. Сложив руки, на затылке он потянулся, хрустнул суставами, зевнул и поплелся в ванную. Набивая рот зубной пастой, он разглядывал себя в зеркало. Из всего сновидения запомнилась только буря, но как раз ее объяснить несложно. В бурю трансформировался сквозняк из распахнутой форточки, следствие работы сторожевого механизма, доставшегося человеку от первобытных предков. При внешней опасности сон формирует угрожающее видение, заставляя собраться, встрепенуться, открыть глаза. Так хрустнувшая ветка оборачивается падающими деревьями, лай собаки превращается в громоподобный рык, а легкий ветерок — в страшную бурю. Чем ближе опасность, тем сильнее образ, подготавливающий к угрозе. Впрочем, современному человеку по ночам редко угрожают хищники и лесные пожары. Максимум — потоп с верхнего этажа и пьяные выкрики за окном. Подобный механизм теперь без надобности. Нет, бурю объяснить проще всего, гораздо труднее разобраться с остальными образами, которые он забыл. А они могли означать проблемы. Андрей поглядел на свое отражение. — Что у тебя за проблемы? — спросил он. Отражение не имело понятия. — Проблемы со здоровьем или психикой? — Сомнительно. Он каждый день крутил педали велотренажера, дважды в неделю плавал в бассейне, а по воскресеньям играл в футбол за команду неврологов. Он занимался уникальными исследованиями, которые сулили в ближайшем будущем поездку в Париж. Его девушка с нетерпением ждала, когда они подадут заявление в ЗАГС. Он молод, здоров, счастлив. Впереди его ждет большая прекрасная жизнь. А необъяснимую тревогу спровоцировал элементарный сквозняк. Андрей побрился, приготовил кофе с тостами и сел завтракать возле компьютера, заменявшего ему утреннюю газету. Пробежав глазами по заголовкам новостных агентств, он не стал читать про новый виток напряжения на Ближнем Востоке, пропустил сведения о колебаниях цен на нефть, но тщательно изучил статью о клонировании органов и заметку об открытии новой галактики в созвездии гонщих псов. Ровно в половине восьмого, облачившись в костюм и подхватив рыжий кожаный портфель, Андрей Ильин вышел из дома навстречу самому страшному дню своей жизни. В переходе метрополитена он натолкнулся на хнычущего мальчика лет шести, заглядывающего в лица прохожим. Короткий допрос подтвердил догадку, толчьей он оторвался от маминой руки. Зажав портфель под мышкой, Андрей водрузил мальчонку на плечи и поднял над людским потоком. И прошло десяти секунд, как от турникета к ним ринулась молодая женщина с побелевшим лицом. Подбежав к сыну, первым делом она отвесила ему звонкий шлепок пониже спины, после чего стала горячо благодарить Андрея. Не считая мелкого телесного ущерба, инцидент разрешился благополучно. От станции метро «Озерки» до областной клинической больницы можно добраться тремя способами — на маршрутке, на трамвае и пешком. В зависимости от обстоятельств Андрей пользовался каждым. Когда спешил, то садился на маршрутку, когда не очень — на трамвай, а когда вообще не торопился, шел пешком и быстрым шагом, доходил за 25 минут. Сегодня, взглянув на часы, он выбрал рельсы. Трамвайная линия пролегала посередине проспекта Луначарского между встречными автомобильными потоками. Выйдя на свои остановки, он дождался зеленого и перешел дорогу, хотя некоторые торопливые пассажиры перебежали на красный. Довольно глупых с их стороны. В отделении неврологии, где работал Андрей, исследованием сновидений он занимался по совместительству, каждую неделю привозили таких бегунков. На вопрос «Зачем?» второе место занимали ответы «Спешил, опаздывал». На первом месте царствовала сакраментальная «Долго ждать зеленого». В холл областной больницы он вошел за 20 минут до начала рабочего дня. В лифте две незнакомые медсестры обсуждали сон. «И вдруг вижу, бежит на меня козел», — рассказывала одна. Ноздрю девушки украшала жемчужная застежка, приковавшая взгляд Андрея. «Козел это твой, Сашка!» — со знающим видом отозвалась медсестра-толстушка. «Как ударит меня рогами в правый бок!» Рассказчица тронула халат, указывая место. «Потом водит ими и щекочет. Я проснулась, вроде смешно, а в то же самое время и гадко на душе». Андрей насторожился. «Это к воссоединению», — заверила толстушка. «Значит, скоро сойдете с ним. А рогами щекочет в постели, такое будет вытворять». «Девушки, послушайте!» — не выдержал Андрей, обращаясь к медсестре с пирсингом. «Это очень несерьезное толкование сна». Два удивленных лица повернулись к нему. «А ты кто такой?» — подозрительно поинтересовалась толстушка. «Я изучаю сновидения и могу точно сказать, что...» — «Вот что я могу точно сказать!» — перебила его толстушка, положив ему на грудь пухлую ладонь. «Ты, рыбачок, закидывай удочку в другом месте. Здесь рыбки заняты». Лифт остановился на пятом этаже. Медсестры вышли. «Девушка, послушайте!» — воскликнул Андрей. «Сновидение очень нехорошее. У вас возможно заболевание печени. Проверьтесь у врача. Или зайдите ко мне на седьмой этаж в неврологию. Спросите там или ина. Подробнее расскажете». Медсестра с пирсингом оглянулась, но толстушка решительно подтолкнула ее в спину. Двери лифта закрылись, отделив Андрея от медсестер. В ординаторской оказался лишь Константин Тюрин, невролог по профессии и балагур по состоянию души. Андрей неоднократно слышал, как коллеги клялись купить ружье, чтобы раз и навсегда покончить с его шутками. Костя застегивал халат. «Что-то ты поздно сегодня, Андрюха!» — заметил он, отвечая на рукопожатие. «Это ж надо, в кои-то веки пришел раньше тебя. Ты не заболел?» — Андрей бразил улыбку. «Нет». Он открыл шкафчик, стянул с плечиков врачебный халат, повесил на них пиджак. Костя в это время перед зеркалом расправлял пятерней редкие волосы. «Я слышал, у тебя конкуренты появились в науке». «О чем ты?» «Что, не в курсе?» — удивился Костя. Он был серьезен, кажется, не шутил. «Университет создает лабораторию сновидений. Я думал, ты в курсе, все-таки кручишься там». Ноги не удержали Андрея, и он опустился на стул. В медицинском университете имени Павлова доктор Ильин числился ассистентом на кафедре неврологии, где вел научные исследования сна и сновидений. Именно кафедра стала базой для его кандидатской. Странно, что Андрея даже не поставили в известность. «Вот-вот, посиди и подумай», — промолвил Костя, налив в чашку вчерашнего чая. Года три назад они скинулись и купили для ординаторской кофеварку и чайный набор. Чашки специально выбирали кремового цвета, чтобы не сливались с халатами. Костя отхлебнул из кремовой чашки и поморчился. «Ты кофе не принес?» «Нет», — рассеянно ответил Андрей. «Это, наверное, слухи?» «Слухи — есть ограниченная информация об истине». Костя недовольно посмотрел на чашку. «А какой штат в лаборатории?» — спросил Андрей, думая, что мог бы попасть туда. «Нужно поговорить с Кривокрасовым, может, посодействуют. Пусть у них не совсем гладкие отношения, но у кого в этой галактике гладкие отношения с Кривокрасовым?» «Насчет штата не знаю, но, говорят, все должности уже распределили». «Я ничего об этом не слышал», — взволнованно произнес Андрей. «Ну, видимо, только свои туда попали». Костя похлопал Андрея по плечу. «Ладно, Андрюх, не расстраивайся. Время придет, сам лабораторию откроешь». Новость была словно обухом по голове. «Ты расспроси там своих, может, не все так страшно?» — сказал Костя, весело подмигнув напоследок и скрылся за дверью. Это подмигивание окончательно сбило с толку. Андрей так и не понял, шутил Костя или нет. О разговоре он не мог забыть, никогда читал журнал дежурной сестры, никогда начал утренний обход по своим палатам. Ограниченная информация об истине сильно встревожила Андрея. Около половины десятого утра произошла встреча, расстроившая его еще больше. В коридоре отделения он столкнулся с человеком, с которым одновременно хотел и не хотел видеться. Профессор Кривокрасов стал своеобразным толчком для научной карьеры Ильина, однажды поручив ему исследовать сновидения пациентов, принимающих снотворное. Однако общаться со своим благодетелем Андрей предпочитал как можно реже. Характер у Кривокрасова был невыносимым, а манера общения вызывала дрожь у воспитанных людей. «Где ты бродишь, Ильин? Все утро тебя ищу!» Андрею показалось, что от громоподобного окряха содрогнулись стены отделения. Низкий, коренастый и неуклюжий Кривокрасов напоминал не профессора первого меда, а слесаря, который пришел в больницу проведать жену, где его заставили сменить спецовку на халат, оказавшийся меньше размера на два. «Я потерял из-за тебя уйму времени!» — продолжил профессор, дико вращая глазами. «Вы могли позвонить заранее!» — резонно заметил Андрей. «А я звонил! У тебя мобильный был выключен!» Это была неправда. Андрей не выключал мобильный и не видел пропущенных звонков, но не особо удивился. Такой наезд был в духе Анатолия Федоровича. «Ты мне нужен!» — сказал Кривокрасов, взяв Андрея за пуговицу. «Ты мне нужен! В кабинете Перельмана в половине одиннадцатого». Считая беседу законченной, он развернулся на каблуках, скрипнув линолеумом, и отправился дальше по коридору, по каким-то своим делам. Андрей нервно провел ладонью по лицу, пытаясь снять напряжение. Кривокрасов не занимался исследованием сновидений, хотя считался на кафедре руководителем этой темы. В чем действительно проявлялся его талант, так это в организации разного рода клинических испытаний лекарств, за что он получил прозвище «аптекарь». Однако Анатолий Федорович был не настолько глуп, чтобы не пользоваться благами, которые давала ему работа Андрея. Да, он презирал теорию сновидений лично Зигмунда Фрейда, зато с радостью принимал деньги от спонсоров, настойчиво втискивал свое имя над заголовками статей Ильина, естественно, первым, и, конечно, не упускал возможности прокатиться от кафедры по разным конференциям. Как раз осенью в Париже должна состояться международная конференция по сомнологии, на которую Андрей очень хотел попасть. Они ехали вместе. Ильин будет читать доклад, Кривокрасов представлять кафедру. Неделя в компании соавтора беспокоила Андрея уже сейчас. Скорее всего, их поселят в одном номере, и тогда конференция превратится в каторгу. Он решил пока об этом не думать. Неизвестно еще, зачем Кривокрасов назначил ему встречу в половине одиннадцатого. Худощавая старушка, бывшая учительница, воспитанная и интеллигентная, сидела в кровати. Из двух подушек, подложенных за спину, одна выделялась искусной вышивкой. Анастасия Кирилловна объяснила, что подушку сшила внучка. Восемь месяцев назад у бывшей учительницы случился геморрагический инсульт. В правом полушарии лопнул сосуд, в результате чего отказали левая рука, левая нога, нарушилась речь. Физиотерапия вернула подвижность левой ноге. Ежедневная работа с логопедом восстановила речь. Но рука осталась парализованной. Выслушав рассказ о самочувствии, Андрей поинтересовался, снилось ли ей что-нибудь сегодня. — Снилось, Андрей Андреевич! — ответила Анастасия Кирилловна. — Еще как снилось! Он это видел. На тумбочке возле кровати лежало несколько исписанных листков. Он просил своих пациентов держать неподалеку ручку и тетрадь. При пробуждении многие люди забывают сновидение в течение пяти минут. Поэтому очень важно записать сон сразу, как откроешь глаза. — Можете рассказать без бумажки? — спросил Андрей. — Да, знаете, я стала лучше помнить свои сны. Здесь нет ничего необычного. Записывая сновидения, вы тренируете память. Старушка кивнула. — Мне снился наш дом, каким он был до войны. Большой, величественный. Была зима. Я стояла в одной кофточке у открытого окна и смотрела на Неву. Моя левая рука работала. Я могла сжать ее в кулак и растопырить пальцы. Я специально пробовала, как вы говорили. — Правильно, — кивнул Андрей. — Затем я бродила по дому, искала спицы для вязания. — Простите, спицы, которые загибаются на конце? — Те, что загибаются, называются крючком, — снисходительно объяснила Анастасия Кирилловна. — А спицы прямые. Ими вяжут двумя руками. Так вот, я искала спицы и не могла их найти. Заглядывала в комод, в шкаф. Заглянула к соседям по коммуналке. Но их комната была пуста, как и десятки других. Во всем доме люди словно вымерли. Андрей сделал запись в блокноте. Томография. Проверить вероятность нового инсульта. — Половицы последнего этажа были залиты мазутом. Густым черным. Очень неприятным. Не помню, чтобы мы когда-нибудь топили им печь. — Продолжайте, пожалуйста. — Я поднялась на чердак по ужасной лестнице. — Чем вам не понравилась лестница? — Она скрипела и шаталась. Анастасия Кирилловна немного подумала. — Я боялась, что она в любой момент рухнет подо мной. Аж сердце замирало. Андрей два раза подчеркнул свою запись о том, что нужно сделать томографию. — Что же было на чердаке? — Старая мебель. Стопки учебников, журналов по педагогике. Все покрыто пылью. Спиц там тоже не оказалось. Она вдруг вспомнила. — Да, еще там была дверь. Он удивленно поднял голову. — Какая дверь? — Очень красивая и древняя, с узором лабиринта. — Куда она вела? — Я не смогла ее открыть, сказала старушка, извиняясь. — У нее не было ручки. Андрей вдруг вспомнил. Вспомнил то, что неуловимо беспокоило его с раннего утра, что жужжало надоедливым комаром в глубине сознания. Кроме бури ему приснилась дверь, похожая на ту, которую описала бывшая учительница. Он не раз слышал о ней от пациентов и сам несколько раз видел в снах. Дверь без ручки, со спиральным узором на полотне. За ней скрывалось нечто важное, сокровенное. Он не понимал, откуда знает об этом, просто знал и все. Ни его пациенты, ни сам Андрей еще ни разу не смогли открыть дверь. Он начал листать блокнот, просматривая записи предыдущих снов. — Доктор! — тихо сказала старушка. Андрей поднял на нее глаза. — Зачем все это? — Что? — Отпустите меня домой. Все равно лучше не будет. Вряд ли я превращусь в восемнадцатилетнюю девушку. Руку не вернуть. Да и на что она мне, левая? Видать, отжила свое, как и я. Андрей посмотрел в выцветшие глаза бывшей учительницы. — Может, вам не нужно лечить свою руку, но это нужно мне. Знаете, мы, карьеристы, готовы вытрясти из пациента всю душу, чтобы получить результаты и вскарабкаться на очередную ступеньку. Она улыбнулась. Андрей продолжил. — Но я мучаю вас расспросами не из-за руки. Понимаете, сновидение способно на ранней стадии показать самые незначительные изменения в соматике. — В чем? — В организме человека. Некоторые образы сновидений предупреждают о наличии заболевания. По ним можно определить появление любого недуга, от ангины до опухоли. Причем сделать это можно задолго до того, как человек почувствует первую боль. Взять ваш сегодняшний сон. Он повторяется четвертый раз за неделю. — Это плохо? Один из органов болен, и это непарализованная рука. Орган подает сигнал тревоги. Этот сигнал поступает в мозг, где преображается в набор неприятных образов. Если они повторяются каждую ночь, значит сигналы от пораженного органа идут регулярно. Улавливаете? — Не очень. — Ну, представьте себя на тропическом курорте. В шезлонге перед морем. Неожиданно к вам подбегает абориген, весь такой в клипсах и бусах, и начинает что-то бубнить на своем диалекте, корчить рожи, размахивать руками, тыкать в вас пальцем. Вы считаете себя умнее, а поэтому не обращаете на него внимания. Но что, если он изо всех сил пытается сообщить о тигре, который вышел из джунглей? Вы не знаете об этом и будете игнорировать аборигена, а он будет тормошить вас снова и снова. Закончится все тем, что вы либо прислушаетесь к призыву, либо явится тигр. — Все-таки я не очень понимаю, о чем вы говорите, доктор. Безлюдное жилище и мазут на полу — признаки общего болезненного состояния. А вот лестница на чердак, которая показалась вам ненадежной, является опасным символом. — Символом чего? — Наверное, слышали, что голову иногда называют чердаком. В вашем сновидении это так. Лестница на него — кровеносные сосуды. Если она скрипучая и ненадежная, вас нельзя выписывать. Есть вероятность, что инсульт может повториться. Старушка посмотрела на него с испугом. — Не волнуйтесь, Анастасия Кирилловна. Если томография подтвердит мои подозрения, мы сделаем все возможное, чтобы не допустить нового кровоизлияния. Обещаю вам, как истинный карьерист. Поэтому вы отсюда не уйдете, пока в своем сне не отыщете спицы, которыми вяжут двумя руками, пока скрипучая лестница не станет прочной, а дом не наполнится радостными лицами людей. — Доктор Ильин! — позвал его заглянувший в палату Тюрин. Андрей извинился перед старушкой и вышел в коридор. Прислонившись к стене, Костя провожал взглядом зад молодой медсестры, катящей тележку со свежими простынями. — Ты чего хотел? — спросил Андрей. — Что? Медсестра свернула за угол, и Тюрин получил свободу. — Там тебя к телефону, девушка какая-то домогается. — Грязно домогается? — Грязнее некуда. Будьте любезны, позовите Андрея Ильина, мою киску. — Тьфу! — Спасибо, Костя. Андрей быстрым шагом направился в ординаторскую. Звонить могла только Анжела. В комнате заведующее отделение Михаил Перельман, откинувшись на стуле, потягивал чай, приходя в себя после оперативки у главврача. Они поздоровались. Тюрин вошел следом. — Вон тебе звонят! — указал Перельман на телефонную трубку, лежащую на столе. Андрей взял ее. — Алло! — Андрюша, это я. Услышав в динамике мелодичный голос Анжелы, Андрей неожиданно вспомнил какую-то обиду, которую девушка нанесла ему недавно. Он попытался вспомнить причину, но не смог. — Анжела? — он изобразил легкое удивление. — А мне сказали, Люська звонит. Она засмеялась. — Перестань, у тебя никого нет, кроме меня, и быть не может. С твоей работой заводить других подружек? — Ты права. Две не для меня. Вот три-четыре. Анжела снова залилась смехом. Андрей представил ее волосы, пахнущие свежестью, и большие волнующие глаза. Еще откуда-то всплыли дымчатые солнцезащитные очки, но он прогнал этот образ. Анжела была настоящей красавицей. Иногда он не понимал, почему она выбрала именно его, обычного врача, разрывающегося между двумя работами. Получив от природы яркую внешность, Анжела могла найти более удачный вариант. — Андрюша, я насчет вчерашнего разговора. Мы должны сходить. — В ЗАГС? — уточнил Андрей и пожалел. Перельман с Тюриным заговорщицки исполнили на губах марш Мендельсона. — Что там у тебя? — осторожно спросила девушка. — Так, коллеги забавляются. При слове «забавляются» Перельман с Тюриным сделали озлобленные лица и изобразили драку. Ординаторскую наполнили каратистские выкрики и звуки ударов. Глядя на них, Андрей не удержался и хихикнул. — Надеюсь, тебе весело от того, что мы подадим заявление? — произнесла Анжела обиженно. — Если честно, я давно собирался это сделать. — Не боишься? — Кто я? — Я ничего не боюсь. — Тогда встречаемся в шесть у памятника Плеханову. Нужно успеть до семи. Я хочу еще посмотреть букеты. — Пока, котик. Из динамика раздались длинные гудки. — Люблю, — сказал Тюрин, — когда на свадьбе осетрину заливную подают. Не дай бог осетриной не окажется. Всех твоих больных вылечу. — Иди, иди. Перельман стал выталкивать Тюрина из ординаторской. — Не мешай человеку сунуть голову в петлю и оттолкнуться от табурета. Погрузившись в себя, Андрей не заметил, как остался один. — Свадьба. — Чересчур громкое слово для него, хотя самое подходящее для Анжелы. Она давно только и говорит о платье, которое будет вот с таким декольте, о том, посадить ли на машину куклу или ограничиться кольцами, кого пригласить и кого наказать за то, что не пригласил когда-то ее. Андрей в ответ либо шутил, либо отмалчивался. Чего хорошего в одном дне, составленном из заботы, как бы чего не сорвалось. Андрей Ильина больше увлекал поворот, который совершит его жизнь. Несмотря на плотный график работы, в его жизни ощущался вакуум. Андрей знал причину. Ему не хватало семейных отношений. На улице его взгляд притягивали пары с детскими колясками, дети, шагающие в школу с ранцами, шумные семьи, направляющиеся в парк развлечений или кафе-мороженое. Если Анжела хотела свадьбу, то он хотел семью. Он мечтал о семье. О любящей жене, которая всегда рядом. О детях, его частице, его кровинушке. Звонок Анжелы приблизил заветную мечту. Андрей ощутил волнующую радость. Круглые настенные часы показывали одиннадцать. Он вдруг вспомнил о Кривокрасове, ожидавшем в кабинете Перельмана. Андрей должен был встретиться с ним полчаса назад. Вот почему Миша торчал здесь. Он пулей вылетел из ординаторской. Ни в этот, ни в какой другой день подать заявление в ЗАГС им с Анжелой было не суждено. Развалившись в кресле заведующего отделением, Кривокрасов нервно дергал рычаг массивной зажигалки на столе Перельмана. Из-под подпрыгивающей крышки черепа вырывалась струя пламени. — Разрешите, Анатолий Федорович? — Где ты шлялся? Он с трудом сдерживал гнев. — Я потерял за тебя все утро. Все утро к коту под хвост. — Простите. — Что значит простите? Это не детский сад. Андрей молча стоял перед профессором, словно нерадивый ученик перед завучем. Что толку оправдываться? Да, опоздал. Но сегодня особенный день. Сказать ему, что они с Анжелой поженятся? А какой смысл? Кривокрасов не поймет этой маленькой радости. Да он Анжелу-то не знает. Его интересует только своя ненаглядная персона. — Я всегда подозревал, Ильин, что ты необязательный человек. На тебя нельзя положиться. — Что он сказал? — поразился Андрей. — Кто необязательный? Обвинение было настолько несправедливым, что он потерял дар речи. Как Кривокрасов мог назвать его необязательным? Андрей приходил на работу раньше всех и уходил позже всех. Он сгорал от стыда, если не выполнял поручения, потому всегда их выполнял. Он никогда не забывал, о чем его просили. Как можно назвать его необязательным? — Не буду долго предварять, скажу в лоб. Университет собирается открыть лабораторию сновидений. Вот и подтвердился слух, рассказанный Тюрином. Андрей огорченно сник. От радости после разговора с Анжелой не осталось и следа. — А как же мы? Займемся препаратами от бессонницы. — Но вы же понимаете, это не моя тема. Я не занимаюсь лекарствами. — А кто сказал, что ты ими займешься? Твоя должность на кафедре будет сокращена. — А... — Андрея бросило в холод. Вот так неожиданно он лишился трети своего заработка. Конечно, о том, чтобы забыть о сновидениях, не могло быть и речи. Он продолжит ими заниматься. Просто найдет другую кафедру. Хотя вряд ли кто-то поддержит исследования, для которых создана целая лаборатория. Поездка во Францию, естественно, отменяется. Ха-ха. Анжела уже составила список покупок. Господи, как обидно. Его выкинули на улицу в тот момент, когда создано учреждение, в котором он мог бы добиться успеха. Но путь туда закрыт. Туда взяли своих да наших. Андрей ощутил жесткое разочарование. Девять лет после окончания медуниверситета он упорно трудился. Все свободное время тратил исключительно на работу, стараясь чего-то добиться в этой жизни. Редко встречался с друзьями, не брал отпуска. Он точно не знал, чего добьется. Званий, почета или денег, но был уверен в успехе. А еще ему нравилось заниматься сновидениями. Безумно нравилось. Эти исследования он любил, возможно, больше, чем Анжелу. Но за все девять лет в голову даже не приходила мысль, что можно разом лишиться всех перспектив. Что лайнер под названием «Успех» пройдет мимо. — Руководство университета сочло невозможным продолжение твоей работы на кафедре. — Невозмутимо добавил Кривокрасов. — Меня просили поговорить с тобой. — Чего уж тут говорить? — расстроенно сказал Андрей. — Тебе предлагают возглавить новую лабораторию. У Андрея ослабли колени. Он застыл с раскрытым ртом, а ухмыляющийся аптекарь выбрался из-за стола и стал трясти его руку, бормоча, нечленораздельное поздравление. Какая сволочь. Чуть до инфаркта не довел, а теперь улыбается. — Лабораторию сновидений? — переспросил Андрей осипшим голосом. Университет решил вплотную заняться ими. — Отстали мы от американцев и французов. Нагонять пора. Лаборатория будет сформирована через шесть месяцев. Средства пойдут частично из бюджета, частично от спонсоров. — Потрясающе! — ответил Андрей, в голове которого снова и снова повторялось. — Тебе предлагают возглавить новую лабораторию. Кривокрасов вернулся за стол. — Теперь поговорим о нашем докладе на конференции во Франции. Андрей непонимающе посмотрел на профессора. — Он не ослышался? Кривокрасов назвал доклад нашим? — Если имеется в виду кафедра неврологии, которую они будут представлять на конференции, тогда понятно. — Но если... — О чем будет доклад? — Я собираюсь написать о спектре исследований, проведенных мной. Анатолий Ефимович покачал пухлым пальцем. — Говори правильно. Мы делаем общее дело. — Проведенных нашей кафедрой. — Выдавил из себя Андрея под удовлетворительный кивок профессора. Неужели через шесть месяцев он отпачкуется от аптекаря? Не верилось в это счастье. — Тема доклада — ранняя диагностика патологических заболеваний по сновидениям. Я начну с исследований профессора Касаткина. Подробно объясню, как мы развили его исследование. Приведу примеры сновидений, показывающих заболевания на ранней стадии. — Ранняя диагностика — это на 80% вылеченная болезнь. Влез Кривокрасов. — Не забудь вставить в текст. — Хорошо. После теоретической части перейду к примерам. По сновидениям мы выявили на ранней стадии ишемию, геморрагические инсульты, аневризмы, опухоли внутренних органов, спинного и головного мозга. — Вот это хорошо, но тему нужно поменять, — сказал Кривокрасов. — Она должна быть броской и запоминающейся. — Как поменять? — удивился Ильин. — Название точно — это именно то, чем я занимаюсь. — Но доклад буду читать я. Поторопевший Андрей уставился на неодертальца за столом Перельмана. Он впервые об этом слышал. Что за новость? Кривокрасов не занимается сновидениями, хотя... На память пришли совместные статьи. Имя профессора, стоявшее перед его именем. После конференции авторство работ будут связывать с тем ученым, который выступит с докладом. Кривокрасов легко и небрежно водрузил волосатую лапу на исследование Андрея. — Но мы договаривались, что доклад прочту я, — возразил он. — Ты слишком молод. Это международная конференция. Для выступления нужен представительный ученый. Но это мои исследования. — Не хочешь лететь во Францию? — невинно поинтересовался профессор. Андрей промолчал. — Если не хочешь, тебя заменит Ковальчук. Он неупрямый, как осел. Подготовит доклад по другой проблеме, которой занимается кафедра. Андрей не знал, что делать. Аптекарь безжалостно загнал его в угол. — Слушай, Ильин! Кривокрасов решил сменить тактику и улыбнулся, изображая своего парня. У акулы было бы больше шансов. — Но что ты упрямишься? Через шесть месяцев ты возглавишь лабораторию сновидений и вплотную займешься исследованиями. А пока нужно показать, что наша кафедра не стояла в стороне, а сыграла важную роль в становлении этой перспективной работы. Или боишься, что я не упомяну о тебе в докладе? Неужели ты думаешь, я могу так поступить? Андрей не думал. Он был уверен, что Кривокрасов так и поступит. — Я хочу выступить сам! — упрямо произнес Андрей. Улыбка исчезла с лица профессора. Глаза превратились в щели. — Ты едешь в Париж! — с расстановкой сказал он. — Будь благодарен! — Это мои исследования. Я потратил на них девять лет. Вы не имеете права отбирать мои исследования! Опираясь ладонями на столешницу, Кривокрасов поднялся из кресла. — Начальником себя ощутил, да? — Власть унюхал! — Неблагодарный! Я ему карьеру устраиваю! Он обвел диким взглядом стены кабинета. — За границу с собой беру! А он мне заявляет! — Вы едете на конференцию только потому, что вовремя втиснули свое имя рядом... Воздух вокруг Кривокрасова, казалось, задрожал от злости. — Ты что себе позволяешь, щенок? Андрей застыл. Ему тоже захотелось выпустить гнев, откровенно выложить все, что думает о профессоре. К счастью, возобладал разум. Андрей не ввязался в ссору, только побелел лицом. — Если это все, что вы хотели сказать, — холодно ответил он, — тогда до свидания. Меня ждут больные. Андрей вышел из кабинета, звучно хлопнув дверью. Уже в коридоре прислонился к стене и провел дрожащей рукой по лбу. — Платишь из дверью! — раздался голос Перельмана. — Месяц как ремонт закончили. Угробите кабинет! Заведующий неврологией как раз выходил из процедурной. Под мышкой торчал журнал учета лекарств, весь в закладках. — Что мне всегда нравилось в ваших отношениях с Кривокрасовым, — сказал он, — так это тонкий дух товарищества и взаимопонимания. Мне предложили возглавить научно-исследовательскую лабораторию в университете. — Я слышал об этом! — Миша пожал ему руку. — Поздравляю, ты этого заслуживаешь! — Как неожиданно! Я думал, ее возглавит кто-то из университета. Перельман не спеша по-сталински достал из кармана трубку и сдавил зубами мундштук. Он не курил давно, но привычка возиться с трубкой осталась. Взяв Андрея под руку, Миша повел его по коридору прочь от своего кабинета. — А кто? — спросил он. — Исследование совершенно новое, нужен ученый, который разбирается в этой области и может набрать подходящую команду. Где взять такого? — А вот... — он указал трубкой в сторону. — На кафедре неврологии чего-то там копаются со сновидениями. Давай посмотрим. — Кривокрасов? — Его, кроме испытания лекарства, ничего не интересует. Да и характер в аптекаре известен. Скверный характер. — Ковальчук? — Исследование механизмов сна. Уже теплее, но все равно не то. К тому же Дениска — теоретик до мозга костей. В книжках копаться ему нет равных. Но в остальном... Остаешься ты. Ты занимаешься именно теми исследованиями, ради которых организуют лабораторию. У тебя огромный практический опыт. Ты — кандидат медицинских наук и отличный диагност. Пашешь 24 часа в сутки на протяжении девяти лет. Организаторские способности присутствуют. Чего еще надо? — Я не уверен, что потяну должность. — Это хорошо. Значит, будешь преодолевать себя, чтобы не пасть в грязь лицом. Они дошли до палат. Андрею нужно было к своим пациентам, Перельману — к своим. — У тебя все получится, — произнес Миша. — Единственное, о чем хочу предупредить, — остерегайся Кривокрасова. Мы вместе учились, я его прекрасно знаю. Ему по силам испортит тебе жизнь до того, как вы расстанетесь. Экран монитора показывал комнату, погруженную в полумрак. Посереди комнаты стояла кровать, на которой, опутанной датчиками и электродами, спал худой мужчина. Рядом с изображением тянулись кривые физиологических параметров — кардиограмма, биотоки мозга, движение глазных яблок, кислород в крови, сокращение мышц. — Побежал куда-то твой Константин Петрович, — сказала Ольга Савинская, медсестра при сомнологическом кабинете отделения функциональной диагностики. — Побежал! — кивнул Андрей. Это сновидение повторялось дважды. Он приводит внучку в террариум, расположенный в грязных подвалах. Аквариум Питона разбит, а сам Питон исчез. Константин Петрович ищет выход, но не может найти. Внучку удается высадить наружу через узкое окошко, но самому в него не пролезть. Он бежит по подвалам, задыхается, чувствует, что Питон где-то рядом, ползет за ним в темноте и вот-вот набросится. — Что тебя настораживает, Андрюша? — спросила Ольга. — Сон повторяется, Питон все ближе. Не знаю, на что и думать. Болезнь развивается, но что это за болезнь? Андрей задумчиво поглядел в монитор. Сомнологический кабинет организовывали своими силами и при активном участии Ильина. Здесь обследовали тех, кто во время сна страдал нарушениями дыхания и сердечной деятельности. Когда Андрею требовалось понаблюдать за сновидениями своих пациентов, он договаривался с завотделением, и ему выделяли окно в расписании, как, например, сегодня. — Говорят, идешь на повышение. — И ты знаешь, — он усмехнулся. — Похоже, меня последнего поставили в известность. — Уволишься из областной? Он пожал плечами. — Пока не знаю. — Жаль, если уволишься, — сказала Савинская, сложив губы в грустную улыбку. На щеках проступили соблазнительные ямочки. — Неизвестно, кто придет вместо тебя. Может, какой-нибудь павлин. Лет пять потребуется, чтобы он превратился в нормального врача. — Я был напыщенным павлином. — Ты всегда был добрым, слишком добрым. — Хорошо, что у меня есть кривокрасов. — Да, этот компенсирует твою доброту. Прерывистое кваканье вернуло их к монитору. — Пульс скаканул, — сказала Ольга. — Константин Петрович во сне охнул и дернулся. — Что он делает руками? — спросила Ольга, глядя на графики. — Во как двуглавые мышцы напряглись. — За что-то дергает, — предположил Андрей. В следующую секунду компьютер издал сигнал тревоги более громкий, чем предыдущее кваканье. — Кислород, — указала Ольга. — У него остановка дыхания. Андрей бросился к двери, опрокинув стул на роликах. Устройство кабинета не предусматривало прямую связь из технического помещения в комнату пациента. Андрей оказался в маленьком тамбуре. Торопясь, он дернул за ручку и покрылся холодным потом. Дверь не открылась, не отошла защелка. Ни он, ни опытная Савинская не могли ее запереть. Комната пациента вообще никогда не запиралась. Он даже не представлял, как выглядит от нее ключ. Для защиты от посторонних существует крепкая наружная дверь. Но внутренние комнаты... Внутри задыхался пациент, а лечащий врач стоял перед дверью и не мог ему помочь. — Отойди, Андрей Андреевич! — деловито произнесла набегающая сзади Савинская. — Ты сильно давишь! — защелку заклинило. Ошеломленный Андрей отнял ладонь от ручки. Савинская быстро распахнула дверь, и они влетели в комнату. Константин Петрович хватал губами воздух. На жилистой шее набухли вены. Он спал, силился вдохнуть и не мог. — Язык! — сразу определила Ольга. — Вижу. Андрей пропихнул в рот указательный палец и сдвинул запавший язык. Константин Петрович с хриплым присвистом втянул воздух, заморгал, приходя в сознание. — Все в порядке! — сказал Андрей, присаживаясь на кровать. — Теперь все в порядке. Ух и напугали вы нас! Пациент осшалел и уставился на Андрея. — Он... он набросился на меня! — невнятно заговорил Константин Петрович. — Питон набросился на меня и стал душить, господи! Это было ужасно! Я не знал, что делать, не знал! У вас дряблое, рыхлое небо. Вдобавок, во время сна западает язык, блокируя воздухоносные пути. Поэтому казалось, что вас душит Питон. Это лечит лазером, операцию можно провести в нашей больнице. Выпученные глаза страхового агента Константина Петровича уставились на Андрея. — Доктор, сегодня я нашел выход! — Правда? — Андрей проверил пульс. — И что там было? Савинская отлепила от груди пациента датчики, сняла шапочку с электродами. Там была странная дверь. Андрей почувствовал себя так же, как пять минут назад, когда с отчаянием дергал за ручку, пытаясь войти к умирающему пациенту. — Вы сказали, дверь? — переспросил он. Константин Петрович кивнул. — Не очень большая. В центре узор похож на лабиринт в журнальчике моей внучки. Знаете, в таких нужно найти путь к центру, где сидит принцесса или чудовище. Перед глазами Андрея всполыхнули обрывки собственного сна. Дверь, в которую он ударяет плечом, пытается подцепить за край. — Вы пробовали ее открыть? — просил Андрей изменившимся голосом. — Пробовал, но не смог. А потом питон набросился на меня, обвил и стал душить. Я хотел вдохнуть, но он не давал. Все душил, душил. В глазах страхового агента появилась паника. Андрей взял его за руку. — Все в порядке. Думаю, в течение нескольких дней мы проведем операцию по подтяжке неба. Десять минут неприятных ощущений, и тревожащие сны уйдут. В архив он спустился, держа подмышкой завернутые в пакет три бутерброда и бутылочку минеральной воды. Фирменный обед доктора Ильина. — Добрый день, Настасья Павловна. Хранительница медицинского архива, 64-летняя бабушка, оторвалась от газеты с телепрограммой, которая отмечала маркером латиноамериканские сериалы и подозрительно посмотрела через стойку. — Чего надо? — Вы не поверите, если скажу. Андрей наклонился к ней и произнес заговорщицким шепотом. — Мне нужны истории болезни. — Очень смешно! — ответила она без тени улыбки. Ильин прочел из блокнота фамилии пациентов. — Часть я сегодня выдавала! — заметила бабушка, надевая очки с огромными линзами. — Кому? — удивился Андрей. В дальнем углу читального зала он обнаружил Дениса Ковальчука, родственника по кафедре неврологии. Денис всегда выглядел так, словно только проснулся. Халат мятый, шевелюра всклокоченная, глаза за стеклами очков красные. Как точно заметил Перельман, Денис был теоретиком до мозга костей. Поэтому Андрей не особо удивился, застав его в затхлом помещении архива. Ковальчук работал с историями болезни, а не с больными. — Здорово, Денис! — сказал Андрей. — Каким ветром? Ему показалось, что Ковальчук вздрогнул, когда поднял глаза. Наверное, от неожиданности. — Андрей? — его голос слегка дрожал. — Рад тебя видеть! — Я тоже рад. Долго будешь работать? У тебя некоторые истории, которые я хотел бы глянуть. — Как раз собирался поговорить по этому поводу. Слышал, ты возглавишь лабораторию сновидений? Поздравляю! — Спасибо! — улыбнулся Андрей. — Я, вероятно, тоже войду в состав. — О, буду только рад. — Вот, читаю твоих пациентов. Пытаюсь понять, чем ты занимаешься. Не возражаешь? — Вовсе нет. Мне даже приятно. — Тема потрясающая! — признался Ковальчук, поправляя очки. — Я нашел твои листочки с записями сновидений, вклеенные в истории. — Особенно заинтересовались наведения Самойлова и Политовой. Там простые случаи. 44-летний электромонтер Иван Самойлов лежал у нас в неврологии, восстанавливаясь после травмы позвоночника. Видел повторяющийся сон о том, как жена, умершая несколько лет назад, подавала на обед протухшую рыбу. Он всегда боялся своей жены и поэтому не мог отказаться от блюда. Я предположил язвенную болезнь. Хотя Самойлов никогда не жаловался на расстройство желудка. Эндоскопия подтвердила диагноз. Ковальчук беззвучно изобразил губами «Ух ты!». Политовой было за 60, она страдала склерозом и почти не помнила сновидений. Только какие-то обрывки. Они показались мне странными. Я несколько ночей дежурил возле ее кровати и будил в разные моменты быстрой фазы. Из кусочков сновидений, которые рассказала Политова, сложилась общая картина. В одних снах ей виделись деревья с набухшими почками, в других, как она плывет на лодке по мутной реке, а рядом плывут бочки. В обоих снах присутствовали карлики с изуродованными затылками. Я предположил аневризму. А неограмма, естественно, подтвердила аневризму? Еще какую! Ковальчук кивнул, поглядел на часы, засобирался. — Пожалуй, мне пора. Потом расскажешь подробнее? — С удовольствием. — Еще раз повышением тебя! — Еще раз спасибо! — улыбнулся Андрей. Он сел на место Дэна, освободил от полиэтилена один бутерброд, откусил половину и жуя начал листать страницы. Записи двух-, трех-, четырехгодичной давности, сделанные его рукой, замелькали перед глазами. Политова Ольга Вячеславовна, 45-го года рождения. Пыталась открыть деревянную дверь, не смогла. Выход из дома оказался рядом, через другую дверь. Израилев, Сергей Львович, 60-го года рождения. Низкая дверь, постучался в нее, подергал за ручку. Последние два слова зачеркнуты и далее следует. Нет, дверь без ручки, но на ее поверхности странные узоры. Андрей съел два бутерброда и запил минералкой. Взял следующую историю болезни. Соломатина Татьяна Тимофеевна, 58-го года рождения. Андрей перевернул лист и наткнулся на карандашный рисунок. Соломатина оказалась художницей и кропотливо зарисовала эпизоды своего сновидения. Старая, полуразрушенная церковь. Рядом темное, кряжистое дерево с ветвями, похожими на рога. Под деревом черный бык с красными горящими глазами. Бык нападал на Татьяну Александровну, сбивал с ног и кусал за колени. Артрит в тяжелой форме. В кирпичной стене церкви выделялась дверь. Центр украшен спиралью, края узорами в виде волн. Дверная ручка отсутствовала. Он сдал истории болезни и в раздумьях вернулся на седьмой этаж в отделение неврологии. До встречи с Анжелой оставалось четыре часа. До катастрофы не больше пятнадцати минут. Прежде чем отправиться к пациентам, он заскочил в ординаторскую, чтобы оставить там последний бутерброд. Пригодится наполник. А вообще нужно питаться более основательно, иначе ему будет сниться протухшая рыба. Мобильник на поясе заиграл тему атаки акулы из челюстей. «Мама, привет!» — сказал он, открыв трубку. «В общем так, Андрюша!» — как всегда затороторила мама. «Юбилей пройдет в кафе «Прима» в следующую среду, так что ждем вас с Анжелой». «Сколько вам? Ситцевая, что ли, свадьба?» «Ай-яй-яй, такой молодой и такой льстивый. Прекрасно знаешь, сколько!» «Извини, мам. Извинения принимаются подарками. Электрический чайник меня устроит». Около секунды Андрей думал, стоит ли ей говорить. Не удержался. «Мам, мы с Анжелой сегодня заявление подадим». «Какое заявление? Неужели то, о котором я думаю?» Андрей подтвердил ее догадку многозначительной паузой. «Господи, как я рада! Это что же, зимой свадьба?» «Может, и раньше». «Ну, Андрюшенька, сынок, сделал подарок старикам к юбилею». «Ладно тебе, какие вы старики!» «Ведь так хочется с внучатами повозиться!» «Мама, я могу и передумать!» «Молчу, молчу! Все, сынок, пока целую, только отцу не говори, сама его огорошу!» Мама отключилась. Андрей с усмешкой убрал мобильный в чехол на поясе. Едва он отнял руку, как зазвонил телефон на столе. «Алло! Мне Ильина!» Незнакомый женский голос. «Это я!» «Здравствуйте! Шакина из отдела международных связей университета. Я звоню по поводу вашей поездки». «Ох, простите!» — вспомнил Андрей. «Сегодня же привезу анкету. Не торопитесь. Вы бы зашли и документы забрали». «Какие документы?» — опишел Андрей. «Свои, на визу». «Она готова? Так скоро?» «Нет. Вместо вас поступили бумаги на Ковальчука». Андрея будто ударили больно и неожиданно. Он уставился на бутерброд в руке, которую не успел положить в шкафчик. «Остерегайся Кривокрасова», — всплыли слова Миши Перельмана. «Он злопамятный. Ему по силам испортит тебе жизнь до того, как вы расстанетесь». Сразу вспомнился Ковальчук, впервые за два года появившийся в клинике и читающий истории болезни пациентов Андрея. Вспомнились его дрожащие руки и сконфуженный взгляд. От неожиданной догадки по внутренностям пробежал нехороший холодок. «Кривокрасов». «Так вы и зайдете сегодня?» — поинтересовалась Шакина, озабоченная своими конторскими проблемами. «Нет!» — воскликнул в трубку Андрей. Он выскочил из ординаторской, не помня себя. В ушах отдавались удары сердца. Взор заволокла пелена. Пациенты в коридоре шарахались от разгоряченного врача, словно от шаровой молнии. Кто-то, кажется, старшая медсестра Наталья Борисовна, окликнула его, но он не обернулся. Перельман был в кабинете один, что-то писал. Его карие и удивленные глаза поднялись на Андрея, когда тот валился в дверь. «Где он?» — спросил Андрей, задыхаясь от волнения и гнева. «Поехал в университет», — ответил Перельман. «Андрей, что случилось?» Ильин не ответил. Он спустился на лифте на первый этаж. На улицу выскочил, даже не переодевшись, прямо в белом халате. Ярость переполняла его. Кривокрасов собирался выдать исследования Андрея за свои, и похвастать ими в Париже. Если сам автор отказывается подготовить доклад, то просьбу кафедрального гуру с готовностью выполнит Ковальчук. Асфальт. Асфальт под ногами мелькал. Прохожие не оборачивались на спешащего куда-то молодого врача, бормочащего что-то под нос. На другой стороне дороги он увидел нужную маршрутку и ринулся к ней через проспект, не заметив красный сигнал светофора. Что произошло дальше, Андрей не понял. Кажется, он споткнулся из-за спешки. Потом над ним выросла темная громада, заслонявшая солнце. При виде ее Андрей даже не успел почувствовать страх. Только сон, стершийся из памяти поутру, предстал во всех красках, драматизме и пугающих совпадениях. С другой стороны улицы пронзительно закричала женщина. Взгляд инстинктивно дернулся в ту сторону, а затем на голову Андрея обрушился сокрушительный удар. Он взлетел в воздух, оставив на асфальте зашнурованные туфли. Перед глазами мелькнул борт с ироничной надписью «Похоронное бюро Ангел». И вспышка черноты заволокла сознание еще до того, как тело в белом врачебном халате рухнуло под ноги прохожим. Глава вторая Нет мне мира, нет покоя, нет отрады Усталость. Вот что он почувствовал, как только первая мысль поднялась из небытия. Невероятная усталость во всем теле, полное бессилие. Надо бы открыть глаза, но не хочется. Что произошло? Он не помнил. Ведь это произошло во сне, а сны быстро забываются при пробуждении. Кажется, он бежал от бури, но не убежал. Невидимая рука схватила его, бросила в воздух, закружила. И еще он получил удар по голове куском асфальта. Или это случилось не в этот раз? Он вдруг вспомнил причину. Кривокрасов. Его руководитель решил прочесть доклад о диагностике сновидений на конференции в… в… он не помнил где. Андрей отказался готовить доклад, и тогда Кривокрасов вписал в заявку Ковальчука. Дэна Ковальчука. Неплохого в общем парня, но знающего об этих исследованиях не больше, чем о технологии изготовления силиконовых имплантатов. Кривокрасов повел себя как последняя сволочь. Только Андрею сейчас это безразлично. Все безразлично. Он больше не чувствовал ярости, погнавшей его через проспект Луначарского. Да и личность аптекаря не вызывала эмоций. Усталость. Вот что всецело владела Андреем. Нужно все-таки открыть глаза. Бог с ним, с Кривокрасовым. Лицемером в халате врача. У памятника Плеханову в шесть будет ждать Анжела. Они договорились пойти в ЗАГС. Это важно. Важнее всего на свете. Анжела всегда злится, когда он опаздывает. Сколько сейчас времени? И где он? Андрей открыл глаза. Пространство вокруг заливала слепящая белизна. Это все, что он успел разглядеть. От внезапного головокружения пришлось зажмуриться. Переждав приступ, он снова разомкнул веки. Белизны стало меньше. Андрей разглядел потолок, кусок стены, угол, где они соединялись. Знакомый интерьер. Он раньше бывал здесь. Так и есть. Это палата интенсивной терапии. Андрей оказался в родной больнице в роли пациента. Ну и дела. Рядом что-то пискнуло. Он скосил глаза на монитор, показывающий энцефалограмму работы чьего-то мозга. Бетаритм. Ого! Мозговая деятельность этого человека активизировалась. До сего момента только реденькие всплески от силы 4-5 Гц. А теперь живенькие. 12. Счастливчик. Господи! Он повернул глаза. Рядом с его кроватью застыла молоденькая медсестра. Андрей посмотрел на нее, открыл рот, чтобы поздороваться, и провалился в беспамятство. Когда он вновь пришел в себя, вместо молоденькой сестры у кровати стояла Ольга Савинская. Его добрый друг из отделения функциональной диагностики. Он попытался произнести имя. Не вышло. Губы не слушались. Ольга заметила попытку. «Узнал меня?» — обрадовалась она. «Узнал!» Ее мягкая ладонь коснулась щеки. Андрей почувствовал тепло и необыкновенную нежность. «О-о-о!» — произнес Андрей. Чтобы выдавливать глаз на из груди, помощь губ почти не требовалась. «Что, Андрюшенька?» «О-о-о!» Произнести слова не удавалось. Ольга провела по щеке. «Чувствуешь руку?» — спросила она. «Если да, моргни!» Он медленно закрыл, открыл глаза. «Ты узнаешь меня, ощущаешь прикосновения, отвечаешь на вопросы. Это здорово!» «О-о-о!» — промычал Андрей. Руки не слушались. Безвольно лежали по обе стороны от тела, словно поленье. «Чёрт возьми, да что с ним такое!» «Хочешь что-то сказать?» Андрей оглядел палату. Как показать ей, что ему нужно? Не найдя вариантов, он с отчаянием посмотрел на Ольгу. «Что ты хочешь?» — спросила она с жалостью. «Это слово начинается на «о»?» Андрей замер с открытыми глазами. «На «пэ»?» Андрей моргнул. «По. Я тебя правильно поняла, да?» «По-по-с-поз-поз-поз-да-поз». Веки подтверждающе сомкнулись. «Позвать? Правильно, да? Кого позвать?» Андрей вдруг увидел висящий у неё на шее мобильный телефон. Ольга проследила за его взглядом. «Позвонить?» Он закрой глаза и даже, как ему показалось, кивнул. «Кому позвонить, Андрей?» «Маме, отцу? Кому?» «А-а-а-а!» Произнес он. «Господи, как же трудно!» Словно поднимаешься в гору с грудой камней на спине. «А-же!» Ольга смотрела на него пристально с какой-то грустью. «Анжеле?» Спросила она. «Ты хочешь, чтоб я позвонил Анжеле?» «Да, да!» Мысленно закричал Ильин. «Позвони ей, скажи, что я не приду!» Ольга кивнула, сложив губы в грустную улыбку. На щеках проступили заманчивые ямочки. Андрей увидел, как глаза медсестры заблестели от влаги. «Не надо плакать, я жив!» Хотел прошептать он, но сил на новую фразу не хватило. Андрей попытался поднять руку, но не смог. Все дело в проклятой усталости. Она будто связала его. «Сейчас придет врач», — сказала Ольга. Андрей провалился в темноту. Когда он очнулся, у кровати сидел Перельман. Вид у заведующего неврологии был растрепанный. Врачебная шапочка отсутствовала, обнажив курчавые, кое-где пробитые сединой волосы. Галстук сбился. Незажженная трубка вываливалась изо рта. Перельман сильно волновался. Сжав ладонь Андрея, он долго не отпускал ее. «Ты выкарабкался», — говорил Миша. «Ты везучий, сукин сын!» Андрей закрыл глаза. «Он за час проскочил вегетативный статус», — сообщила медсестра. Снова та, которая наблюдала его пробуждение. «Сейчас проверим, так ли это. Андрей, слышишь меня?» Он повторил испытанный сигнал глазами, но Перельману это не понравилось. «Нет», — недовольно произнес Миша. «Словами ответь. На что тебе язык, доктор Ильин?» Андрей попытался. Воздух выходил изо рта, словно из рваной покрышки. В результате вместо «да» получалось «а». Но Перельмана это удовлетворило. «Как ты себя чувствуешь?» «С-та...» «Устал», — определила медсестра. Перельман кивнул. «Шевельни правой рукой». «Нет, правой». «Отлично. Как твое имя?» «Ан...» «Ей». Кто не знал, не понял бы. Но два слога получились четко. Заведующий неврологией прищуренно смотрел на него, оценивая состояние Андрея. «Ты знаешь, кто я?» «Д-д-д-д...» «Какое сегодня число?» Андрей недовольно выдохнул от такого трудного вопроса. Из своего имени он смел произнести лишь два слога, а Перельман требует, чтобы он сказал «двадцать третье июня». Но Миша, похоже, сам понял, что переборщил и изменил вопрос. «Какой сейчас месяц?» «И-и-и...» «Где ты находишься?» «Б-б-б-боль-боль-ни...» Он набрал воздуха в грудь и закончил. «Ца...» Перельман улыбнулся. «Ставлю тебе тринадцать баллов по шкале Глазга». «Ты в состоянии кинетического мутизма. Помнишь, что это такое?» «Д-д-д...» Ответил Андрей. Вики потяжелели. В коротком диалоге он выложился весь. Накатила неодолимая слабость, стало трудно оставаться в сознании. Перельман заметил это. «Отдыхай. Ты молодец». На следующий день Перельман снова посетил Андрея. К этому времени тот несколько раз приходил в сознание и вновь терял его. К счастью, периоды просветления становились все длиннее. Говорил Андрей по-прежнему с трудом. Стали двигаться пальцы на руках и ногах. Правая рука согнулась в локте. Произошло это уже в присутствии новой медсестры. Миша присел на краешек к кровати. «Ан-ан-на-же-же-же-же-поз-вани-ли?» Первым делом спросил Андрей. Перельман как-то непонятно посмотрел на него, затем то ли кивнул, то ли покачал головой. Андрей воспринял этот жест как утвердительный. «Тебе сейчас не нужно беспокоиться о том, что происходит за этими стенами. Все неприятности позади. Главное, к тебе вернулось сознание». «Что случилось?» «Тебя сбила машина». «Ангел». «Да, ангел. Газель похоронного бюро. Ты выскочил на проезжую часть на красный свет». Миша сурово посмотрел на него. «Ты серьезно пострадал, Андрей». «Скажи», — прошептал он. Перелом левого предплечья, ключицы, нескольких ребер и тяжелая черепно-мозговая травма в лобно-теменной области правого полушария. Андрей почувствовал, что стало трудно дышать. «Линейный перелом черепа, эпидуральная гематома, была операция, работал сам Столяров. Твою голову восстановили, Андрей, но...» «Если... была... не... не...» «Произнести нейрохирургическую операцию вряд ли бы удалось. Слишком длинный словесный ряд». Миша взял его за руку, показывая, что понял. «С момента операции прошло восемь месяцев». Жизнь остановилась. Крупицы сил, которые он собрал в себе, за сутки рассеялись. «После удара ты впал в глубокую кому», — продолжал Перельман. «Пять баллов по шкале Глазга. Твоя травма была очень серьезной. А кома длилась восемь месяцев, Андрей. Поэтому мы безумно счастливы, что ты очнулся. Мы ждали этого всей командой». «Бракман... десять». «Да, по Бракману, после длительной комы, только десять процентов достигают выздоровления или умеренной инвалидности. Но тебе я делаю великолепный прогноз. Ты миновал вегетативную стадию, сознание спутанно, но работает. Умственные способности, речь, движение улучшаются с каждым часом». «По поездкам в... в...» Он не понимал, почему не может произнести название города. «Не напрягайся. Я же говорил, что у тебя повреждены лобные доли». «Конференция», — прошептал Андрей. «Кривокрасов сожалел о том, что с тобой случилось. Но конференцию никто не отменял, и от кафедры поехали он и Ковальчук». В груди прокатилась горячая волна возмущения. Ковальчук собирался ехать на конференцию еще до того, как голова его коллеги вошла в контакт с бампером «Газели». Еще Андрей был уверен, что Кривокрасов нисколько не сожалел о том, что случилось. «Нисколько». «Что на конференции?» «Ты хочешь знать?» «Да, да», — разозлился Андрей. Перельман уставился в пол. Кривокрасов прочел доклад о диагностике по сновидениям. Его речь попала в французские и британские журналы. Кафедра была на устах какое-то время. Мне очень жаль, Андрей, но руководителем лаборатории сновидений назначили Ковальчука. Понимаешь, после трагедии, которая случилась с тобой, никто уже не надеялся. А Ковальчук защитил кандидатскую, он молод и разбирается в теории сна. Мне искренне жаль. Андрей отвернул голову, чтобы Миша не видел его лица. Да какая, собственно, разница? Пусть он заплачет сейчас, пусть и зайдет соплями. Ничего не изменится. Его многолетняя работа украдена. Ни Кривокрасов, ни Ковальчук не принимали участия в исследованиях. Они лишь присвоили результаты. — Андрей, мы тебя восстановим! — пообещал Перельман, сжав его кисть. — И не таких поднимали! Не падай духом! — Оставь меня! Миша опустил голову и покинул палату, осторожно прикрыв за собой дверь. Андрей не выдержал и заплакал. Сон был тяжелым, мутным, наполненным жуткими образами, возникающими из тьмы. Андрея окутывала невидимая вязкая пелена. Он продирался сквозь ночной ельник, и сердце замирало от страха. Теперь придется разгадывать болячки в собственном сновидении. А этого так не хотелось. Ему было лень. Он занимался этим девять лет. Девять лет. Зачем еще тратить время, когда есть Кривокрасов? Судя по последним новостям, крупнейший специалист в этой области. Едва Андрей подумал о профессоре, как тот возник перед ним. Коренастый неодерталец во врачебном халате и прической ёршиком скорчил жалостное лицо. — Мне так жаль, что ты не поехал в... Он повалился на спину и стал кататься по прошлогодним листьям, заливаясь сумасшедшим смехом. Внезапно Андрей понял, что это вовсе не профессор, а гигантская летучая мышь. Через секунду она развернула крылья, хлопнула ими и взлетела. Темная туша рванулась прямо на него. Андрей пригнулся, но острые когти успели чиркнуть по лицу. Мерзкая тварь исчезла среди еловых вершин. Андрей прижал ладонь к скуле, чтобы остановить кровь, но оказалось, что крови не было. Когти летучей мыши разорвали кожу, похожую во сне на латексную маску. Андрей начал сдирать ее с лица. Она сходила лоскутами, освобождая свежую кожу. Когда он закончил, то неожиданно обнаружил себя возле полноводной реки. На другом берегу возвышался дом без окон. Вход в него перегораживала дверь, которую Андрей узнал даже на расстоянии. Узор спирали отчетливо ввился по дверному полотну. Пересечь реку, чтобы добраться до двери, было невозможно. Чай, поданный медсестрой, был крепок и темен. Сидя на кровати, Андрей уставился на зыбкое отражение в чашке. Что-то в нем было не так, хотя не совсем понятно, что именно. Поверхность колыхалась, мешая рассматривать. Он поставил чашку на пахнущую столярным клеем тумбу, дождался, пока чай успокоится, и заглянул вновь. Из темного отражения на него смотрело чужое лицо, худое, изможденное, с огромными тусклыми глазами. Но главное, лицо незнакомца рассекал безжалостный, уродливый шрам. По крайней мере, таким он показался Андрею. Он начинался под глазом, делил пополам левую скулу, опускался к уголку рта, задирая его теперь в вечной кривой усмешке. Андрей отставил чашку и дотронулся до лица. Указательный палец нашел мягкую, тонкую полоску кожи, прошелся вдоль нее и остановился на задранном уголке рта. «Глэмплин», — произнес Андрей. Декоративная накладка бампера ангельской газели изуродовала его лицо. Что ж, спасибо и за это. Раньше он не особо верил во Всевышнего, а теперь и вовсе был убежден, что в мире не существуют силы, которая помогала бы порядочным людям, таким как Андрей Ильин. «Здравствуйте! Можно к вам?» Голос молодой девушки, заглянувшей в палату, звучал робко и взволнованно. Андрей уже лежал в родной неврологии. Вчера его перевели сюда из интенсивной терапии по просьбе Перельмана. «Вы, наверное, ошиблись дверью?» «Нет, вовсе не ошиблась. Вы доктор Ильин?» Она вошла. Девушка в белом приталином халате. Черные волосы рассыпаны по худым плечам. Похожа на татарку, что подтверждалось небольшим акцентом. Симпатичная, карие глаза пристально изучали Андрея. «Еще раз извините, меня зовут Альбина. Альбина Багаева». Ее голос дрожал. «Я ординатор первого года». Он старался не смотреть на девушку, стесняясь шрама. Она, наоборот, разглядывала его лицо с жадным любопытством. Андрей не выдержал. «Прекратите на меня пялиться!» Раздраженно сказал Ильин. В последнее время приличные манеры ушли. Как он говорил, остались в коме. «Простите». Альбина смутилась, поспешно отвела взгляд. Андрей сделал вид, что чешет переносицу, хотя на самом деле прикрывал шрам. Ему придется привыкать к окружающим, пялищимся на него, как на уродца из консткамеры. «Я много слышала о ваших исследованиях. А вас? Извините, если чем-то обидела. Просто я давно мечтала познакомиться». «Диагностика по сновидениям теперь не мои исследования», — ответил Андрей с досадой. Девушка мельком глянула на него. Снова уставилась в пол. «Нет, ваши!» — осторожно возразила она. «Я услышала о них, когда училась на втором курсе. Ваши статьи подтолкнули меня к дополнительным занятиям по психологии и физиологии сна». На лицо свалилась прядь. Девушка убрала ее за ухо с неприметной сережкой. «Значит, вы ординатор первого года?» — спросил Андрей. Она кивнула, не сводя глаз собственных туфель. «Как работает?» «Нормально, только они до всего допускают. Иногда приходится выполнять сестринскую работу. Иногда Михаил Маркович скрипит на нас зубами, называя половинками от настоящих врачей». Перельман строг с ординаторами. «Он хороший человек, думающий, понимающий, хотя и комплексующий по поводу семейных отношений». Андрей удивился, насколько девушка точно охарактеризовала заведующего. «Жаль, у него не всегда находится время, чтобы объяснить некоторые вещи, которые хотелось бы знать. Вот. А еще я собираю материалы для Анатолия Федоровича». «Кривокрасова?» — удивился Андрей. «Да». Он возвел глаза к потолку и усмехнулся. «Девушка, вы угодили на плантацию самого крупного рабовладельца». Кривокрасов был руководителем моего диплома, обещал место на кафедре, если я помогу ему с клиническими испытаниями какого-то снотворного. «Это на него похоже. Знаете его прозвище?» «Нет. Аптекарь. Правда?» Альбина, наконец, подняла взгляд, прямой и искренний. Андрею он понравился. Такое бывает только у людей с кристальной душой. «Андрейка!» В палату увалились родители, шумные и радостные. Девушку сдвинули куда-то в угол, и она поспешила убраться из палаты. Андрей только увидел, как шевельнулись ее губы в неслышном прощании. «Андрюшенька, сынок, родненький, любименький!» — тараторила мама. «Иногда скорость произносимых ею слов опережала мысли. «Ну как? Как ты себя чувствуешь?» «Здоров, человечище!» — крепко пожал худую ладонь отец, морской офицер в отставке. «Вон как лицо отъел на казенных харчах!» «Кажется, только вчера, мама, ты пригласила меня на юбилей!» — произнес Андрей. Родители сразу погрустнели. Мама взяла его за руку. «Не было юбилея, Андрюшенька. Сидели возле тебя, уже не чаяли, что снова выпадет случай поговорить». Из маминых глаз потекли слезы, но она засмеялась. «Мы так счастливы, что ты очнулся!» «Где Анжела?» — спросил Андрей. Отец с матерью странно переглянулись. «Мы не знаем». «То есть как?» «Пришла однажды, глянула на тебя и больше не показывалась. Не звонила, не спрашивала. Совсем исчезла. Так что не знаем, где она теперь, сынок». Андрей отвернулся. Последнее время он часто так делал, когда слезы душили его. Родители переглянулись. «Андрюшенька, не переживай так. Главное, ты пришел в себя. Это такая радость, такая радость. Мы уже не чаяли». Мама снова залилась слезами, на этот раз без смеха. «Скоро лето начнется!» — неловко произнес отец. «Выйдем на дачку, отдохнешь, там солнце, травка, лесок, здоровьица наберешь». «Я не хочу отдыхать», — раздраженно ответил Андрей. «Наотдыхался. Восемь месяцев. Многое изменилось за это время. Я сказал многое. Все изменилось. Работа, личная жизнь. Придется все начинать заново, с нуля. Нельзя сразу браться за работу», — встрепенулась мама. «Ты слишком слаб. Съезди сначала на курорт, куда-нибудь в Турцию». «Куда?» — не понял Андрей. «В Турцию, на Средиземное море». «Какое море?» «Андрей, ты чего?» — удивился отец. Подражащими пальцами Андрей дотронулся до лба. «Что сказала мама?» «Назвала какой-то курорт?» «Почему Андрей не может повторить его название?» «Возьми на первое время», — произнес отец, опуская на тумбочку пакет, наполненный яблоками и грушами. «Мне пока нельзя», — сказал Андрей. «Трудно жевать». «Тогда раздай медсестрам, пусть пожрут за тебя». «Ладно, Андрюша», — сказала мама. «Нам пора. Мы завтра придем». «Спасибо за фрукты». Ночью опять пришел сон. В нем было меньше угнетения и страха. Образы стали ярче и контрастнее. Изменения сигнализировали, что Андрей шел на поправку. Ему снилось, будто он вставал с кровати и гулял по коридору, хотя в реальности пока он не мог этого сделать. Но ему очень хотелось начать ходить, а сон всегда подчеркивает скрытое желание. За окнами стояла ночь. Светила полная луна. Из головы в том месте, где его ударил передок газели, клочьями лезли волосы. Андрей заткнул темечко пятерней, но волосы сыпались сквозь пальцы. Бродя по коридорам, которые были гораздо длиннее и путаннее, чем в реальности, он неожиданно оказался перед дверью. Той самой, с узором спирали или спирального лабиринта на поверхности. Своей архаичностью она выделялась на фоне традиционного больничного стиля и в точности напоминала рисунок Соломатиной, за единственным исключением. Андрей не поверил глазам. На двери появилась ручка. Черная, кованная скоба, новая, незатертая ладонями, призывала потянуть за нее и проникнуть в тайну. Но Андрей не хотел трогать ручку, ему вдруг стало страшно. Стоит открыть дверь, и жизнь изменится. А ему не хотелось новых перемен. Он сыт по горло переменами и так потерял все, что было. Эта дверь — отголосок надежд и желаний, живших в докторе Ильине до травмы. Потянуть за ручку значило озарить себя новой надеждой. Этого он и боялся — озарить себя надеждой. А затем потерять ее, как уже случалось. Пока он терзался мыслями перед дверью, откуда-то появилась незнакомая пожилая медсестра, которая стала упрекать Андрея, что он поднялся с кровати. Она повела его назад, в палату, и он больше ничего не запомнил из своего сна. Через две недели он начал ходить. Сначала с помощью медсестры, затем самостоятельно на костылях. Два раза в день Андрей выполнял восстанавливающие комплексы, и вскоре под кожей начали наливаться мышцы. Через месяц он ходил, опираясь только на клюку. Быстрая утомляемость и апатия, характерные после черепно-мозговых травм, постепенно сходили на нет. Иногда его преследовали головные боли, иногда нарушалась цикличность сна, но это случалось все реже. Андрей прошел курс магнитотерапии, закончил принимать энцефабол, наком и глутаминовую кислоту. От психостимуляторов увеличилась раздражительность, и психиатр их отменил. Речь восстановилась полностью. Тесты на мышление показали, что умственные способности вернулись к прежнему дотравматическому уровню. А вот с памятью были проблемы. Андрей забывал или путал значения некоторых слов. Например, он мог описать форму гитары, количество струн на ней, но не мог вспомнить, как она называется. Иногда вспоминал, иногда нет. Перельман сказал, что предметная память непременно восстановится, потому что наблюдается прогресс. Гораздо хуже дела обстояли с географическими названиями. Они почти не держались в голове, словно за что-то мстили Андрею. Если в газетной статье встречалась улица или город, ему требовалось прочесть название не менее двух десятков раз, чтобы оно осело в памяти. Потом проходил час, он свободно пересказывал содержание статьи, но улица или город забывались начисто. Такое избирательное нарушение фиксации Андрей связывал с расстройством кровообращения в травмированных зонах мозга. После аварии произошла потеря синапров в нейронах, поэтому, когда он слышал незнакомое название, оно не связывалось с подходящей ассоциацией, необходимой для запоминания. Чтобы исправить дефект, он каждый день по 30 минут читал карту дорог России, надеясь, что мозг установит новые ассоциативные связи в обход поврежденных. Пока помогало плохо. В палате они расположились на двух стульях, которые сами же принесли. Перельман рассматривал снимки, сделанные вчера томограммой головного мозга, психиатр листал историю болезни. Со дня выхода из комы прошло около трех месяцев. — На снимке никаких аномалий, — заключил Миша. — Должен тебя поздравить, Андрей. После тяжелейшей травмы ты восстановился как спринтер. Не возражаешь, если я напишу о твоем случае статью в журнал? — Я хочу вернуться к работе, — сказал Андрей, ожидая реакции психиатра. — Что ж, — произнес тот, тряхнув вторым подбородком. — Ваш прогресс, доктор Ильин, действительно впечатляет. Мозговые функции восстановились полностью. Депрессия не наблюдается уже давно. Осталась некоторая замкнутость, но, думаю, здесь нет ничего страшного. Отдельно хочу отметить память. Она великолепна. Вы помните названия болезни и лекарств, прекрасно разбираетесь в них. Только эти географические названия. — Это мелочь, — уверенно махнул рукой Перельман. — Работе не помешает. В больнице есть врачи с куда более тяжелыми дефектами. У Смирнова из кардиологии — ножной протез, а у Грибанова диабет второй степени. Андрей всего лишь забывает географические названия. Как его непосредственный начальник, заявляю — это мелочь. — Тогда у меня нет возражений, — пожал плечами психиатр. Выписываю с формулировкой отсутствия психических нарушений социальные показатели, прежний объем работы по специальности без утомляемости, преморбидный уровень общения. — Ура! — сказал Перельман и пожал Андрею руку. — Возвращайся в отделение. Мы все тебя очень ждем. — Знаю, — ответил Андрей. — Ко мне многие заходили. Они ушли, унося стулья. Оставшись один, Андрей откинулся на подушку. — Депрессия не наблюдается уже давно. — Он хмыкнул. Невыносимая, изнуряющая горечь не отпускала его на протяжении всего времени после выхода из комы. Андрей просто тщательно скрывал ее. Он улыбался, говорил всем, что чувствует себя заново рожденным, что ему дан шанс начать новую жизнь. Он говорил эту чушь в основном для своего психиатра, который учился по тем же учебникам, что и Андрей. В них это называлось признаками психического выздоровления. На самом деле мысли об утраченных возможностях не оставляли ни на секунду. Ведь его карьера, его личная жизнь — все пошло прахом после злосчастной аварии. Нет, депрессия не покинула его. Она была рядом, держала Андрея в тесных, можно сказать, дружеских объятиях. Он надеялся избавиться от нее, вернувшись на работу. Если это не поможет, тогда жизнь окончательно потеряет смысл. Глава третья. Грохот грома. Черный Порш остановился на обочине дороги возле широкого пустынного пляжа, на который накатывались океанские волны. Солнце садилось за горой, нависающие над террасой скалы бросали на пляж длинные тени. Из салона Порши, роскошного, словно пентхаус, вылез привлекательный молодой человек в гавайской рубашке, шортах-бермудах и шлепанцах на босу ногу. Перевившиеся золотые цепи на бычьей шеи звякнули, ударившись о рельефную грудь. На предплечье синела татуировка ТС. Под рубашкой за ремнем торчал автоматический глок калибром девять миллиметров. Человека звали Лусио. Для кого-то это имя звучало, словно имя кинозвезды. В остальных оно вселяло ужас. Лусио по кличке Красавчик был известным в городе гангстером. В своей фавеле он занимал должность Джеренте Джераль, а фактически являлся ее первым лицом. Его престарелый босс не мог управлять бизнесом в полной мере, поскольку последние шесть лет наслаждался жизнью в уютной камере городской тюрьмы Банго-1. Лусио глядел пляж. В метрах в пятистах по направлению к городу купались дети, ветер доносил их радостный визг. На горизонте стоял нефтеналивной танкер. Больше никого. Курьер Дона и Флореста еще не прибыл. Можно успеть выкупаться. За спиной на высокой скорости промчались две машины, от которых пахнуло выхлопами. Лусио не стал запирать Порше или ставить на охрану. Никогда этого не делал. Автомобиль знали. Даже если бы какой-нибудь сумасшедший рискнул его угнать, вряд ли бы он сумел сбыть похищенное. Все, на что он мог надеяться, это пуля и небольшой участок земли в дебрях городского парка. Так что Лусио не запер машину, а просто захлопнул дверцу и побрел к линии прибоя, увязая шлепанцами в мягком песке. Неподалеку от воды он сложил одежду на шлепанцы, спрятал под ней пистолет и, разбежавшись, нырнул в теплые упругие волны. Отплыв от берега, немного полежал на спине, затем с неохотой повернул обратно. Когда Лусио выходил из воды, курьер уже ждал. Человек в белой рубашке, в галстуке, с неприметным лицом клерка, с зализанными назад волосами, манерной до отвращения. Его машины на дороге не видать, значит, приехал на такси. Он улыбался, разглядывая фигуру Лусио. В одной руке держал кейс, в другой — глок, который должен был лежать на шлепанцах, прикрытых одеждой. «Это мое!» — заметил Лусио, указав на пистолет, когда направился к курьеру через полосу влажного песка. «Нисколько не сомневаюсь, любезный, нисколько. Но лучше быть осторожным, не правда ли?» Он мерзко захихикал. Лусио раздраженно сощурился. «Красавчик Лусио! Красавчик Лусио!» Курьер пошевелил носком лакированной туфли, сложенную на песке одежду. «Что ты носишь? Деньги жалеешь? Напрасно! Такое роскошное тело должно носить достойную одежду!» «Может, перейдем к делу, пидор?» Улыбка слетела с лица собеседника. «Не зарывайся! В своей фавеле командуй! Дона Флореста раздавит тебя одним пальцем! Ей достаточно звонка, чтобы полиция вычистила кварталы от твоих оборванцев, а тебя посадила за решетку!» Пистолет прыгал в его руки. Лусио напрягался каждый раз, когда мог заглянуть в ствол. «Ненавижу таких, как ты!» Процедил курьер, сжав зубы. «Дорогая машина, грошовые шмотки, ты дешевка! Родился в дерьме, с самого детства мечтал стать кем-то, заработал немного денег, но так и остался дерьмом!» «Хватит истерить!» «Какого дьявола ей нужно?» Курьер нервно выдохнул, натянутый улыбнулся своей гадкой улыбкой. «Синьора требует компенсацию за ее хлопоты на севере города!» Дона Флореста имела высокий статус в преступной среде и была могущественным конкурентом как Лусио, так и его босса. Она не занималась наркотиками. Он вообще не имел понятия, чем она занималась. Но теснила Лусио из всех областей, на которой он пытался расширить бизнес фавелы. Около месяца назад красавчик взял под контроль район на севере города, в котором собирался поставить своих дилеров и начать продажи дури. И прошло и недели, как ему пришлось бежать оттуда, оставив партию товара и расстрелянные трупы своих пехотинцев. Люди Дона Флореста, хорошо обученные, безжалостные, поддерживаемые полицией, устроили настоящий террор его подчиненному. Это было позорное поражение. Лусио до сих пор от него не оправился. «Вот список контрибуции!» Придерживая кейс коленом, курьер раскрыл его одной рукой и достал запечатанный конверт. Судя по толщине, внутри не больше одного-двух листов. Лусио вытер ладони оплавки и потянулся за ним. Он охватил бумажный пакет близко к пальцам курьера, что позволило тому прикоснуться к руке и даже погладить ее. Этот педик погладил его, Лусио. Он подумал, что сейчас возьмет послание сеньоры, а затем сломает челюсть одному представителю нетрадиционной сексуальной ориентации. Это помогло бы избавиться от омерзения, которое вызывал в нем курьер. Сдерживало только имя его покровительницы. И еще пистолет. Лусио вскрыл конверт и достал письмо, содержавшее сухой перечень того, чем он должен возместить ущерб за свое вторжение. 300 тысяч долларов, 15 килограммов золота, 4 мотоцикла и 8 автомобилей, марки указаны. В случае неповиновения его ожидали проблемы на других подконтрольных территориях. «Это все?» спросил Лусио, не выказав ни грамма эмоций. «Нет? Что ты делаешь сегодня вечером? Не желаешь посетить какой-нибудь клуб, пропустить по коктейлю?» «Не с тобой. Я просто спросил, особо не надеялся, больно надо. Отдай пистолет». «Красавчик, ты должен помнить, о чем я говорил. Донна Флореста зла на тебя, не совершай новых ошибок». «Я об этом помню», сквозь зубы процедил Лусио. Собеседник ухмыльнулся, протянул ствол рукоятью вперед и играючи убрал, когда Лусио попытался взять в первый раз, но затем все-таки отдал. В письме указан телефон, по которому следует позвонить. В случае, если... Правую глазницу курьера резко обожгло, и половина мира тотчас потухла. Яростная боль в голове возникла лишь потом, когда он обнаружил, что лежит на песке, а в лицо ему направлен ствол, и Лусио нажимает на спуск второй раз. Лусио давил на курок до тех пор, пока выстрелы не сменились звонким щелчком, а ему хотелось нажимать еще и еще. Лицо курьера провалилось и выглядело, как кровавая каша. Но он все-таки стер заносчивую ухмылку. Это всегда наступало после убийства, когда исчезала угроза, когда он опускал ствол. Приступ короткого, парализующего страха. Стоя посреди пляжа в одних плавках над мертвым телом, Лусио съежился в ожидании внезапного удара. Картинка всплывала непроизвольно. Молния ударяет в затылок или в плечо, проходит внутрь, выжигает органы. Видение длилось несколько секунд, но повторялось из раза в раз с самого детства, с тех пор, как он впервые застрелил человека. Это случилось, когда Лусио было одиннадцать. Жертвой стал ровесник. Застрелить его приказал главарь банды, четырнадцатилетний пацан, самый старший из них. Банда наводила ужас на прилежащие к фавеле городские кварталы. Грабила прохожих и магазины, воевала с другими бандами. Сейчас он не помнил лица первой жертвы. Кажется, тот принадлежал фавеле, с которой у них шла война. Лусио без колебания выпустил пулю, чувствуя, как стремительно растет его карьера. Правда, после убийства он испытал небывалый страх, загнавший мальчика в тесный подвал дома матери. Его мучили не угрызения совести. Маленький Лусио страшился божьего гнева. Отца он не помнил, тот умер от малярии, когда мальчику было около года. Воспитывала его мать. Она продавала гребни возле туристических отелей и отличалась чрезмерной религиозностью. С самого детства эта женщина наглядно демонстрировала сыну, что случается с теми, кто нарушает божьи заповеди. Когда он попытался стащить из буфета кусок сахара или украсть мелочи с кошелька, она незаметно подкрадывалась сзади и со всей мочи била его жестяным подносом по затылку. Лусио до смерти пугало неожиданное появление матери, но еще больше оглушительный грохот. Он плакал, держась за затылок, объятый тупой болью, иногда липкий от крови, а мать стояла над ним огромная, словно великанша, и повторяла, что он испытает именно это, когда совершит настоящий грех. Только Бог не будет таким милостивым, как она. Лусио будет гораздо, гораздо хуже. После своего первого убийства малыш Лусио просидел в подвале две недели, трясясь от страха, боясь выбраться на улицу. Казалось, стоит ему очутиться под открытым небом, как на голову обрушится внезапный удар, сопровождаемый апокалипсическим грохотом. К его удивлению этого не случилось. Кара Господня миновала Менино, И тогда страх сменился интересом. Почему? Почему Бог не покарал его, как обещала мать? Через полгода он совершил еще одно убийство. Кажется, это был прохожий. Они сняли с него рубашку, часы, вытрясли из карманов всю мелочь. Его не требовалось убивать, но Лусио выпустил пулю из любопытства. Снова был подвал и суеверный ужас, но когда он исчез, стало ясно, что наказание прошло стороной. Тогда Лусио попробовал еще раз, а затем еще. Так он проводил свои эксперименты до двадцати восьми лет. Он играл в русскую рулетку с самим Господом, совершая убийства один за другим и оставался безнаказанным. Он испытывал прилив энергии и азарт, но также вину, страх и непонимание. Сколько еще убийств он должен совершить, чтобы Бог обрушил на него кару, как обещала мать? Страх отпустил через несколько секунд. Теперь две недели подвального ужаса превратились в короткий паралич. Наказание не последовало и в этот раз. Возможно, Бога не существовало вовсе, хотя после убийств Лусио по-прежнему слышал в голове звук, напоминающий грохот под носом матери. Он обыскал курьера, забрал из заднего кармана брюк-бумажник. Не для того, чтобы имитировать ограбление. Просто Лусио, выросший в бедной семье, с уважением относился к любым заработкам. Правда, теперь напуганный уличный мальчишка превратился в красавчика, плейбоя и обеспеченного человека, чьи фотографии периодически появлялись на передовицах местных газет. Его знали и боялись как огня, потому что такого безжалостного гангстера нужно еще поискать на всем побережье. Его единственным недостатком был грохот грома. Он смущал, тяготил. Лусио страстно мечтал от него избавиться. Глава четвертая Гуэмплин В первый день выхода на работу туда, где он почти год лежал как пациент, Андрей чувствовал себя не в своей тарелке. Те же стены, тот же коридор буквы Г, те же палаты, вид из окон, но абсолютно другие ощущения. Проведенное здесь в роли пациента время изменило сознание. Чужая забота, чужой уход отлучили от самостоятельности. Он привык принимать помощь, а не оказывать ее, отвык от роли врача. Особенно остро Андрей это осознал в ординаторской, комнате для врачей, куда он не заглядывал с прошлого года. В ординаторской оказалась вся команда отделения неврологии. При его появлении тут же смолкли разговоры. Он неожиданно превратился в центр всеобщего внимания, отчего почувствовал себя неловко. «А вот и наш Андрей!» сказал за всех Перельман. «С возвращением!» Его окружили, хлопали по плечу, жали руку, говорили, что рады видеть, поздравляли с выздоровлением. В общем, вещали сплошные банальности. Даже остроумный Тюрин, от которого Андрей всегда ждал сюрприза, выдавил из себя нечто вроде «Рад, что с тобой все в порядке и желаю, чтобы в порядке было и дальше». Андрей оглядывал радостные, улыбающиеся лица, улыбался в ответ и чувствовал, как внутри растет отвращение. На лице коллег были наклеены лживые маски, скрывающие настороженность, недоверие, страх. Они боялись его, боялись того, во что он превратился. Никто не смотрел в глаза. Когда Андрей отворачивался, то их улыбки замирали, а взгляды тайком изучали шрам на лице и пытались найти повреждение черепа под волосами. Андрей буквально читал мысли, копошащиеся в их головах, словно крысы. Как он изменился, неужели он сможет работать после такой травмы, неужели ему можно доверить больного, инвалиду с перепаханным мозгом? «Вообще-то я умер, а перед вами призрак», ответил он на чью-то реплику. Врачи засмеялись. Андрей засмеялся вместе с ними, чувствуя, насколько натужено и неестественно их веселье. Правильно, зачем обижать убогого? Лучше поддержать его неуклюжую шутку. Вскоре ординаторская опустела, и в ней остался только Перельман. Миша нахмуренно чесал подбородок. «Еще раз поздравляю, с выходом на работу». «Спасибо. Но, как заведующий отделением, не могу не спросить, как твое душевное состояние?» «Я в порядке». Ильин вздохнул с воодушевлением. «Я ждал этого момента долгих три месяца». Трудно сказать, почувствовал ли Перельман ложь. Миша задумчиво кивнул, велел зайти через часик, чтобы определиться с объемом работы, и отправился на утреннюю пятиминутку с медсестрами. Андрей обессиленно рухнул на стул. Сколько он продержится. Встреча с коллегами отняла не меньше килограмма нервов. А впереди ждут пациенты. Он воочию представил, как разговаривает с какой-нибудь неврастенической старушкой или мужиком с Багровым от каждодневной выпивки лицом. Вместо доверительной беседы, являющейся основой общения с пациентом, они будут пялиться на шрам. А что делать с исследованием сновидений? Андрей задумчиво поскреб ногтями по столешнице. Сновидениями занимается лаборатория Ковальчука. После случившегося у Андрея не было желания продолжать научную работу. Тем более иметь какое-то отношение к кафедре неврологии. Точнее к одному из ее представителей. Борову с прической, ёршиком и неутомимой жаждой прославиться за чужой счет. Дверь в ординаторскую приоткрылась. Андрей настолько погрузился в мысли, что вздрогнул от неожиданности. На пороге стояла черноволосая девушка во врачебном халате. Заметив испуг Андрея, она стушевалась. Где он ее видел? — Здравствуйте, Андрей Андреевич, — сказала она с акцентом. — Я Альбина Багаева. Вы меня помните? Он вспомнил. Ординатор первого года, хотя сейчас, наверное, второго. Она заглядывала к нему в палату на следующий день или через день после того, как он вышел из комы. — Что вам нужно? Девушка нервно сглотнула и начала фразу, окончание которой Андрей прекрасно знал, потому что пять минут назад то же самое толдычили его коллеги. — Я очень рада, что... что я наконец выздоровел, — с излишней резкостью сказал он и пожалел о своих словах. Багаева едва не заплакала. Она зажала рот, чтобы подавить всхлип. Андрей вдруг понял, что пожелание, которое она собиралась произнести, шло от сердца. Первое за сегодняшнее утро. А он обидел девушку. Альбина подняла подбородок, в лице проступило упрямство. — Да, я рада, что вы вернулись на работу. Быть может, мы почти не знакомы, но я очень переживала. На самом деле, я знаю о вас больше, чем вы думаете. Я читала ваши статьи и под их влиянием поняла на втором курсе, что хочу заниматься сновидениями. Я мечтала встретиться с вами. А когда поступила в ординатуру, когда нас привели в отделение, то выяснилось, что вы, что вы... Я была в шоке. Но теперь все позади, и вы снова на рабочем месте. Черные глаза девушки обиженно сверкнули. Она решительно повернулась, собираясь уйти, но, прежде чем ее белая туфелька переступила порог, Андрей произнес. — Зачем вы учитесь на невролога? Багаева остановилась, повернула голову. — Что? — Если вам так нравится сновидение, зачем вы поступили в ординатуру по неврологии? Девушка задумчиво Многие из тех, кто занимается сновидениями, начинали как неврологи. Зигмунд Фрейд, академик Вейн, вы... Ладно, давайте поговорим. Только не маячьте у двери, присядьте куда-нибудь. Багаева вошла в ординаторскую и опустилась на краешек стула. Невысокая, совсем молодая, на лице ни грамма косметики, прямые черные волосы заправлены за уши. — Вы родом не из Питера? — Из Владикавказа. Семь лет назад уехала из Северной Осетии и поступила в Медицинский университет Санкт-Петербурга. — Почему вы хотите заниматься сновидениями? — Это очень интересная тема, загадочная, даже мистическая. — В спиритизме мистики не меньше. Девушка немного подумала. — Мне кажется, что исследование сновидений поможет людям разобраться в себе и в собственных проблемах. — А почему вас заботят чужие проблемы? — Потому что я врач, ответила она. — Знаете, возможно, это глупость, но я не выношу чужую боль. Не могу смотреть, как людей съедает неизлечимая болезнь. Мне хочется облегчить их страдания. Если существует способ это сделать, я готова приложить все силы, может быть, что-то принести в жертву. По-вашему, это глупость? Андрей сцепил зубы, стараясь не показать улыбку. Девушка произнесла в точности то, что ответил бы он сам. Ответил до того, как попал в аварию. — Нет, это не глупость, произнес Андрей. — Хорошо, давайте постараемся, чтобы за время ординатуры вы освоили не только профессию невролога, но и получили некоторый опыт в своем хобби. Если будут успехи, я похлопочу, чтобы вас взяли в новую лабораторию сновидений к Ковальчуку. Взгляд Багаева и скользнул по Андрею. Ему показалось разочарованно. — А нельзя попасть туда, где работаете вы? — спросила девушка. Акцент сделался особенно заметным. — Как ее зовут? — Кажется, Альбина. — Кафедра неврологии больше не занимается сновидениями, а я вряд ли там останусь. — Кто вас курирует? — Волгина. — Думаю, Мария Дмитриевна не будет против, если я возьму над вами некоторое шефство. Вы сами не возражаете? Ее лицо озарилось радостью? — Что вы? Я бы этого хотела. Его появление позволило Багаевой открыть новые грани профессии. Андрей рассказывал ей о тонкостях работы невролога, объяснял основные ошибки ординаторов, демонстрировал редкие практические приемы, а в свободное время вспоминал куски своей диссертации наиболее характерные сны бывших пациентов. Сновидение — удивительное состояние, в котором человек путешествует вне времени и пространства, говорил он. За одно мгновение мы можем перенестись в далекий мир детства, чтобы вспомнить или пережить яркие драматичные эпизоды, казалось, забытые навсегда. Многие люди не верят в силу сна, они считают, что напрасно расходуют треть своей жизни. Однако сон — такая же необходимая функция организма, как дыхание, кровоснабжение или мышление. Во время сна мы не просто отдыхаем, мы перерабатываем всю информацию, поступившую в мозг, за день. Мы окунаемся в глубинные колодцы подсознания и черпаем оттуда идеи, мысли. Сон — одна из форм нашей бессознательной жизни. Сознание — лишь верхушка айсберга. И только кажется, что наша психическая деятельность сознательна. На самом деле очень важны глубинные пласты, которые оказывают влияние на всю нашу жизнь. Информацию девушка впитывала словно губка. Тайком наблюдая за ней, Андрей видел в Альбине задатки не просто врача, но ученого. Упорство, умение зреть в корень, способность взглянуть на проблему под неожиданным углом. А еще Багаева прекрасно разбиралась в пациентах. Иногда Ильин удивлялся, с какой легкостью она читала характер и находила подход к людям. Проблема общения с коллегами с каждым днем ощущалось все острее. Нет, с Андреем были вежливы, ему улыбались, с ним пили чай, рассказывали случаи с бытовой жизнью, интересовались мнением по поводу вчерашнего футбола. Но что-то в этих отношениях изменилось, что-то сломалось раз и навсегда. Когда он входил в ординаторскую, через какое-то время врачи потихоньку вытекали из комнаты, вспомнив о срочных делах и страдающих пациентах. Его чурались. Травма наложила на Андрея незримую печать отверженного. К нему больше не будут относиться с прежней непосредственностью. О Кривокрасове было слышно лишь то, что он проходил стажировку где-то в Лос-Анджелесе, чему Андрей несказанно обрадовался. Ему хотелось, чтобы бывший руководитель как можно дольше оставался на максимальном расстоянии. Он даже надеялся, что, возможно, за океаном заметит этого крупного ученого и предложит остаться. Андрей продолжал на это надеяться, пока в последней декаде августа неожиданно не столкнулся с профессором нос к носу возле кабинета иглорефлексотерапии. Андрей направлялся к больному, которого попросил посмотреть Перельман, когда из конца коридора раздался звук открывающегося лифта, а спустя секунду из-за угла выплыла до боли знакомая кряжистая фигура. «Ильен!» закричал Кривокрасов на все отделение. «Ильен! Погоди!» Анатолий Федорович направился к нему тяжелым шагом. Ёршик волос на голове стал короче, на лице густой тропический загар, а вот халат по-прежнему тесный, размера на два меньше, чем надо. Взглянув на лицо Андрея, Кривокрасов не смог скрыть отвращение. Обычно коллеги не подавали виду, что шрам их смущает, но Кривокрасов раскрылся во всей красе. Его физиономию исказила брезгливая гримасса. Он не протянул руку для приветствия, словно опасаясь заразиться проказой. «Поздравляю с выходом на работу!» произнес Кривокрасов, не переставая брезгливо морщиться. Андрей не выдержал и отвернулся. Ничего более лживого ему не довелось слышать. Фраза прозвучала неприветливее пожелания благополучно сдохнуть. «Мне очень жаль, что с тобой произошла эта трагедия!» Андрей нетерпеливо кивнул, моля про себя, чтобы встреча закончилась как можно скорее. Жаль ему. Как бы коллеги не относились к травме, все побывали у Андрея, когда он валялся здесь, на седьмом этаже. Только светило отечественной сомнологии не нашло время на посещение. «После того, что с тобой случилось, пришлось взять в Париж Ковальчука!» От такой наглой лжи, произнесенной у Андрея задрожали руки. Это невозможно. Он бежал к Кривокрасову в тот день, когда случилась авария. Он узнал, что его, автора работы, беспардонно отлучили от поездки на конференцию. Андрей отказался готовить доклад для профессора, и тот выкинул его из заявки еще до того, как бампер газели и голова Андрея вошли в тесный, можно сказать, дружеский контакт. «Никто не думал, что ты оклемаешься и сможешь работать после такой травмы». Поэтому поставили Ковальчука? «Ну ты сам посуди, Ильин. Лаборатория открывается, гранты выделены, все ждут результатов, а ты в глубокой коме. Академия наук торопила. Решили взять Ковальчука, его доклад по диагностике сновидений был отлично принят». «Мой доклад», мысленно закричал Андрей. Кривокрасов все перевернул с ног на голову. Родные исследования плоти его плоти больше не принадлежали Ильину. «Ожидаю твоего возвращения на кафедру. Чем собираешься заняться? Не знаю». Буркнул Андрей. «Сновидениями теперь занимается отдельная лаборатория. У них оборудование, средства, специалисты. Мы все прекрасно знаем твой вклад в эту работу, но пришла пора сделать акцент на другом». «На испытаниях снотворного». Догадался Андрей, чувствуя, что закипает. «Ты все понимаешь лучше меня!» Кривокрасов похлопал его по плечу, при этом гримаса брезгливости не сходила с лица. «Сам посуди, ну кому нужны эти сны? Пусть Ковальчук в них ковыряется. У него для этого собран народ. Мы же с тобой займемся серьезными вещами. Вот характеристика препарата. Почитай на досуге». Он сунул в руку Андрея сложенный лист с проступающими на тыльной стороне подписями и синими печатями. «Да, кстати!» Аптекарь почесал подбородок. «Ковальчук просил узнать, не осталось ли у тебя каких-нибудь записей по работе со сновидениями. Мыслей там, анализы, дневников. Ты ведь наверняка куда-то все записывал». Андрей почувствовал, как в голове разрастается тупая боль. От нее потемнело в глазах. «Это мои исследования», с трудом произнес он. «Я посвятил им лучшие годы». «Понимаю, ты расстроен, что так вышло. Но ведь случилось несчастье. Пришлось срочно искать замену». «Вы отстранили меня от участия в конференции еще до того, как я попал в аварию», произнес Андрей волнуюсь. «Вы уже тогда переписали меня на Ковальчука». Кривокрасов задохнулся от возмущения. «Ты все перепутал своей больной головой. Ковальчук отправился в Париж, когда стало ясно, что не можешь ехать ты». Произнести следующую фразу Ильину стоило огромных усилий. «Вы лжете». Лицо Кривокрасова налилось кровью. «Я лгу?» — угрожающе спросил он. «Я?» Не в состоянии выдавить из себя ни слова, Андрей упрямо смотрел на начальника. И тогда аптекарь обрушился на него, словно ждал этой возможности. «Да как ты посмел мне сказать такое, юродивый? Тебе башку проломили, ты не можешь ничего помнить. Восемь месяцев в коме». «Я помню тот день». «Он думает, все должны его жалеть». Кривокрасов его не слышал. «Инвалид!» «Да ты должен быть благодарен, что я работу предлагаю. А он говорит мне такое. Зазнался ты, Ильин, ох, зазнался! Что за хамское поведение? Не дай бог услышу еще раз». «И что?» завелся Андрей. От ярости сводила скулы. «Что вы сделаете?» «Увидишь!» Воскликнул Кривокрасов, потрясая в воздухе кулаком. «Я добьюсь повторной комиссии. Вылетишь из клиники пробкой. Пробкой вылетишь, понял меня? Остаток жизни будешь существовать на пособие по инвалидности». Андрею сжались кулаки. Захотелось схватить Кривокрасова за грудки и тряхнуть, чтобы порвался халат, причем обязательно с треском. Он, правда, не думал, что за этим, скорее всего, последует мордобой. Было уже все равно. «Хочешь врезать?» орал Кривокрасов. «Давай, врешь! Сразу в тюрьму загремишь. У меня полковник в УВД, мы с ним по четвергам в бане паримся. Так что давай, врешь! Увидишь, что будет!» Андрею было наплевать на последствия. И наверняка разбитых физиономий было не избежать, если бы из своего кабинета не выскочил Перельман. «Вы с ума сошли!» Зашипел он, встряв между ними. «Тут пациенты кругом. Как вам не стыдно?» «Это все твой любимчик!» В запале кричал Кривокрасов красный, взмыленный страшный. «Я тебя посажу на инвалидность, урод! Никогда не сможешь работать врачом, Ильин, вот увидишь! Не успеешь оглянуться, как это случится! На километр ни к одной больнице близко не подойдешь!» Андрей резко развернулся и ушел прочь. Он выскочил на лестницу, сбежал на несколько пролетов вниз и где-то на четвертом этаже остановился, упершись лбом в оконное стекло. В груди бурлило от ненависти и страха. Он ненавидел Кривокрасова и весь мир вместе с ним, хотел избежать от всего этого. Только куда? Немного придя в себя, он вернулся в отделение. Перед одноместной палатой, куда он направлялся до встречи с Кривокрасовым, Андрей на секунду остановился. Провел по лбу трясущейся ладонью, глубоко вдохнул и отворил дверь. Большим животом и нервным лицом. На правой руке поблескивали тяжелые золотые перстни, на левой золотые часы. Шею обвивала золотая цепь, напротив него вместо штатного телевизора стояла огромная панель Panasonic и DVD проигрыватель с высокой стопкой фильмов на нем. Друзья или подчиненные зажиточного пациента постарались, чтобы он не скучал во время лечения. «Добрый день, я доктор говорить громче, чем ведущая телепрограмма, объясняющая разницу между преждевременными и поздними родами. Я задам несколько вопросов, чтобы выявить причину онемения в ногах». Пациент уставился на Андрея. «Что это?» Он заерзал на кровати, пузо под одеялом напоминало укрытый простыней воздушный шар. «Что у тебя с лицом?» «И что вы почувствовали, когда узнали, что родите ребенка на седьмом месяце?» «Не беспокойтесь, по поводу шрама я... Что у тебя с лицом? Фу, какое уродство, я не буду с тобой разговаривать!» Я была в ужасе. «Это всего лишь шрам, он никак не повлияет на обследование». Золотой пациент не слышал его, закатывая истерику. «Я не буду с тобой разговаривать, убирайся прочь, дай мне врача с нормальной рожей!» Андрей думал, что сумеет сдержать себя, но слишком много в нем накопилось после разговора с Кривокрасовым. Истеричный пациент стал последней каплей. Он ответил так, что его услышали в коридоре. «Другой врач не может диагностировать ваш недуг! Не хотите моей помощи? Тогда распрощайтесь со своими ногами и закажите инвалидную коляску поудобнее, потому что на ней вы проведете остаток жизни!» Он вышел из палаты с удовольствием, вспоминая перекошенное ужасом лицо пациента. Сквозь дверь донесся голос ведущей телепередачи. «Не пугайтесь, если врач посоветовал стимулировать роды!» Переодеваясь в конце дня, Андрей обнаружил в халате листок с описанием препарата для клинических испытаний. Откуда он взялся? Наверное, Андрей машинально сунул его, когда собирался проверить на прочность халат профессора. Листок синими печатями и несколькими подписями влиятельных руководителей представлял собой маленькую частичку Кривокрасова. Первым желанием было порвать его на куски или сжечь в туалете, сумасшедшая хихикая и радуясь маленькой мести. Но затем порыв угас. Обратить в пепел кулачок бумаги нетрудно. Только в этом случае конфликт с Кривокрасовым перейдет на новый уровень. Андрей пока не знал, нужно ли ему это. Так и не решив, что делать с листком, Андрей сложил его и убрал в блокнот. Каждое возвращение домой вызывало в нем тягостное чувство. Квартира казалась чужой с того момента, как он впервые после больницы переступил порог. Все сверкало чистотой, все стояло на своих местах. Тапочки в прихожей, одежда на вешалках, DVD-диски убраны в шкаф, велотренажер зачехлен, не пылинки ходила сюда каждую неделю, тщательно пылесосила ковры и перемывала чистую посуду. Надеялась, что Андрей обрадуется. Он не обрадовался. Не такой он оставил квартиру одиннадцать месяцев назад теплым солнечным утром. Тогда ее наполнял аромат жизни, в ней обитал надеющийся, любящий, стремящийся к чему-то человек. А сейчас она выглядела бездушной, словно приготовленная к продаже после смерти хозяина. Подумал Андрей. Во мне все умерло после той аварии. С каждым днем ему становилось хуже. В душе окопились зависть и злость, мир вокруг словно потемнел. Он разучился радоваться жизни, как год назад. Любимая девушка его бросила, страшное увлечение у него украли. Как жить дальше? Так и жить, говорил он себе. Ничего не изменишь. Он вернется на кафедру ради прибавки к жалованию невролога. Будет покорно выполнять все указания Кривокрасова, проводить клинические испытания снотворных, целовать зад профессора, если это окажется, в планах кафедры на следующий квартал. И никаких личных исследований, никакой инициативы, упаси Боже. Погасив свет и забравшись в постель, Андрей подумал, что проворочается полночи, вспоминая сегодняшнюю встречу с Кривокрасовым. И без того полтора последних месяцев его мучила бессонница. Сновидения он не видел с тех самых пор, как встал на ноги и начал ходить. Однако уснул Андрей быстро, и сновидение пришло. Причем не просто сновидение, а самое главное в его жизни. Кошмарное и невероятно прекрасное. Андрей бежал по странному лесу. Низкие деревья с кривыми стволами мало напоминали реальный мир. Скорее, предверие ада. Или рая. Или того и другого вместе взятых. За ним гнались карлики, которых он толком не разглядел. Андрей устал и вымотался до чертиков. Нужно где-то отдохнуть, прийти в себя, собраться с мыслями. Деревья закончились, и он оказался на берегу полноводной реки. Перед ним стоял бревенчатый дом без окон. Где он его видел? Скорее только вход в него перегораживала дверь. Глухая, плотно сколоченная, с вырезанной на поверхности спиралью. Хорошо знакома ему дверь, только непонятно откуда. Он лишь знал, что за ней скрывается тайна. Большая тайна. Запретная. Табу, за которое нельзя проникать человеческому разуму. Ладонь, обхватившая кованую ручку, ощутила рельеф и холод металла. Контакт был отчетливым. Андрей удивился, насколько эта ручка была реальнее всего, что его окружало. И бревенчатого дома, и кривого леса, и земли с небесами. По телу пробежала короткая дрожь. Сердце замерло в волнующем ожидании. Он не помнил, что решил не заниматься сновидениями. Вообще не осознавал, что спит. Проснуться во сне способны очень немногие люди, и доктор Ильин пока не входил в их число. Он покорно следовал требовалось войти в эту дверь, чтобы спастись от карликов. И Андрей потянул ручку. Дверь поддалась легко, повела себя так, словно открывалась всегда. В ее поведении сквозил немой упрек, дескать, а почему же ты, братец, не сделал этого раньше? Из открывшегося проема вдохнуло холодом. В первый момент Андрей ничего не увидел. Пространство за проемом окутывало тьма. Лишь затем открылись уходящие вниз стены и свод. Коридор. Наклонив голову, чтобы не стукнуться о притолоку, спящий доктор Ильин переступил через порог. Под ногами оказались узкие крутые ступени, с которых можно запросто навернуться. Холод усилился, прихватив его сквозь тонкую рубашку и врачебный халат. Андрей постоял на месте, пытаясь разглядеть, что находится в конце коридора, но ничего не увидел. Перила отсутствовали. Он уперся руками в стены и стал медленно спускаться. Чем дальше оставалась дверь, чем глубже погружался во мрак, тем сильнее становился страх. Этот спуск под землю напоминал смерть, которую Андрей однажды встретил на проспекте Луначарского. Коридор, движение по нему, нечто похожее видеть люди, когда покидают мир кислорода и белковых соединений. Не хватает лишь света в конце. Впрочем, спустившись, еще ниже он обнаружил и этот образ, а также многое другое, гораздо более масштабное, чем скудные рассказы пациентов, переживших клиническую смерть. Лестница вывела его в просторный зал, наполовину затянутой тьмой, наполовину озаренной светом из окон, прорубленных в своде. Он напоминал одновременно заброшенную станцию метро и могильный склеп. Низкие массивные потолки, строгие колонны, ниши в стенах. Мрачная торжественность и нетронутая древность. Судя по всему, Андрей находился в зале один, хотя чувства подсказывали, что тьма может скрывать многое, больше, чем способна нарисовать фантазия. Он вошел в зал и двинулся вдоль стены, стараясь держаться тени, черной и густой, как свежий асфальт. Одно из первых правил осознанных сновидений гласило, что нужно отделиться от сна и его сюжета, заставить себя проснуться во сне, перебороть могучую силу, которая гонит тебя куда-то, встать, осмотреться, исследовать окрестности своих грез. Некоторые путешественники рисовали целые карты местности, горные пики и глубочайшие озера, гигантские башни и города, лабиринты, реки, площади, воронки в земле. Андрей ничего исследовать не стал. Вместо изучения нового загадочного мира, он тупо двигался вглубь зала, ведомый смутным ощущением, что ему туда и надо. Впереди из темноты послышался протяжный ниспадающий свист. Звук был хорошо знаком, и пока Андрей вспоминал, где его слышал, в арочном проеме замелькали окна с темными стеклами, и что-то заскрипело. «Электричка», удивленно подумал Андрей, «зал все-таки оказался станцией метро». Электричка остановилась, двери разъехались в стороны, демонстрируя пустоту в вагонах. «Эта станция отправной пункт, из которого начинается путешествие куда-то очень далеко, куда Макар телят не гонял». «Да уж», вслух усмехнулся он и пожалел. Неосвещенная часть зала откликнулась на возглас зычным вздохом. Андрей припал к стене, схватившись за сердце, рвущееся из груди. У человека, который сейчас спал в своей квартире на Садовой улице, пульс наверняка в три раза выше нормального. Что это было? Он услышал чей-то вздох, хриплый и надсадный, словно огромный зверь пробуждался от зимней спячки. Чувства не подвели. Андрей оказался не один в этом зале. Раскрытые двери вагона приглашали войти, и доктора Ильина потянула внутрь. Электричка привезет его к потрясающим открытиям, к алмазам, сверкающим в темноте. Правда, эти прелести могут оказаться так далеко от двери, что не найдешь дорогу назад. А он был уверен, что только через дверь сможет вернуться туда, где спокойно и где нет страха. Она, как нить Ариадны, связывала его с внешним миром. Поэтому Андрей боялся войти в вагон. Тьма позади шевельнулась. Холод схватил за горло и принялся душить. Нет, это вовсе не холод, а страх. Ледяной, а потому такой осязаемый. Нужно действовать. Если чудовище выйдет из мрака, у Андрея откажут ноги, и он не доберется ни до вагона, ни до двери. Андрей оттолкнулся от стены и припустился всех ног к электричке. Позади заскрипела каменная крошка, придавленная чьей-то ступней. Существо зашевелилось, задвигалось, выползая на свет. Ильин влетел в раскрытые двери, и они тут же захлопнулись за спиной. Вагон дернулся и поехал. Андрей припал к окну. В дальнем конце зала из тьмы выбралась уродливая косматая фигура. Она предстала перед глазами лишь на мгновение. Потом электричка въехала в тоннель. Андрей рухнул на пыльное сидение, не чувствуя ног от страха. Его визит на подземную станцию потревожил существо, дремавшее в темноте. От этого было не по себе. Что это за существо? И сможет ли Андрей пройти мимо него, когда будет возвращаться? По мере того, как состав набирал скорость, тревога отступила на задний план. Электричка стремительно летела по туннелю, и Андрея целиком охватило волнение поездки. Он чувствовал трепет в предвкушении чего-то особенного, важного, что ожидало его впереди. Состав шел долго. Андрей несколько раз отключался, как это бывает при смене фазы сна. Но когда приходил в себя, то обнаруживал перед глазами все тот же полутемный вагон, стены туннеля за окном и ощущение стремительного полета в неизвестность. Родные места, откуда он пришел, оставались все дальше и дальше, превращаясь в несуществующие вовсе. То, что будет остановку, он почувствовал до того, как заскрипели тормозные колодки. Сила инерции легонько потащила Андрея по сиденью против движения. Он нахватился за поручень, глядя в окно. Секунда, другая, и стена туннеля оборвалась. Электричка проехала сотню метров и остановилась. Двери откатились в стороны. Андрей вышел из вагона и сразу утонул по колено в буйной траве. Вынырнувшие из-под земли пути закончились посреди огромной равнины, простирающейся от одной стороны горизонта до другой. Она густо поросла травами и цветами. Эту живую массу колыхали порывы ветра, отчего казалось, что перед ним не равнина вовсе, а океан, по которому гуляют волны. То здесь, то там из океана поднимались загадочные каменные извояния. Ближе остальных находилась огромная фигура в форме креста, показавшаяся Андрею знакомой. Он где-то видел ее, но не задумался об этом. Он не мог задуматься, не мог вспомнить, потому что у большинства людей во сне сознание дремлет. В этом состоянии человек не мыслит сам, вместо него мыслит нечто. Андрей двинулся вглубь равнины, взрезая коленями волны из трав и цветов. Стрелы солнечного света пробивали грязные кучи облаков, заполнивших небо, и бросали яркие пятна на поверхность растительного океана. Борьба света и тьмы превращала равнину в самое обычное, но в то же время самое фантастическое зрелище во Вселенной. Андрей шел через поле, ощущая в душе непонятную торжественность. Он оказался в важном священном месте. В этой равнине было что-то знакомое, родное, словно воспоминание из раннего детства, которое он забыл. Такие места всегда вызывали в нем необъяснимый трепет, притягивали к себе. На Черной речке, где дача родителей, он частенько садился на старый отцовский велосипед и катался по проселкам, любуясь луговыми просторами. Раньше он думал, что это просто преклонение перед стихией пространства, но теперь понял. Все луга, поля и равнины, когда-то задерживающие его взгляд повторяли это место. Он шел вперед, почему-то зная, куда должен идти. Проплывающие мимо цветы росли в самых безумных сочетаниях. Васильки, незабудки, тюльпаны, анютины глазки, рисы, колокольчики, чертополох. Встречались даже неожиданные экземпляры, вроде нарцисса и лотоса. Казалось, именно здесь у бога прохудилась котомка, в которую он нес семена, чтобы развеять по свету. Цветов было столько, что их совместный запах мог свалить с ног живое существо столь же эффективно, как нервно-паралитический газ. Только запахов не было. Лишь полпроцента людей чувствуют их в сновидении. Андрей не чувствовал. У основания каменного изваяния, похожего на крест, цветов росло больше всего. Через несколько шагов Андрей понял, что видит не совсем крест. Скорее, скульптуру человека, расставившего руки в стороны. Он еще раз подумал, что изображение очень знакомо. Он где-то его видел. Нужно запомнить. Обязательно. Человек с расставленными руками. Порыв ветра разрезал травяной массив, и перед Андреем в густой стене из мятлика и пырея открылась робкая фиалка. Трепещущие от ветра лепестки потянулись к нему, словно взывая о помощи. Андрей присел на корточки, провел пальцем по стебельку, отделяя его от полевой травы. Помедлив, дотронулся до лепестков. Палец порвал пространство, словно бумагу. В тот же миг равнина исчезла во вспышке. Вокруг лишь серый туман. Где он? Андрей не видел себя в этой мгле. Он попытался двинуть рукой или ногой, но не понял, получилось ли. Такое впечатление, что тело исчезло, остались только глаза. Единственное чувство, слепая привязанность кому-то. Почти любовь. Из тумана выплыло женское лицо. Симпатичное. Ей больше тридцати, кожа смуглая. Андрей вдруг понял, что именно к этой женщине относилось его единственное чувство. Взгляд лица был строгим, недовольным. Губы двинулись, произнеся рассерженную фразу. Слов он не услышал, артикуляция была незнакомой. Лицо женщины исчезло в тумане, но вскоре появилось. Теперь он видел ее до пояса. Длинной ложкой она накладывала в тарелку смесь вареных бобов с фасолью. Вид блюда вызвал в Андрея второе чувство. Отвращение. Лицо женщины однозначно намекало, что выражать недовольство не стоит. Он и сам знал, но все-таки что-то сказал. Что? Почему решил, что произнес какие-то слова? Глаза незнакомки сузились. Нет, он точно что-то сказал, потому что она его услышала. Не успел Андрей опомниться, как женщина размашисто хлопнула его ложкой по руке. Туман сгустился. Тарелка с бобами и разгневанная женщина исчезли. Но перед этим Андрей успел ощутить третье чувство. горькую обиду. Затем наступил провал. Вновь выплыв из тумана он обнаружил, что движется по незнакомой комнате. Краска на стенах потрескалась, половики в квадратных узорах потерты. На полу валяется плюшевый медведь с оторванной лапой и кукла без глаз. Что находится за окном в мутных разводах он не видел. Во-первых, дальше пары метров окружающий мир превращался в туман. А во-вторых, Андрей не мог повернуть голову, у него не было для этого шеи. Странное состояние бессилия. Он не может повернуть голову, не может двинуть рукой, не может почесать нос. Он движется по комнате, но не управляет телом. Ноги сами несут его к архаичному комоду, а рука без приказа выдвигает верхний ящик. Снова туман и короткий миг забытья. Когда туман рассеялся, Андрей обнаружил, что покрывает лаком свои ногти. Он старательно накрашивает каждый, причем опыт в этом деле отсутствует напрочь. Почему у него такая маленькая рука? И тут он понял. Закончив с ногтями, руки вновь потянулись к ящику и извлекли из него цепочку с кулоном. Андрей наблюдал за своими действиями с растущим удивлением. Он в образе ребенка, маленькой девочки. В комоде украшения косметика матери, которая строго-настрого запрещает их трогать. Но желание сделать маникюр и примерить пару украшений пересилило запрет. Девочке хотелось выглядеть как мама, почувствовать себя как она, взрослой. Детские руки расстегнули цепочку, чтобы надеть ее на шею, когда раздался крик, гневный, страшный. Андрей не услышал его, но почувствовал. Внутри все оборвалось. В дверях стояла мать, лицо искажено от бешенства, взгляд прикован к выдвинутому ящику. Она шагнула вперед и выросла над ним. Андрей понял, что девочка, чьими глазами он смотрит на мир, слишком мала. Наверное, ростом с половины взрослого человека. Женщина бросила какую-то презрительную фразу. Девочка ответила, кажется, извинялась. Андрей не услышал ни слова, но по лицу женщины понял, что это еще больше разъярило ее. В воздухе мелькнула ладонь, и комната мотнулась в глазах Андрея. От удара загорелась щека. Но сильнее пощечина обожгла обида. Девочка не хотела ссориться с той, кому была привязана, кого почти любила. Когда взгляд поднялся на мать, стало ясно, что одним ударом дело не ограничится. Мерзавку трясло от ярости. Девочка посмела тронуть ее драгоценный лак. «Не делайте этого!» воскликнул Андрей, но никто его не услышал. В руках псевдоматери оказалась цепочка с дешевым кулоном, отобранная у девочки. Она размахнулась, серебристый металл сверкнул в дневном свете. Кулон врезал по затылку, и боль пулей ворвалась в голову. «Нет!» закричал Андрей. «Прекратите! Стойте!» Рука поднялась для нового удара. «Что делает эта стерва? Она же изобьет девочку!» Цепочка хлестанула по пальцам. Женщина метила по ногтям, покрытым лаком. Ее лаком. Последняя картинка, которая осталась в памяти, взбешенная Мегера заносит руку для нового удара. Затем все скрыл туман. Он рывком поднял голову с подушки, мутный взгляд пробежал по стенам спальни. За окном было светло. Дедовский будильник показывал половину пятого утра. Очень рано, но спать больше не хотелось. Что ему снилось? Воспоминания быстро таяли. Какие-то подземелья, электричка, поле с нелепыми цветами. Образы потеряли яркость и силы, которыми от них веяло во сне. Больше всего запомнилась девочка. И еще стервозная псевдомать, к которой девочка испытывала привязанность, почти любовь. Какой странный сон, пробормотал Андрея, спустив ноги на пол и нашаркивая тапки. Странный, словно пришедший из сказки. Но ведь традиционные сказки о потерянных детях и бабе Еге, о победе над змеем Горынычем и спасении принцессы — не что иное, как сюжеты и образы сновидений, обладающие могущественным смыслом и универсальными символами. Они вышли из глубин человеческого подсознания, превратившись в легенды и мифы. Налив воды в кофеварку и высыпав в фильтр полторы ложки кофе, все, что соскреб со дна упаковки, Андрей снова задумался о своем сне. Фрейдистские подсознательные желания не подходили для его объяснения. Не было в этом сне и образов скрытых болезней, нервозов, психических расстройств. Хотя, если учитывать, что Андрей мечтал иметь семью и детей, а теперь лишился такой возможности, то имелся некоторый смысл в том, что он представляется себе девочкой. Но почему именно девочкой? Почему не мальчиком, к примеру? Андрей отложил зубную щетку, прополоскал рот, начал бриться. Вокруг рубца он водил лезвием с максимальной осторожностью, но все равно порезался. Из рассечения выступила кровь. Этот шрам встал ему не вдоль лица, а поперек горла. Андрей торопливо добрился, затем промыл ранку одеколоном и залепил полоской лейкопластыри. Посмотрел на себя в зеркало. Лейкопластырь образовал с рубцом своеобразный крест. Ильин вдруг вспомнил. Не вытерев лицо, он побежал в прихожую. Прежде чем добрался до пиджака и блокнота во внутреннем кармане, Андрей заметил тетрадку, в которой он записывал показания счетчиков воды и электричества. Раскрыв ее с обратной стороны, Ильин принялся торопливо рисовать фигуру. Пришлось потрудиться, изымая из памяти детали и элементы сновидения. Умиротворенное лицо, длинную одежду, расставленные руки. Кончик карандаша сломался, и дорисовывать пришлось огрызком. Андрей оторвался от наброска. Что это? Образ был знаком, до боли знаком. Кажется, протяни руку и поймешь. И все-таки воспоминания не давалось, изображение никак не увязывалось с названием. Вырвав лист с рисунком из тетрадки, он аккуратно сложил его и убрал в блокнот. Туда же, где находилась характеристика на снотворное. На работу Андрей отправился на час раньше обычного. От метро до больницы шел пешком, вдыхая утреннюю прохладу и продолжая думать о странном сне. Он был уверен, что статуя является ключом к разгадке сновидения. Проблемы, мучившие его вчерашним днем, даже не вспомнились. Глава пятая Препарирование сновидения Альбина Багаева, пришедшая в отделение за полчаса до начала рабочего дня, обнаружила приоткрытую дверь в смотровой кабинет. Заглянув внутрь, она нашла там Андрея. Он сидел на кушетке, ноги в ботинках закинуты на столик для инструментов. В руках раскрытая книга «Душа и миф» Юнга. «Доброе утро, Андрей Андреевич». Андрей оторвался от книги, снял ноги со стулька. «Привет, Альбина! Давно вы здесь?» «Не очень. А ты что, так рано?» Ильин невольно залюбовался ею. Девушка выглядела под стать утру. Солнечной, свежей. Вороные волосы, перетянутые алой косынкой, в ушах скромные золотые сережки. Почти никакой косметики на лице. Ее глаза и губы без того были выразительными. «Я всегда так прихожу. Почему вы читаете Юнга?» «Не могу разобраться в своем сне. Вот послушай, мне приснилось, будто я путешествую на поезде по подземным тоннелям. Он привозит меня на какую-то равнину, после чего я оказываюсь в теле ребенка. Девочки. Некая женщина кормит меня бабами, бьет ложкой по рукам, наказывает за то, что я использовал ее лак, чтобы покрасить ногти. В общем, ведет себя как порядочная стерва». Андрею показалось, что Альбина почувствовала себя неловко, когда он описывал мешанину собственного подсознания. Она стянула косынку с головы, прямые упругие волосы рассыпались по плечам. «Она похожа на вашу мать?» «Я понял, о чем ты. Сновидение может замещать лица близких, представляя их чужими людьми, чтобы не травмировать психику?» «Возможно, возможно, это моя мать, но во сне она смотрит на меня так, будто я ничто, пустое место, а я, наоборот, жизни без нее не представляю». Сунув Юнга под мышку, он встал с кушетки. «Ладно, не забивай себе голову, это мои тараканы, как-нибудь сам с ними разберусь». Альбина не двинулась с места, задумчиво накручивая локон на палец. «Андрей — Зачем? Нет. Вообще, выкини с головы то, что я рассказал». «Извините, не выкину», упрямо произнесла девушка. «Я думаю, вы легкомысленно относитесь к своим снам». «Неправда», возмутился он. «Вы же даже не записали свой сон. Я уверен, что у вас и тетради для записи снов нет, потому что вы убеждены, что все равно вам ничего не приснится. А если даже приснится, то в этом не будет ничего особенного. Все равно сны ваших пациентов куда занимательнее». Она попала не в бровь, а в глаз. Только сейчас Андрей понял, насколько она права. Девушка словно просветила его рентгеном. «А я полагаю, что это серьезный сон», продолжила Альбина. «Вы относитесь к нему с пренебрежением, потому что привыкли так поступать. Но хотя бы один раз попытайтесь сделать иначе. Все-таки у вас была травма. Давайте проведем сомнологическое обследование». «Пустая трата времени, ничего не выйдет». Альбина ответила многозначительной улыбкой. «Многие не верят в силу сна. Не помните, кто это говорил?» Андрей покачал головой. Так говорил он сам. «Возможно, я бы и лег на стол, но график его работы расписан на две недели вперед. Пульмонологи дали рекламу по городскому каналу и теперь к ним ломится желающий избавиться от храпа. «Расписан каждый час». «Правильно, каждый час», ответила Альбина, пристально глядя на него. «Кроме ночи». «Можно прямо сегодня». «Что сегодня?» «Снять параметры вашего сна». Когда она это сказала, Ильин понял, что не отвертится. Багаева не только видела его насквозь, но и могла ответить на любой вопрос. «Эта девушка только на первый взгляд кажется застенчивой. В ней был внутренний стержень. Она станет замечательным врачом». Андрей усмехнулся, пытаясь скрыть волнение. «Кто нас пустит туда ночью? Отделение функциональной диагностики ночью запирается на ключ». «Я договорюсь, у меня там знакомые». «Ну а показания-то кто будет снимать?» «Я». «Ты не работала с этой аппаратурой. Вы мне покажете». Ему больше нечего было возразить. Хотя очень хотелось. День прошел напряженно. После относительно спокойной недели полупустых палат в отделение вдруг хлынули больные, требующие неврологической помощи. Врачи осуществляли прием, как на конвейеры. Сестры носились по отделению словно угорелые и все время рассыпали по полу медикаменты. Перельман где-то потерял свою трубку и грыз карандаш. Отчего очень злился. Тот не пах табаком. Багаева Андрей видел только мельком. Ее посадили заполнять электронную базу данных по новым пациентам. Он надеялся, что работа заставит девушку забыть об утреннем разговоре. Сегодняшней ночью экспериментов на столе не будет. Этим стоит заняться, когда спадет наплыв. Например, через неделю. Лучше через месяц. А еще лучше никогда. К концу дня он убедил себя, что решительно посоветует Багаевой не заниматься ерундой и сегодняшним вечером сходить в кино со своим парнем. Андрей не сомневался, что у нее есть друг. У такой симпатичной девушки должен быть. Хотя почему-то надеялся на обратное. В общем, около шести, когда уставшие врачи собирались домой, он тоже стал переодеваться. Но еще до того, как врачебный халат устроился на плечиках вешалки, Альбина неожиданно выросла перед ним. «Я договорилась с Авинской», сказала девушка. «Она обещала пустить нас в отделение около девяти. Вы пока можете куда-нибудь сходить, а мне надо с базами закончить. Встретимся в девять у комнаты сна, ладно?» Ильин тяжело вздохнул. План вселенской важности прийти домой, повалиться на диван и жалеть себя без конца, обручился к чертовой матери. «Андрей Андреевич!» «Ладно, ладно!» Чересчур резко ответил он, напугав Альбину. До девяти оставалось три часа. Возвращаться домой смысла не было. Андрей решил прогуляться. Он поехал на Петроградский остров, где бродил по набережной и Александровскому парку, ежеминутно поглядывая на часы. Время тянулось убийственно-медленно, но раньше установленного срока возвращаться в больницу не хотелось. Зачем показывать, что у него больше нет никаких занятий в жизни? Пусть Багаева думает, что он сейчас страшно занят бытовыми делами, а исследование сегодняшним вечером так, баловство, которое отрывает его от этих дел. В начале девятого страшно занятый доктор Ильин уже топтался возле больницы и без пятнадцати девять вошел в здание. Коридор отделения функциональной диагностики был темен и тих. Лишь в дальнем конце из приоткрытой двери лился свет. В сомнологическом кабинете, кроме Альбины, к своему удивлению он обнаружил Савинскую. Медсестра сидела за компьютером, ловко раскладывая карточный пасьянс. Странно, он-то думал, что Ольга только даст ключи от отделения. — А-а, вот и он, — сказала Савинская, не отрываясь от экрана. — А ну-ка, изложи, Андрей, свою версию, чем вы тут собираетесь заниматься ночью. Багаева густо покраснела, только скулы остались белыми. — Это не то, о чем ты думаешь, — сказал Андрей. — Мы хотим исследовать сны Андрея Андреевича, — продолжила Альбина. Савинская бросила пасьянса, повернулась в кресле. — Да вы что, доктору Ильину снится кошмар о том, что Кривокрасов заставляет его сертифицировать лекарства? Что снится-то? — Ерунда это, Ольга, — смущенно пробормотал Андрей. — Шла бы ты домой, а мы тут с Альбиной разберемся. — Ни за что разберутся они. Савинская закрыла пасьянс. — Полагаете, я упущу шанс понаблюдать за кошмарами самого доктора Ильина? Андрей огорченно подумал, что теперь ему придется засыпать под наблюдением двух женщин, а это вряд ли ускорит процесс даже после долгой прогулки на свежем воздухе. Затеи ему нравилось все меньше. Он бы с удовольствием сбежал сейчас от Багаева и Савинской, но это станет настолько позорным поступком, что на следующее утро будет невозможно показаться людям на глаза. Ольга встала из кресла и включила свет в комнате пациента. Из тьмы возникла расправленная кровать, при виде которой у Андрея почему-то ощутимо забилось сердце. Савинская тем временем стала запускать аппаратуру. Запищала оживающая электроника, загудели вентиляторы, заморгали цепочки светодиодов. Андрей по привычке двинулся к монитору, но путь к нему преградила Альбина. «Вам не сюда», мягко напомнила она. Недовольный Ильин вошел в комнату с кроватью. Пока снимал пиджак и рубашку, рядом незаметно появилась Савинская. «Ты должна отвернуться», сказал он, садясь на кровать. Ольга усмехнулась уголком рта. «Это еще зачем? Мне нужно снять штаны. А как прикажешь датчики мышечной активности крепить? С закрытыми глазами?» Она была права. Андрей со вздохом оглянулся на видеокамеру. «Я не смотрю», раздался из динамиков голос Багаевой. Андрей снял ботинки, носки, брюки, вытянулся на кровати в одних трусах. Савинская надела ему на голову шапочку с электродами, затем стала быстро крепить датчики на тело и лицо. «Готов», заключила она, накрывая одеялом опутанного проводами Андрея. «Все равно не усну», упрямо заявил он. «Это мы еще посмотрим. Тебе поставить Чайковского или Глинку?» «Поставь Рамштейн». «Будешь хамить, не получишь сладкого». Она ушла за перегородку в техническую комнату, оставив его в одиночестве. «Я не усну на столе», подумал Андрей. «Я не могу спать в чужом месте, да еще опутанный проводами, как киборг». Из динамиков раздалась тихая музыка. «Савинская все-таки включила Чайковского». Вот упрямая. Он стал вспоминать, кто придумал термин «стол для кровати», на которой проводилось исследование. Возможно, автора не было. Название пошло по аналогии с хирургией, где проводят операции на хирургическом столе. «Мы в своем роде тоже режем пациентов, чтобы заглянуть внутрь», подумал Андрей. «Только не скальпелем, а с наведениями». «Нет, ему не уснуть». Андрей полежит еще минуту, потом встанет, оденется, соберет деньги за представление и отправится домой. Завтра на работу, где у него много дел. А каких дел? Настоящие дела у Ковальчука в новой лаборатории. А у Андрея так, мелкие делишки». «На ЭГ альфа-ритм меняет амплитуду», сказала Альбина. «Пульсы дыхания прежние». «Расслабленное бодрствование», определила Савинская. «Это неплохо. Сейчас потерзает себя мыслями, а потом уснет. Все себя так ведут». «Ни черта я не усну», думал Андрей. «Вообще, что я здесь делаю? А если сюда кто-нибудь заглянет? Дежурный врач или кто-то из охраны? А я лежу на столе, похрапываю. Жуть. Интересно, я храплю? Анжела вроде не жаловалась. Вот будет стыдоба, если я захраплю перед двумя молодыми женщинами. Его мысли почему-то переключились на воспоминания от дачи родителей на Черной речке. Интересно, обшил ли отец дом изнутри? Вряд ли. До травмы Андрей иногда помогал ему, но когда оказался в коме, помогать стало некому. Правда, есть дядя Слава, брат отца. Вместе они могли закончить дом. Если это так, то где-то там под полом наверняка осталась целая батарея пустых бутылок. А мама наверняка все свободное пространство на участке засадила кустами. С ней приходится воевать из-за каждого пятачка. Скоро негде будет машину поставить. Стоп, у него же нет машины. Картинки садового участка и недостроенного дома поплыли куда-то, закружились. «О!» сказала Савинская, взглянув на монитор. «Я же говорила». «Что?» спросила Альбина. «Альфа-ритм постепенно исчезает, появляются те-то волны, расслабленность переходит в сонливость. Так, дельта-ритм около трех герц начинает преобладать, пульс замедлился, давление упало, частота дыхания снизилась. Ну вот, пожалуйста, он спит». «Уже спит?» удивилась Альбина. «В умеренно глубоком сне медленная фаза. Долго ждать быструю фазу». «У всех по-разному», пожала плечами Савинская. «Посмотрим». «Ты погляди, да наш Андрюша храпит». Альбина задумчиво посмотрела на экран, на котором Андрей старательно и звучно выдувал воздух через рот. «Храп, это нехорошо», сказала Ольга. «Абструктивное апноэ?» «Да, во сне может случиться задержка дыхания. Сейчас проверим». Она вывела на экран графики. «Воздушный поток постоянный, кислород не падает, всплесков на ЭГ не видно. Пока проблем нет, но храп нужно лечить». Прошло около часа. За это время Савинская бежала от деления, проверяя, все ли в порядке. Когда она вернулась на графике движения глаз, появился всплеск. «Наступает?» спросила Альбина. Савинская кивнула, опускаясь в кресло. Энцефалограмма показывает, что он бодрствует, но это далеко не так. Видишь, как задвигались глаза? Сейчас перед его мысленным взором проносится череда картинок. Все, Андрей в быстрой фазе, характерной для сновидений. Что вы хотели выяснить? Пока не знаю. На этот раз не было избы на берегу. Андрей оказался внутри недостроенного садового домика родителей. Причем недостроен он был больше, чем в реальности. Сквозь бреши в стенах обозревалась территория участка и поле за ним. Андрей стоял на бревнах, на которые должен стелиться пол. Метром ниже торчала сухая трава. В реальности пол давно постелен. Отец и Андрей закончили его еще год назад. Точнее два года. Он не посчитал время, проведенное в отключке. За единственной возведенной стеной стучал молоток отца. Удары передавались всему деревянному каркасу. Папа? А, приехал сынок! Голос отца хрипел. Капитан второго ранга в отставке Андрей Федорович Ильин посадил связки во время службы. Ледяной балтийский воздух и дешевые папиросы. После употребления холодного пива хрипота становилась особенно заметной. «Дяде Славе пиво останется? Ишь, экстрасенс выискался!» Отец усмехнулся. «Подойди-ка лучше, подержи доску! Горбыль попался, зараза!» Андрей перепрыгнул с одного бревна на другое и оказался за стеной на будущей кухне. Два окна в солнечный день зальют ее светом. Мама настелит зеленый половик, повесит зеленое полотенце. Она любит все зеленое. поверхности внушительно выделялась на фоне простецкого дачного стиля. Расслабленность сразу исчезла. Андрей напряженно вздохнул. «Пап!» — позвал он. «Я здесь!» — откликнулся Андрей Федорович из-за двери. «Где здесь?» «Андрей-ка!» — рассердился отец. «Хватит гнать лодыря! Открой дверь и войди!» Ильин младший, задетый словами отца, потянул за ручку. Законная тьма, знакомые ступени уводили вниз. Из глубины доносился далекий шум электропоезда. Кажется, Андрей когда-то ездил на нем. «Давление падает!» — заметила Савинская, глядя на экран. «Он в фазе сновидений, вроде должно расти, оно падает. Странно!» Она уставилась на изображение, поступающее с видеокамеры. Объектив полностью охватывал кровать пациента. Андрей лежал на спине, закрыв глаза и натянув одеяло до подбородка так, что сверху торчали только фаланги пальцев. Савинская задумчиво поправила волосы. «Почему лицо такое белое?» — спросила она. Альбина вопросительно глянула на изображение. Савинская стукнула по клавишам, увеличивая картинку. Чтобы определить причину, ей понадобилась пара мгновений. «Да он замерз, как ледышка!» Насколько я помню, из инструкции в комплекте полисомнографа есть датчик измерения температуры. Обычно мы его не ставим, но сейчас поставлю. Савинская вышла из комнаты. Через несколько секунд Альбина увидела ее на экране. Медсестра подошла к кровати, выделила из пучка проводов один, затем склонилась над спящим доктором, крепят датчик на тело. Вернулась она нахмуренная. «В самом деле ледяной», сказала она щелчком тумблера, включив усилитель. Багаева взволнованно выпрямилась в кресле. На экране среди физиологических параметров появился новый. После недолгого роста температура тела остановилась на 34 градусах. Они зачарованно ждали, что показания повысятся еще, когда компьютер вдруг негромко пискнул. Цифры показывали, что участилось дыхание, а пульс подскочил на 20 ударов в минуту. Андрей вздрогнул и страдальчески охнул. Савинская, закусив губу, внимательно следила за графиками. Прошло не менее десятка напряженных секунд, каждая из которых отпечаталась в памяти Альбины. «Кажется, миновало», произнесла Савинская. «Очень осторожно», произнесла. Давление восстановилось, но температура тела выше 34 градусов подниматься не желала. Холод стоял зверский. Тонкий халат совсем не грел. Андрей пожелал, чтобы он превратился в толстый овчинный свитер, но ничего не вышло. Исполнитель желаний был сегодня в отгуле. Лестница, находившаяся за дверью, спустила Андрея в зал подземной станции, разделенной светом и тьмой. Последней стало чуть больше, хотя, возможно, это иллюзия. Взглянув на зал, он сразу вспомнил его. И античные колонны, арочные проемы и мраморный пол. С прошлого раза зал нисколько не изменился. С прошлого раза? А когда он был здесь? Он был здесь в прошлом сне. Эта мысль поднялась из общего мутного потока в голове, позволив впервые задаться вопросом. Так значит, я сплю? Ответ тут же породил множество других вопросов. Почему в его подсознании монументом стоит образ подземной станции? Почему она не меняет форму, как это обычно бывает в снах? Что она в конце концов означает? Его сознание интенсивно заработало. Оно просыпалось. Достигнув мыслительной активности дня, мозг вспомнил бы образы прошлого сновидения и понял бы их смысл. Он мог бы связать события сна и реальности. Он мог бы совершить невероятно много. Но Андрей так и не успел проснуться, поскольку глаза предателей вдруг наткнулись на электричку. Она стояла у края платформы. В проеме стены просматривались очертания вагонов. Они ждали именно его, никаких сомнений, потому что он должен вернуться в Санкт-Петербург. У него там скопилось множество бытовых дел. Зародившаяся попытка включить сознание моментально растаяла в слепом желании прокатиться. И он уже не помнил, о чем думал полминуты назад, до того, как двинулся к вагонам. Сон опять прочно держал его в узде. Андрей снова не мог думать самостоятельно. Заработал тяговый электродвигатель, электричка загудела, готовясь к отправлению. Он юркнул в дверь и, уже оказавшись в вагоне, вспомнил о существе, прячущемся во тьме зала. Хорошо, что в этот раз оно не проснулось. Не было никакого желания видеть его снова, слышать жадное дыхание, лицезреть фигуру, отрыжку мерзостного мрака. Створки сошлись почти без звука. Состав плавно потянуло вперед. Подземный зал за окнами поплыл. Андрей взволнованно сложил руки на коленях. Путешествие в недра за дверью началось. Изменение электроэнцефалограммы было внезапным и сокрушительным. Динамики запищали, призывая к активным действиям, но медсестра с юным ординатором приросли к креслам, не веря глазам. «Боже мой! Что это?» С ужасом произнесла Ольга. «Что это?» «Наверное, датчики вышли из строя», пролепетала Багаева. «Буди его!» «Что?» «Буди, Андрея!» Альбина выскочила из технической комнаты и рванула на себя дверь в комнату пациента. Попытка оказалась неудачной. На секунду она растерялась, но бегущая следом Савинская, оттеснив девушку, распахнула дверь. «Андрей!» «Доктор Ильин!» Савинская стала трясти его за плечо. Голова в резиновой шапочке с электродами безвольно моталась по подушке. Он не просыпался. Стоящая с другой стороны кровати Альбина Багаева побледнела. «Это я уговорила его!» обреченно прошептала она. «Андрей!» Ольга несколько раз тяжело ударила Ильина по щеке ладонью. На белой коже осталось красное пятно. Сон не отпускал. Впервые за много лет опытная медсестра растерялась. В голове крутилось, что напрасно она согласилась на ночные эксперименты. Хотя что в них было недозволенного? Нужно было лишь снять параметры сна. Кто мог предположить, что мозг исследуемого будет вытворять такое? «Что с ним?» спрашивала Кэнни ответила, проверив пульс на сонной артерии. Пульс был. Тогда она надавила ногтем на фалангу указательного пальца. Приподняла веки, заглянув сначала в левый зрачок, затем в правый. Повернув голову Андрея в одну и в другую сторону. Рефлексы присутствовали. Даже зрачки двигались, словно он продолжал видеть сновидение. Но тогда что за билиберду показывает ЭЭГ? «Давайте вызовем врача из приемного». В отчаянии предложила Альбина. «Лучше беги в операторскую и посмотри, будут ли изменения сейчас». «А как же... Беги, говорю». Багаева исчезла. Савинская заглянула в лицо спящего. «Что за игры ты с нами играешь, Андрей Ильин?» «Вот только очнись, я тебе устрою». Направив ему в глаза настольную лампу, медсестра пощелкала выключателем. Затем запястье. Багаева, следившая за показаниями датчиков, ответила по внутренней связи, что на электроэнцефалограмме без изменений. Внешние раздражители до Андрея не доходили. Его мозг погрузился в такой глубокий сон, что вряд ли кто-то в этом мире был способен вытащить его оттуда. «Приемные ведь не смогут помочь», виновата, сказала Альбина, когда вернулась к кровати. «Там не боги работают». Савинская в отчаянии потрясла Андрея за плечо. «Ну, давай же, очнись! Где ты, Андрей?» В себя он пришел на равнение, поросший буйными травами. Электричка, которая его привезла, стояла позади, а прямо перед Андреем в небо поднималась статуя, расставившая руки в теплом приветствии. Он некоторое время разглядывал ее, затем достал из кармана рисунок. Конечно, тот листок он положил в пиджак, а сейчас на нем был врачебный халат, но Андрей не ощутил разницы. Во сне отсутствовали практически все воспоминания о реальности. Он просто подумал, что когда-то рисовал эту статую, и рисунок тут же обнаружился в халате. По сравнению с оригиналом, рисунок выглядел столь же примитивным, как наскальное изображение пещерных людей. Но теперь Андрей неожиданно понял, где видел эту статую. Ее изображение попадалось ему в одной из книг. Он даже точно знал, в какой именно, потому что она есть у него дома. Самое главное вспомнить об этом позже, тогда он поймет, что с ним происходит. Что-то заставило его опустить глаза. Среди зарослей Тимофеевки торчала одинокая фиалка, маленькая, жалкая. Он протянул к ней руку, сам не зная зачем. Едва пальцы коснулись лепестков, как мир поглотила яростная вспышка. Его окутывал туман, в котором не было ни плоти, ни воспоминаний, ни мыслей, ни самого Андрея. Абсолютная пустота. Невидимый ветер стал ее развеивать, открывая комнату. Под потолком лампочка, висящая на проводе. В стенах трещины, дыры, на месте отвалившейся штукатурки. Знакомый интерьер. Здесь ему досталось кулоном по голове. Эта крошечная ассоциация потянула за собой воспоминания, отдававшие обиды и унижения. Впрочем, что теперь об этом думать? Все растворилось в унылом занятии, в которое он был погружен с головой. В его детской руке находился кусочек фланели. Лак на ногтях неаккуратно соскоблен. Он макает фланель в большую желтую банку, в которой да, красное сердечко и название из трех букв на незнакомом языке. На другую руку надета взрослая лакированная туфля. Он сидит на полу и смазывает туфлю маслом. Затем откладывает фланель и уже кусочком бархата усердно трет каждый миллиметр кожи. Когда появляется блеск, он трет еще усерднее, потому что туфли должны иметь не просто блеск, а неземной блеск. Андрей попытался повернуть голову, чтобы заглянуть в окно, но не смог. Это не в его власти. Перед глазами лишь половые доски, банка масла и туфля. Чуть позже он увидел вторую туфлю, стоящую за банкой. Рядом еще одни туфли, темно-синие, еще малиновые, и черные замшевые сапоги в засохших пятнах грязи. С ними придется повозиться дольше туфель. Тущая детская грудь, обтянутая и спустив грустный вздох. К унынию добавилась безысходность. Руки отложили туфлю, взгляд осторожно повернулся к распахнутой двери. За ней находился полутемный коридор. В коридоре никого. Хорошо. Пальцы вытащили из пола кусок половицы. В маленькой нише под ней, словно в маленькой могилке, лежала старая потрепанная кукла с длинными темными волосами в светлом платьице и красных туфельках. Такое впечатление, что ее нашли на свалке, но потом отмыли, причесали, заштопали платье. Пальцы, лак на которых, пожалуй, скребли бритвой, на фалангах остались порезы, достали куклу. Это дешевая игрушка, но она почему-то ему дороже всего на свете. Руки перевернули куклу, расстегнули платье на спине. По тканью обнаружилась плотная бумага, сложенная вдвое фотография. Пальцы вытаскивают, разворачивают. На измятом черно-белом снимке запечатлена молодая женщина с мягким лицом и невыразимо добрыми глазами. Нет, не она накладывала в тарелку бобы, избивала цепочкой и соскребала лак с ногтей. Кто угодно, но только не она. При взгляде на эту женщину Андрей чувствовал не обиду, а безутешную печаль. На половые доски упала капля. Еще одна угодила на фотографию. Девочка торопливо стерла ее локтем, смахнула слезы и поцеловала изображение женщины прямо в эти добрые глаза. Убрала фотографию назад под платье куклы. Застегнула пуговицы и еще раз поцеловала уже куклу. Это мать девочки. Теперь Андрей не сомневался. С ней что-то случилось, что-то непоправимое, и теперь она бесконечно далека от своей дочери. А та попала к стерею с полным гардеробом щегольских туфель, но без капли жалости в душе. Тоненькие ноги куклы опустились в туфли, для нее похожие на великанские. Она стояла в них словно в двух сдвинутых вместе лодках, без страха взирая на необъятное пространство, открывающееся перед ней. Андрей испытал щемящую грусть. Ему захотелось отправиться в большое путешествие как можно дальше от этого унылого дома. Ему нестерпимо захотелось шагать куда-то, открывая новые города, разглядывать большие дома, может быть, отыскать великое чудо. Лампочка под потолком вдруг потухла, и комнату окутал сумрак. Андрей ощутил испуг девочки. Она хотела вернуть куклу в тайник, но не успела, в коридоре возникла владелица туфель. Теперь ясно, что не мать. Андрей условно назвал ее мачехой. Увидев мачеху, девочка занервничала, заметалась. Кукла нашла временное прибежище под сарафаном. Вместо того, чтобы войти в комнату, мачеха осталась в коридоре, и вскоре рядом с ней появился высокий мужчина, одетый в комбинезон. За их спинами мир скрывался в туманной дымке. В опущенной руке мужчина сжимал какой-то инструмент, кажется, кусачки. Мачеха ссорилась с ним. Она что-то агрессивно говорила и энергично жестикулировала. Мужчина в ответ отрицательно качал головой, почти не меняя выражение лица. И это в конце концов разозлило женщину. Она схватила его за рукав и стала что-то требовать. Мужчина вырвал руку, гневно ей ответил и ушел. Взгляд девочки опустился к туфле, кусочку бархата, порхающему по ее носку. Андрей очень надеялся, что мачеха уйдет. Боже, сделай так, чтобы она не входила в комнату. Он замер, надеясь, что желание исполнится. Но вместо облегчения почувствовал внутри себя нарастающие удары, словно маленькие сотрясения мозга. Это нервная реакция девочки на приближающиеся шаги. Сначала он увидел ноги. Они прошли по комнате взад-вперед, затем остановились рядом. Тонкая рука, украшенная кольцами и перстнями, подняла одну из туфель. Девочка прекратила работу и, скосив глаза, следила за мачехой. То, что она увидела, не понравилось Андрею. Разговор с человеком в комбинезоне взвинтил женщину до крайности. Она была оскорблена, унижена и бесилась из-за этого. Лицо выглядело нервным, даже больным. Андрея привел в ужас мстительный взгляд, с которым она оглядывала туфлю. Она надела туфлю на ногу, придирчиво осмотрела и гневно ткнула пальцем в направлении задника. Ничего особенного там не было, всего-навсего прилипшая нитка. Возможно, она сама ее посадила. Женщина что-то жестко произнесла. Андрей опять не разобрал ни слова. Попытался прочесть по губам, но артикуляция была непонятной, чужой. Рука девочки покорно протянулась к туфле, чтобы снять паршивую справился, и из-под него вывалилась кукла. Вот тут Андрей перепугался не на шутку. Или перепугалась девочка. Какая разница, если они испытывают одни чувства? При виде игрушки лицо мачехи потемнело от гнева. Не сводя глаз со своей падчерицы, она подняла куклу. Вопросительно потрясла ею в воздухе и резко с размахом швырнула об пол. Сердце девочки одно на двоих болезненно сжалось, когда заветная подруга врезалась в половые доски, когда пластмассовая рука и красные туфельки отлетели в стороны. Не страшно, туфельки и руку можно вернуть на место, только бы этим все закончилось. Но все только начиналось. Расправа показалась женщине недостаточной. Ее глаза гневно сверкнули, и крепкий каблук силой опустился на спину несчастной игрушки, впечатывая ее в половице. Голова с заботливо расчесанными волосами отлетела точно из-под ножа гильотины. Туловище облаченное, выглаженное заштопанное платье лопнуло. Узкий носок мачехиной туфли поднялся над откатившейся головой, завис над ней и опустился. Андрею показалось, что хрустнул его собственный череп. Комната опрокинулась, ее быстро стал затягивать туман, состоящий из пустоты. Взорванные болью чувства девочки провалились куда-то, и Андрея охватило забытье. Он очнулся на пыльном сидении в пустом вагоне. За мутноватым окном проносились стены туннеля. «Я возвращаюсь», подумал он и вновь отключился. В следующий раз Андрей осознал себя уже на ступенях лестницы перед дверью. Он открыл ее и вышел в недостроенную родительскую дачу. Правую сторону лица вдруг резко обожгло, словно он прижался щекой к раскаленному утюгу. Когда он открыл глаза, над ним нависли лица Савинской и Багаевой. Вид у них был такой, словно Андрей был в чем-то виноват, и от него ждали объяснений. Он не знал, что им ответить. После сна тело казалось разбитым, ныла голова с правой стороны, и почему-то горели щеки. Он поднял руку, чтобы их пощупать. «Не трогай», сказала Савинская, «это я тебя». «Что ты меня?» По щекам хлистала. «Зачем?» искренне удивился Андрей. «Захотелось». Ольга обменялась взглядом с Багаевой. Ильин сел на кровати, свесив ноги и сорвав несколько датчиков. Черт, совершенно забыл про них. Альбина спешно отвернулась, потому что сброшенное одеяло обнажило нижнее белье. «Погоди», произнесла Савинская, «дай хоть датчики сниму». Она расстегнула шапочку с электродами, стала отдирать лейкопластырь, крепящий датчики к лицу и телу. «Как вы себя чувствуете, Андрей Андреевич?» спросила Альбина. «Погано, кофе хочется. Как там мои показатели?» «Сейчас увидишь свои показатели», язвительно ответила Савинская. Гудела голова, он оделся и прошел в техническую комнату. Показания неподключенных датчиков на мониторе отражались прямыми нитями. Багаева и Савинская остановились в дверях, наблюдая за Андреем. «Что?» спросила он, оглянувшись на них. «Глянь на график ЭГЭ», сказала Ольга. «Не пожалеешь». Глаза слепались, затылок ныл, какая неудобная кровать в сомнологическом кабинете. Он переключил графики на эпизод, соответствующий моменту пробуждения. Колебания БДГ сна почти незаметно переходили в альфа-ритм бодрствования. Здесь он проснулся. «Не на это смотри», сказала Савинская. «Вернись на экран раньше и поставь масштаб графика на час». Андрей дважды щелкнул мышкой и остолбенел. Признаться, ложась в кровать и натягивая на себе одеяло, он не ожидал результатов. Особенно таких. Да и кто мог ожидать? График ЭГЭ демонстрировал эпизод начала сновидения. Густые колебания длились около двух минут, после чего их обрывало нет, глаза не обманывали, их обрывала прямая линия, прямая. Обычно такую дает мозг, расставшийся с баловством под названием электрическая активность. Мертвый мозг. «Мы не могли вас разбудить, Андрей Андреевич», извиняющимся тоном произнесла Багаева. «Тут какая-то ошибка», ответил он. Очевидно, был сбой в аппаратуре. «Нечего на аппаратуру пенять», сказала Савинская. «Аппаратура работала, просто обычные люди ночью спят, а ты проваливаешься в кому». Глава шестая. Сверхъестественная помощь Круглые настенные часы показывали половину второго ночи. На стоп-кадре стояло бледное лицо спящего Андрея. Губы и шрам синие, словно нарисованное восковым карандашом. «Вы утверждаете, что температура во время сна опустилась до тридцати четырех градусов?» произнес Андрей, хлебая кофе из чашки, ежась от изображения, на котором он был похож на покойника. Савинская расположилась в кресле, эффектно закинув ногу на ногу. Альбина присела на краешек стола и выглядела измотанной. «Это не мы утверждаем», ответила Ольга, массируя шею. «Это Сагура медицин техник. Взгляни на показания датчика в самом низу». «Вижу», расстроенно ответил он. «Не это главное, Андрей. На твоем месте я бы обеспокоилась, почему у меня в середине сна электрическая активность мозга падает на ноль. Почему целых двадцать восемь минут ЭЭГ тянул нитку вместо традиционных ритмов?» «Все-таки это ошибка», он неловко усмехнулся. «Скорее всего, ошибка. Произошел сбой в аппаратуре, всякое бывает. Помнишь, как мы удивились на Фролова, я даже собрался статью написать под данным его ЭЭГ, а оказалось, что двумя этажами ниже работал аппарат электросварки, дающий наводку через заземление. Три датчика из двадцати я проверила на себе, прикладывала к своему лбу, и показания оживали. Прикладывала к твоему, и они падали на ноль». Багаева подтверждающе кивнула. Ее клонило в сон, но девушка с нетерпением ждала рассказа Андрея. «На твоем теме ни показаний не было, а на моем лбу были, понимаешь? Цепь измерения работала. А потом объясни мне, неразумной женщине, почему мы не могли тебя разбудить. Объясни. Не можешь? А я могу. Твой сон перевел тебя в состояние классической комы. Сердце легкие, работают, мозг в отключке, сознание покинуло плоть, где-то путешествовало двадцать восемь минут, а теперь сидит напротив меня и утверждает, что произошла ошибка». Андрей ошеломленно смотрел на экран. «Отделяет сознание от тела? Мне все равно, что у тебя там отделяет. Меня волнует, почему это произошло в тот момент, когда я пустила вас в отделение без разрешения заведующей. А если бы ты ласты склеил?» «Ольга, ну, прости». Андрей задумчиво листал графики, поглаживая изувеченную скулу. «Хм, интересно, оказывается, во время комы у меня двигались зрачки, будто я продолжал находиться в фазе сновидений. Откуда они получали сигнал, если мозг не проявлял активности?» «Что вам снилось?» спросила Багаева. «Я опять находился в теле девочки. Она чистила туфли, вероятно, своей мачехе. Потом в комнате погас свет. Мне стало жутко, точнее, девочке стало жутко. Потом пришла мачеха вне себя от ярости. Она искала, на ком ее выместить и раздавила единственную куклу девочки». Темные глаза Багаевой широко раскрылись. Ему показалось, что она восприняла услышанное чересчур близко к сердцу. «До того, как исчез сигнал, у тебя участился пульс», сказала Савинская. «Ты испытал страх? Ты испугался, что мачеха раздавит куклу этой девочки?» «Нет, девочка мне снилась в конце. Что же было в начале?» Андрей задумался. «Чего он испугался?» «Тухшей лампочки?» «Нет». «Что было до нее?» «Поезд, станция...» «Стоп!» «Когда я садился на поезд, то вспомнил о существе на станции». «Какой станции?» спросила Савинская. «Каком существе?» спросила Багаева. Каждое новое воспоминание давалось с трудом. Андрей выуживал их из подсознания, словно нить из спутанного клубка. «Станция, на которую я попал, открыв дверь. Эта дверь...» «Я не раз слышал о ней, изучая сновидение больных. Никто не мог войти в нее, но мне удалось». «А что оказалось за дверью?» спросила Альбина. «Станция метро, старая, заброшенная, похожая на склеп. Большую ее часть укутывала тьма, в которой прячется жуткое существо. Еще там есть перрон, от которого отходит электричка». «Вы сели в электричку?» произнесла Багаева. «Она тронулась, а затем мы увидели, как исчезла электрическая активность головного мозга. Невероятно». «Астральный путешественник», вздохнула Савинская. Образы сновидения вдруг нахлынули на него. Недостроенная дача, которая в реальности была закончена, отец, зовущий из-за двери, станция в мраморе, пугающее существо в темноте, свирепая мачеха. «Вы не могли меня разбудить, когда я находился за дверью», резюмировал Андрей. Он напряженно задумался. «Это как-то связано с комой, которую я перенес. Травма головы вызвала нарушение кровообращения в правом полушарии, из-за чего я оказался в восьмимесячной отключке. Интенсивная терапия восстановила работу головного мозга и вернула меня к жизни, поэтому я сейчас разговариваю с вами. Но теперь кома вызывается искусственно, психосоматически, через сон. Он потер лоб. Считается, что тибетские ламы способны погружать себя в состояние временной смерти, так называемого самати. Их сознание выходит из тела, останавливая в нем жизненные процессы. Температура и давление падают, активность мозга не регистрируется. Сознание путешествует в иных сферах, но в определенный момент способно вернуться в тело и оживить его. Есть предположение, в каких сферах путешествуете вы? Спросила Альбина. Думаю, это самая недра человеческой психики. Мир древнего мифологического сознания, самый глубокий уровень сновидения. Недаром с древнегреческого «кома» переводится как «глубокий сон». Образы, которые мне явились, и пачерица, и мачеха, похожи на архетипы, живущие в человеческой психике. Правда, для мужчин они нетипичны, но это уже предмет дальнейшего разбора. Удивительно то, что я вижу целый мир, который подчиняется своим правилам и своим законам. Люди в этом мире почти такие же, как мы. «Андрей», серьезно произнесла Савинская, «ты совершаешь путешествия в очень опасные области. Все может закончиться плачевно. Однажды электрическая активность в твоих извилинах не возродится, и ты навсегда останешься в своем сне?» «Я понимаю, но твой сон вызывает нарушение кровообращения. Пока не критическое, но ситуация может ухудшаться. Неужели ты, как невролог, этого не понимаешь?» «Понимаю». «Ты томографию давно делал?» «Месяца полтора назад». «Пойди к Новикову, запишись». «Потом как-нибудь. Сейчас важно разобраться в элементах сновидения». «Ирин». «Какой ты упрямый. Ты хочешь снова превратиться в растение?» «Не нужно преувеличивать». «Я преувеличиваю?» «Я требую вскарабкаться на Эверест?» «Помилуй, я всего лишь прошу, чтобы ты сделал томографию». Андрей поднялся из кресла. «Я благодарен, что вы тут возились со мной, но вы обе едва держитесь на ногах от усталости, а языки ваши плетут не знам о что. Уже два часа ночи, завтра всем на работу. Альбина, я вызову тебе такси». «Не весь город. Я лучше устроюсь у медсестер в нашем отделении». «Ну, а я, с вашего позволения, домой», уведомил Андрей. Он подхватил портфель и торопливо вышел из сомнологического кабинета. Почти сбежал. Дома Эльин был в начале четвертого. Сбросил одежду, повалился в постель, но уснуть не смог. На следующий день работа закрутила его. Андрей не забыл о странных результатах ночного обследования. Но на фоне рядовых будней они выглядели фантастически нелепо. Зафиксированный на ЭЭГ вегетативный статус казался ошибкой. Андрей уверял себя, что без труда бы определил это, будь у него для этого время и желание. Ближе к концу дня, когда более-менее значимые вопросы были решены, процедуры выполнены, а пациенты либо приняты, либо выписаны, в отделении установилось некоторое затишье. Возле стойки дежурной, окружив себя медсестрами и ординаторами, Костя Тюрин устроил маленькое представление в лицах. — Значит, приходит вчера ко мне этот бравый малый, весь на понтах такой, — рассказывал он, указывая на санитара Каблукова, угрюмо стоящего в стороне. — Подходит, ключи на пальце вертит. — Че, говорит пешеход, все, на метро ездишь? Давай, что ли, подвезу, завтра на работу. — Ну, я не против, мне какая разница, на чем добираться? Откуда же я знал, что он права вчера получил? И скажу я вам, лучше бы я дома остался. Выпучив глаза, Костя красочно рассказывал, как москвичка Блукова соревновался в скорости с мерседесами и проскакивал перекрестки на красный свет. В доказательство экстремальной поездки демонстрировал посидевшие волосы и уверял о наличии вскрывшейся язвы. Сестры звонко смеялись, ординаторы хихикали. Андрей тоже смеялся, забыв о своих проблемах. В какой-то момент он случайно поймал взгляд Альбины Багаевой. Девушка смотрела на него задумчиво. В последнее время чужие взгляды смущали Андрея, но взгляд Альбины не причинял неловкости. Он был естественным и искренним. «Какая хорошая девушка», подумал он. Кто-то ткнул его в бок. Андрей обнаружил рядом Ольгу Савинскую, одетую в джемпер и джинсы с сумочкой на плече. Собралась домой. Ольга кивнула в сторону врачей, слушающих Тюрина. «Подойди к Новиковым», приказала она. «Как-нибудь потом». «Андрей, ты как маленький ребенок, за ручку тебя вести». Сравнение с ребенком обидело, ему захотелось доказать обратное. Он с упреком посмотрел на Ольгу, прошел за спинами людей и встал рядом с рентгенологом. Невысокий щуплый Новиков какие в фильмах 70-х годов носили ученые или инженеры. «Привет, Леш». «Андрей, давненько тебя не видел, как дела?» «Да ничего, спасибо, слушай, тут такое дело, нужна обзорная томография головы». «Так выпиши направление, что за пациент?» «Видишь ли, томография нужна мне». Тюрин рассказывал, как экипаж «Москвича-412-го» едва не съехал в канал. Санитарь Каблуков недовольно поправлял друга, народ вовсю потешался над ними. Новиков стал нервно крутить широкое обручальное кольцо на безымянном пальце. «Тебе?» спросил он. «Я слышал, ты восстановился». «Вроде того». Андрей замялся. Задранный уголок рта предательски дернулся в нервном тике, пришлось зажать его пальцами. «Просто хочу еще раз убедиться, все-таки месяц прошел». «Появились какие-то симптомы?» «Появились ли симптомы?» «Нет, ничего особенного, разве что погружение в кому во время сна. Ну, какой это симптом?» «Так, мелочь, не заслуживающее внимания». «Разве можно назвать симптомом трупные пятна?» «Это не симптом, а последствия». «Вот и у него последствия, как трупные пятна, только в голове». «Да так, ерунда!» «Срочно надо?» «В общем, нет». «На этой неделе все забито, вторник на следующий тебя устроит?» «Почему не понедельник?» «Понедельник обычно тяжелый день». Ночью сновидения не было. Проснувшись утром, Андрей чувствовал себя здоровым, полным сил и категорически не понимал, зачем напросился на томографию головы в следующий вторник. В тот день, часа за два до окончания рабочего дня, Перельман попросил его посмотреть одного пациента. Из четырех коек в палате были заняты три. На одной читал детектив Акунина интеллигентный старичок в очках. На другой растянулся подросток в наушниках. Он либо уснул, либо глубоко проникся ритмами айрен-би. Но внимание Андрея приковывала третья койка. На ней сидел крупный человек в поповской рясе с бородой и мясистым лицом, похожий на графа Льва Толстого. Начав с обыкновенных расспросов о самочувствии, Андрей ввязался с попом в бестолковый родом из небольшой деревушки. Говорил он громко, басисто и прямодушно. «Ваша медицина есть божье творение», настаивал он, протыкая воздух увесистым пальцем. «Как и все в этом мире». «Медицину создавали люди», ответил Андрей. «Могу назвать конкретные фамилии». «Не надо», отмахнулся батюшка. «Что толку? Людей-то кто научил?» «Ясный ответ. Все болезни не спосланы нам Богом как грехи наши или наших близких. Телесное излечение возможно только через излечение духовное, а врачи есть божье орудие, посредством которого он осуществляет прощение». «По-вашему выходит, что Бог переложил часть своих обязанностей на врачей?» «Не перевирайте. Бог никогда не общается с человеком напрямую. Он всегда являет свою милость через кого-то или что-то». В дверь заглянула медсестра и повелительным кивком позвала старика в коридор, очевидно, на процедуры. Он оставил книгу на тумбочке, заложил ее очками и, шаркая тапками, вышел в коридор. Через секунду из-за двери грянул его хохот. Андрей тоже усмехнулся. В палате их осталось трое, точнее сказать, двое. Подросток в наушниках находился где-то далеко отсюда. Андрей и отец Кирилл улыбку как рукой сняло. — Что, простите? — Ты меченый. По внутренностям пробежал нехороший холодок. — Вы о шраме? Это после автокатастрофы. Андрей поспешил добавить. — Несчастный случай. — Случай. Широко ощерился пол, показав крупные зубы, неровно торчащие из десен. — Нет, сын мой, ошибаешься. Случаев не бывает. Он придвинулся к Андрею. От него густо пахло церковью, ладаном, воском и вином. Лицо отца Кирилла сделалось загадочным, даже слегка страшным. Правый глаз выпучился, словно вот-вот выскочит из орбиты. — Понимаешь, не бывает случаев у людей, заговорил он, доверительно оглядывая Андрея этим жутким глазом. — Если что-то произошло, это не случай. Это ему так надо. — Да что вы, честного человека выкидывают с работы, и он кончает жизнь головой в духовке. Ему так надо? В мыслях фраза выглядела не столь похожей на нынешнее положение доктора Ильина. «Был человек на земле, Уц, имя его Йов, и был человек этот непорочен и справедлив, и богобоязнен, и удалился от зла, были у него сыновья, дочери, был у него скот. Но Бог отнял сначала имущество, затем детей, потом язвами покрыл его тело. Почему он поступил так со своим лучшим праведником? Не знаю. Андрею не хотелось ворошить библейские темы, да и собеседник его пугал. Чтобы укрепить веру, все, что происходит с людьми, имеет смысл. Но нам, ходящим по земле, понять высшие замыслы не дано. А предположение есть? Извительно спросил Андрей. Насчет его замыслов. «Может взрастить душу». Низкий баритон священника проникал куда-то внутрь. Кровенистый выпученный глаз пугал до смерти. «Может укрепить вере, как и Ова, а может подготовить для важной миссии». Андрей в отчаянии глянул на подростка. Если бы тот хлопнул ресницами или повернулся на бок, в общем, как-нибудь показал, что жив, Ильину было бы не так страшно. Но парня словно выключили. «Он отметил тебя», продолжал поп. «И это не случайно. Перед тобой открылся путь, ты должен идти по нему и не задавать вопросов. Когда будет нужно, он подаст знак». Скрипнула дверь. В палату снова заглянула процедурная сестра, и наваждение моментально исчезло. И жуткое лицо, и выкатившийся глаз, словно из священника ушло некое существо, проступившее сквозь его облик. «Батюшка», смиренно сказала сестра, «Господь призывает на рентген». «Рясу надо будет снимать», спросил отец Кирилл прежним голосом, который рассуждал о медицине и пиве. Он снова выглядел простодушным деревенским попом. Подросток шевельнулся, открыл глаза и, оттянув наушник, прочистил указательным пальцем молоденькие ходят, видят вдруг батюшку в трусах, несовместимо как-то с благоверным образом. «Наши сестры не такое видели», задумчиво произнес Андрей. «Да», коротко удивился священник. «Так вот, я бы, конечно, спросил у своего начальника, отчего у меня руки иногда трясутся, словно после праздника троицы, но больно отвлекать неохота». Он крякнул, поднялся и тяжелой поступью вышел из палаты. Его ряса сзади была мятой. Андрей услышал, как в коридоре отец Кирилл обратился к медсестре и получил короткий ответ, что Божье благословение могло быть щедрее в отношении его зарплаты. Подросток переключил альбом в МП-3 плеере и, откинув голову на подушку, снова вырубился. Андрей неподвижно сидел возле пустой кровати, словно ужаленный парализующим ядом. На коленях лежала медицинская карта, раскрытая на чистом листе, где должен будет стоять диагноз. В ушах продолжал звучать голос батюшки, пересказывающий историю Йова, и перед глазами маячил налитой кровью глаз. Андрей сидел так около минуты, затем тряхнул головой и принялся писать. Буквы получались резкими, острыми, напоминая мозговую активность на АЭГ, в фазе быстрого сна. Покрыв записями половину страницы, кончик шариковой ручки стал оставлять лишь вдавленные следы. Андрей вытащил стержень из досады и убедился, что в нем закончилась паста. При себе запасной ручки не было, в палате тоже. Пришлось бежать в ординаторскую. Во внутреннем кармане его пиджака лежал Паркер с позолоченным колпачком, подаренный еще Анжелой. Когда Андрей полез за ним, пальцы наткнулись на торчащие из блокнота края тетрадного листка. Первая мысль была, почему он лежит здесь, а не в кармане халата. Затем доктора Ильина пронзила острое, как пика, воспоминания. Он развернул лист и уставился на неуклюжий карандашный набросок, сделанный два дня назад. Голос отца Кирилла, все еще бормочущий что-то у него в правом ухе, вдруг отчетливо произнес «Когда будет нужно, он подаст знак». А вторуючка и те мелочи, которые Ильин собирался ею записать, моментально вылетели из головы. Стены ординаторской вдруг раскрылись, потолок исчез, и Андрей обнаружил себя на равнине. Перед ним возносилась в небо могучая статуя. Разведенные в стороны руки, словно приглашали войти в ее владение. Глядя на каменное извояние, Андрей неожиданно вспомнил, о чем думал во сне. Два мира, сновидение и реальность сошлись в карандашном рисунке, который он держал в руках. Перельман оторвался от компьютера, на котором одним пальцем набивал перечень препаратов, требующихся для отделения, и удивленно посмотрел на ворвавшегося в кабинет Андрея. «Ну что, есть мысли насчет священника?» спросил Миша. «Мне надо домой», сказал Андрей. «Миша, отпусти меня, пожалуйста». Перельман озадаченно потер переносицу. «Это из-за Кривокрасова, да? Хочешь поговорить об этом?» «Нет, мне просто надо домой, очень надо». Перельман был не слишком доволен, но отпустил его. Андрей не помнил, как добрался до Садовой улицы. Войдя в квартиру, не снимая ботинок, он сразу прошел в гостиную. Пухлый том энциклопедии в красных корках стоял между справочником лекарственных средств и книгой о вкусной и здоровой пище в глянцевой суперобложке. Вытащив его, Андрей принялся лихорадочно листать страницы. На некоторых останавливался, разглядывая фотографии, недовольно качал головой и листал дальше. Он чувствовал, что разгадка близка, быть может, через двадцать, через десять страниц. Перевернув лист, открыл длинную фотографию. Андрею хватило одного взгляда на нее, чтобы гостиная закружилась перед глазами. Боже мой! Сорокометровая каменная статуя Иисуса Христа раскинула руки над солнечным городом, расположенным на берегу изумрудно-голубого залива, среди скал и зеленых холмов. Она действительно напоминала огромный крест, а поза, выражение лица и длинный балахон в точности соответствовали тому, что Андрей видел во сне. Надпись под фотографией гласила «Рио де Жанейро». «Боже мой!» пролепетал Андрей. «Это невозможно!» Альбина проснулась очень рано, как обычно. Немного понежилась в кровати, разглядывая журнальные вырезки в рамках на стене. Затем встала, умылась, расчесала волосы, простернула некоторые вещи, оставленные с вечера. В ванной ее настиг запах жарящихся блинчиков. Хозяйка квартиры, глухая на левое ухо бабушка, поднялась чуть свет и уже вовсю занималась стрепней. Войдя на кухню, Альбина поздоровалась с ней, налила воду в чайник и поставила его на плиту. «Кофе свой опять?» спросила хозяйка. «Угу», кивнула девушка. «Покушай лучше блинчиков, вон какая худющая». «Да нет, спасибо». Хозяйка, велевшая называть себя тетей Таей, задалась целью сделать из Альбины девушку достойных форм, о чем сообщила в первый же день их знакомства. Приговаривая, что с такой худобой в доктора не берут, она жарила блинчики, оладьи, яичницу, пекла пирожки, плюшки и рулеты. Альбина изо всех сил уклонялась от холестериного мучного изобилия, хотя иногда, особенно по вечерам, когда возвращалась после работы уставшая и голодная, не могла устоять перед блюдом на кухонном столе, накрытым вафельным полотенцем. По утрам же она завтракала мюсли и кофе. Если тетя Тая настаивала, брала немного печива в больницу, при в чашку кофе она вернулась в свою комнату и удобно устроилась за столом перед раскрытым томом клинической неврологии. Подработка курсовыми и репетиторством позволила ей оставить общежитие и снять эту комнату на окраине Питера. Комната была крошечной, два на три, но с большим окном, из которого вечерами можно было наблюдать закат. На шести квадратных метрах умещались кровать, дореволюционный шкаф и небольшой стол, за которым девушка работала, читала книги по психиатрии и неврологии, иногда ужинала. Несмотря на тесноту, Альбина была счастлива. Впервые за много лет у нее был свой дом. Впервые она ни от кого не зависела. В половине седьмого девушка оторвалась от книги, допила остывший кофе, сменила домашний халат на белоснежную блузку и строгую юбку. Подхватила сумочку, в которой лежал мобильник, кошелек, косметичка, карманный словарь синонимов русского языка и травматический пистолет оса Эгида. Перед тем, как уйти, еще раз глянула на журнальные вырезки на стене. Обычно молодые девушки вешают над кроватями постеры поп-исполнителей или кинозвезд, смотря в кого влюблены. Над кроватью Альбины Багаевой висели титульные листы статей из научных журналов. На некоторых из них с фотографии улыбался молодой Андрей Ильин. Во время утомительной поездки в автобусе, на метро и маршрутки, она думала о невероятном событии, которому стала свидетелем. Девушка думала об этом и весь вчерашний день. Хотя Андрей Ильин, главный виновник мыслей, активно изображал, будто событие произошло самое заурядное. Больше всего его поразило, что он никому не рассказывал об удивительной способности, открывшейся в его снах. В отделение Багаева пришла раньше всех. В маленьком закутке, где переодевались ординаторы, она облачилась во врачебный халат, скрепила волосы заколкой и перекинула через шею фонендоскоп. Год в ординатуре не уменьшил волнение от этой нехитрой процедуры. Преображение из обычного человека во врача было сродни настоящей магии, о которой она мечтала с детства. Ей нравилось переживать эту магию вновь и вновь. Когда она направлялась к посту дежурной, чтобы прочесть ночные записи в журнале, из лифта вышел Андрей. Точнее сказать, выскочил. Вид у него был слегка сумасшедший, глаза красные от недосыпа, галстук съехал на бок. Больные, которых курировала Альбина и состояние которых она собиралась выяснить, напрочь вылетели из ее головы. Что-то случилось, Андрей Андреевич? Она прикусила язык, поняв, что сказала это громче, чем следовало. Оглянулась на пост. Инна, известная сплетница, делала вид, будто страшно занята выполнением отметок в медицинских картах. Хотя на самом деле прислушивалась к каждому слову. Ей было интереснее всех, что случилось. Неподалеку, уставившись на конец швабры, терла полы санитарка. Задранный уголок губы Андрея приподнялся словно в усмешке. Альбина подошла к нему. Что случилось? Шепотом повторила она. Толчком ноги он натворил дверь на лестничную площадку, что рядом с лифтом, и вывел туда ее. При этом, когда его пальцы обхватили плечо девушки, внизу живота у нее на короткий миг пробежала сладкая дрожь. Лестница пустовала на несколько маршей вверх и вниз. Здесь их разговор не могли подслушать. «Вам опять снился сон?» спросила она, желая, чтобы он как можно дольше не отпускал плечо. Но Андрей разжал пальцы и вернулся к двери, чтобы плотнее ее закрыть. «Нет!» Он повернулся к ней. «Я вообще не спал этой ночью». Альбина ждала, что он скажет дальше. За стеной загудел лифт, кто-то нажал кнопку вызова. «Теперь я знаю, что происходит со мной. Та девочка, которая мне снится, в которую я попадаю во сне, эта девочка реально». Альбина почувствовала, что не может вздохнуть. Легкие, словно окаменели, она не могла их расширить даже на пару миллиметров, чтобы принять хоть немного воздуха. Во взгляде Андрея плясала сумасшедшенка. «Она реально! Она существует! Она где-то живет на белом свете, понимаешь?» «Почему?» пролепетала девушка. «Почему вы так считаете?» Андрей достал из кармана сложенный в четверо листок, выдранный из какой-то энциклопедии. Развернул дрожащими руками и показал ей. На листке была фотография статуи колосса, высящейся над солнечным городом. «Прочти, что написано внизу», попросил он. «Рио де Жанейро. Она живет там». Его глаза азартно сверкнули. «Она живет либо в городе, либо в пригородах. Не могу сказать точно где, во сне все так условно, но ты понимаешь, что это значит? Во сне я вижу реальность на другом конце света». «Глазами девочки?» Он испытывающе посмотрел на нее. «Альбина, я понимаю, что выгляжу как сумасшедший». «Нет, совсем нет», запротестовала она. Но, заметив, что он раскусил ложь, быстро добавила. «Ну, может быть, это только сон. Статуя Иисуса Христа поставлена в 1931 году на холме Кор Коваду. Во сне я вижу ее в мельчайших деталях. Эта статуя ориентир, указатель на реальность, оценка моего сна и нашего мира. Там есть и другие сцепки, просто я в них пока не разобрался». Он замолчал. Альбина подумала, затем заговорила, словно опытный психотерапевт. Она даже удивилась своей уверенности. «Это может оказаться простым совпадением. Допустим, вы видели статую в телепередаче, рассказывающую о кругосветных путешествиях. Образ отложился в подсознании, забылся, но затем всплыл в сновидении, трансформировавшись в архетипический символ. Думаю, в снах, когда личности требуются определенные перемены в жизни. Этот образ не может являться доказательством связи вашего сна и мира реальности». «Ты рассуждаешь правильно, но есть и другие доказательства», улыбнулся Андрей. Его сердце растаяло. Андрей улыбался очень редко, в основном выглядел мрачным и обиженным. Но сейчас девушку словно коснулся лучик солнца. «Есть другие доказательства, Альбинка. Когда я находился в девочке, то не понимал ни слова из разговоров мачехи. Знаешь, я не слышу звуков, когда нахожусь в том мире, вообще не имею на него влияния. Так вот, я не понимал ни слова, но видел движение губ. Артикуляция не принадлежала ни русскому, ни английскому языку. Но теперь нет сомнений, язык португальский». Альбина предприняла новую атаку. «Вы знаете португальский? Третье доказательство. Лар!» Девушка вопросительно посмотрела на него. «Что это?» «Марка производителя соевого масла». Девочка намазывала им туфли перед полировкой. Мне запомнилась банка, желтая такая с красным сердечком и тремя буквами. Всю сегодняшнюю ночь я лазал по интернету, но в конце концов нашел его. Соевое масло Лар. Производится в Сан-Пауло. Цена банки весом 900 грамм составляет 68 центов. Та самая банка, то самое масло. Без сомнений. Предупреждая твои возражения, сразу говорю, что эта торговая марка не экспортируется в Россию, поэтому я не мог ее видеть ни в магазине, ни в рекламе. Понимаешь, я во сне увидел товар, о котором ничего не знал, но который на 200 процентов существует в реальности. Альбина обессиленно ткнулась лопатками в стену. «Как такое возможно?» «Откнулся по лестничной площадке взад-вперед». «Не знаю». Во второй половине прошлого века проводились эксперименты с медиумами, которые по их заявлениям путешествовали вне тела. Им давали определенные задачи, которые требовалось выполнить во время транса. Знаешь, порой получались самые удивительные результаты. Так физики из группы энергетических исследований попросили медиума Алекса Тану спроецировать себя из его собственного дома, предметы на чайном столике, затем после выхода из транса позвонить и отчитаться об увиденном. По утверждению Тану он сделал пять рейсов, прежде чем понял, что стол разделен на двое, а все предметы собраны на одно из половин. То, что он рассказал, полностью соответствовало истине. Физики разобрали стол, чтобы усложнить задачу. Предметы Алекс Тану перечислил безошибочно. Описывая свои ощущения, он рассказывал, что как бы парил над столиком. Это напоминает описание людей, переживших клиническую смерть. Андрей крепко зажмурился, словно это помогало ему поднять новые воспоминания. Шрам на щеке выгнулся дугой. Доктор Чарльз Тарт из университета этой, как ее, где кино снимают? Калифорнии? Да, из университета Калифорнии пошел еще дальше. Во время транса он регистрировал физиологические параметры медиума. Эксперимент проводился с женщиной, имя которой неизвестно. Женщина, кстати, путешествовала во сне, как и я. Когда она засыпала, Тарт помещал над ее кроватью карточку с пятизначным числом, увидеть которое можно было лишь находясь под потолком. Испытуемая не с первой попытки назвала число абсолютно точно 25132. Вероятность случайного совпадения была 1 к 100 тысячам. Тарт утверждал, что во время транса фиксировал и мозговые функции, и движения глаз. Считается, что мозговая деятельность в этот период приобретает новый рисунок, соответствующий чему-то среднему между сном и бодрствованием. Этому состоянию дано название «внетелесный опыт». Хотя во время опыта фиксировалось понижение температуры, поверхностное дыхание и глубокое расслабление, пока никто из исследователей не зафиксировал обнуление сигнала мозга. Никто не наблюдал чистого внетелесного опыта, как состояние самати у тибетских лам. Получается, что мы зафиксировали? Андрей напряженно вздохнул. «Что вы чувствуете?» спросила Альбина. «Вы тоже парите под потолком?» Он покачал головой. «Не совсем. Когда я попадаю в мир девочки, то превращаюсь в бестелесного духа внутри нее. Я не слышу речь, не вижу, что творится дальше трех метров, но мне полностью передаются ее настроения и чувства. Это невероятные ощущения, просто фантастические. Каждая эмоция, каждое переживание воспринимаются как личное. Невозможно передать словами, какие страдания я испытал, когда мачеха раздавила куклу. Словно кто-то расстрелял разрывными пулями кусочек моей души. Все-таки не понимаю, как такое возможно?» взволнованно произнесла Альбина. «Я хочу снова отправиться туда. Если бы мне удалось добиться сновидения, при неполностью выключенном сознании, я бы изучил территорию сна. Я бы обследовал мраморное подземелье, обследовал бы равнину, там много других статуй. Куда они меня выведут? В какие области земли? Но сильнее всего я мечтаю установить связь с девочкой. Если удастся наладить обмен информацией, это будет фантастика. Я пока не представляю, как такое возможно. Вряд ли получится обмениваться мыслями, ведь я не знаю португальского, она русского. Вы пойдете на томографию? Осторожно спросила Альбина. Андрей погрустнел и уставился в бетонный пол лестничной площадки. Одной фразой она вернула его с небес на землю. Идиотка, обругала себя Альбина. Какая же ты идиотка. Томография на следующей неделе, сказал Андрей, подняв голову. Посмотрим. Андрей чувствовал себя удивительно. Открыть в себе паранормальную способность оказалось не просто необычно. Это напоминало новый удар газелью, последствиями которого были не слетевшие ботинки, трепанация и кома, а непрекращающийся детский восторг и эйфория. Рабочий день, конечно, полетел кувырком. Медсестры последнее время и так смотрели на него подозрительно, а сегодня вовсе прятали глаза. Андрей был возбужден, невнимателен, нервозен, в разговоре мог сосредоточиться лишь на первых фразах собеседника, а потом мыслями улетал куда-то. Вера Ивановна сказала, что вновь проявляются последствия травмы головы. Это очевидно даже ей, санитарке. После обеда к нему подошел Перельман. Есть минутка. Он отвел Андрея в сторону подальше от медиков и пациентов. «Слушай, я знаю, что тебе сейчас трудно, и твой друг Кривокрасов ведет себя как последняя сволочь. Но что с ним поделать? 52 года человека не исправишь. Однако ты должен понимать, что работаешь не на конфетной фабрике. Нужно держать себя в руках». «Не понимаю, о чем ты?» «Андрей, личные проблемы не повод, чтобы приходить на работу в таком состоянии». «В каком состоянии?» «Ты пьян!» Андрей изумленно вытарещался на заведующего отделением. Затем рассмеялся. «Ты ошибся!» ответил он, успокоившись. «У тебя глаза красные заплетается язык». «Я не пьян!» «В самом деле?» «Просто я почти не спал сегодня ночью». Перельман сжал зубами манштук трубки и ушел, окончательно сбитый с толку. Хотя сказать по правде, в его замечании присутствовало только истины. В некотором смысле Андрей действительно был пьян. Его пьянило ощущение безграничных возможностей, которые открывал фантастический дар. Остаток дня в отделении превратился для него в муку. Хотелось поскорее закончить работу, чтобы вернуться домой и погрузиться в сон. В Андрея полыхало желание исследовать новые возможности, открыть в них что-то более удивительное. Но существовала еще одна причина, по которой его тянуло за дверь. Хотя мир девочки возможно являлся причудливой игрой разума, хотя статуя Иисуса могла оказаться извлеченным из подсознания образом, проникновение к этим вещам пробуждало в нем жизнь. Во сне он будто проникал к могучему источнику живительной силы. Испытываемое при этом чувство было невозможно сравнить ни с чем в реальном мире. Глава седьмая Джерэнте Джераль Фавела, которую управлял красавчик Лусио, располагалась на крутом склоне холма Морро, как их здесь называли. Сотни двух- и трехэтажных бедняцких домов громоздились один на другой, а улочки между ними были узкими и настолько крутыми, что кое-где превращались в ступени. Как десятки других подобных поселений, Фавела выгрызла себе территорию посреди Рио-де-Жанейро в считанных километрах от туристических пляжей, небоскребов и стадиона Маракана. Населенная преимущественно бедными семьями, не имеющими нормальных заработков и не способными оплачивать нормальное жилье, Фавела была своеобразным городом в городе. Она имела свои источники дохода, свои законы и порядки, маленькую армию и хозяина Дону. Основной бизнес Фавелы строился на розничных продажах кокаина и марихуаны, партии которых исправно приходили от оптовых поставщиков из Перу, Боливии и Колумбии. Бизнес работал безупречно по причине четкой организации фасовки и распространения дури. Пакетики ценой 3, 5 и 10 реалов на улицах и в клубах продавали торговцы в Апор. Товар для реализации они получали в торговых точках Бока, находящихся внутри Фавелы. Точек было около 20, ими управляли Джеренте де Бокко, молодые люди, умеющие хорошо считать. Все Джеренте торговых точек подчинялись двум суб-Джеренте. Один отвечал за все продажи кокаина, другой марихуаны. Наркоторговля была делом незаконным и слегка рискованным, поэтому в Фавеле приходилось держать штат Салдатос, которые подчинялись отдельному суб-Джеренте. Вооруженные тяжелым автоматическим оружием, пистолеты 38-го калибра остались в ностальгическом прошлом, Салдатос охраняли торговые точки и границы Фавелы, а также при необходимости вели боевые действия на чужих территориях. Трое суб-Джеренте плюс фасовщики, наблюдатели, осведомители и телохранители подчинялись Джеренте Дженни, коим являлся Лусио. Он отвечал за все, за порядок в Фавеле, за поставки наркотиков, за продажи, за безопасность, за денежный оборот, за боевые действия. Подчинялся он только своему Дону, а вот Дона никому не подчинялся. Он лишь входил во влиятельный союз Терсейро Командо. В настоящее время Дона находился в тюрьме, откуда продолжал вести дела при помощи мобильной связи и посланий через родственников и юристов. Из своей камеры Фернардо Бейеремар контролировал бизнес Фавелы, организовывал поставки оптовых партий Дури и участвовал в принятии стратегических решений вместе с другими Дону, больше половины которых делили с ним кров. Бейеремар ни на секунду не выключался из бизнеса, передавая послания своему менеджеру и получая от него регулярные отчеты. Может быть, сам Дону и сидел в тюрьме, но его руки, которыми был Лусио, находились на свободе. Через несколько месяцев заканчивался срок заключения Фернандо Бейеремара. После выхода из тюрьмы он собрался отойти от дел и передать свой статус преемнику. Вместе со статусом в новые руки переходила власть над Фавелой, основной процент от всех доходов и членство в союзе Терсарио Командо. Полгода назад Бейеремар открыто назвал своим преемником Лусио. Решения еще должны были подтвердить члены Ти-Си, но это была чистая формальность. Отчаянные люди требовались союзу как воздух, особенно в последнее время, когда противостояние с могущественной Командо Вермальо за власть над Рио приняло непримиримый и смертельный характер. Сам Лусио считал, что как никто достоин занять высший пост в преступной иерархии. Он заслужил его центнерами проданной дури, победами в уличных войнах и рабской преданностью. Однако внутренний голос нашептывал, что он не до конца соответствует новой должности. Настоящий Доно человек без слабостей. А у Лусио такова и имелось. О ней никто не знал, но красавчика она серьезно беспокоила. Он не мог решить глубоко личный вопрос о существовании Бога, точнее его отсутствии, и избавиться от страха после убийств, этих коротких параличей и грохота в голове. Лусио долго не знал, что делать со своей проблемой. И на помощь снова пришел внутренний голос. Он посоветовал красавчику найти человека, на которого, как считается, обращен взор с небес. Его убийство дало бы окончательный ответ. Если наказание не последует, значит Бога нет. Он избавится от страха, чувства вины и других проявлений слабости. Своеобразный психотерапевтический метод вышибания клина клином. Категорию священников Лусио отмел сразу. Субджеренте Родригес, возглавлявший боевое крыло фавелы, около пяти лет вел приход в католической церкви. Он рассказывал, что ни разу не ощутил Всевышнего присутствия во время литургии проповедей. «Церковь — это сплошной обман», сказал Родригес. Лусио помнил эти слова, поэтому подошел к решению вопроса с неожиданной стороны. Из самой Бразилии ему привезли мощного экстрасенса, который предсказывал судьбы, определял прошлое, разговаривал с умершими. Говорили, он один из лучших. Лусио не верил, пока не убедился сам. Экстрасенс, которого звали Аймар, прочел намерение красавчика еще до того, как тот вошел в подвал, где держали пленника, и рухнул на колени, умоляя сохранить ему жизнь. Он утверждал, что знает, что нужно Лусио. Типа его смерть не принесет красавчику избавлению, поскольку Аймар лишь проводник между мирами, его не любят ни здесь, ни там. Лусио же должен пройти испытание с помощью того, кто действительно защищен свыше. Аймар пообещал отыскать такого человека. Экстрасенс попросил географическую карту, после чего разместился над ней с рамкой в руке, закрыв глаза и начал совершать пассы. Неверие Джеренто пошатнулось, когда он увидел двигающуюся рамку. Несколько раз она показывала то в одном, то в другом направлении, пока в конце концов не остановилась над маленьким городком Барбасена, находящимся в двухстах километрах к северу от Рио. Аймар сообщил, что в этом месте находится мощное скопление энергетических потоков и портал связи с потусторонним миром. На более подробной карте он указал точный адрес. Более того, он увидел искомого человека. Увидел так, словно побывал у него в гостях. Это оказалась девочка. Аймар назвал возраст, цвет кожи и глаз, рассказал, что она живет в приемной семье, поскольку мать умерла семь лет назад, а отец ушел из дома. Когда Аймар выдавал эти данные, пребывая в трансе, изменившимся голосом и полузакрыв веки, Лусио побежали мурашки по спине. Он хребтом чувствовал правдивость слов экстрасенса. Позже специально посланный человек выяснил, что девочка существует в реальности. Конечно, расставаться с экстрасенсом Лусио не собирался. Аймар получил пулю в затылок на середине очередного сеанса. Эффект был точно таким же, как прежде, разочаровывающим. Жуткий невидимка сжал красавчика на несколько секунд в объятиях и отпустил. Все то же самое. Страх не исчез. Лусио ничего себе не доказал, но экстрасенс оставил ему последний шанс. На экране телевизора беззвучно мелькали кадры теленовостей. Лусио, сидящий в кресле, посмотрел в окно. В небе парил воздушный змей. Зеленый. Хорошо. Когда мальчишки поднимут красный, значит, что к фавеле приближаются отряд военной полиции. Скрипнула входная дверь, и в гостиную вошли двое доверенных. Старшего колумбийца и опытного вояку звали Гуго. Ему было около двадцати пяти лет, но выглядел он на все сорок. Страшный, чернявый, он носил неряшливую бороду, скрывавшую нижнюю часть лица и одиннадцать шрамов на шее, оставшихся после поножовщины в одном из баров Ипанемы. Младшего, крепкого молодого мулата, родом из фавелы, звали Николауде Альмейда Мурер, хотя окружающие знали его исключительно по прозвищу Бычок. Едва оказавшись в комнате, Бычок жадно оглянулся на бюст ведущей теленовостей. Лусио негромко кошленул, и подчиненные немедленно сосредоточили внимание на нем. Босс неспеша затянулся сигарой, выпустил дым и произнес. Дело простое. Собственно, дела тут никакого нет. Даже извилинами шевелить не надо. Возле супермаркета, о котором я говорил, на автостоянке вам передадут эту девочку. Он протянул Гуго фотографию. Тот взял ее жилистой рукой. Посадите девочку в машину и привезете в фавелу. «Все! Обращаться с ней бережно!» «Ты говорил, что есть проблемы!» подал голос бычок. «Я говорил, что есть тонкость, а не проблемы. Это разные вещи, тупица!» Бычок обиженно насупился. «Тонкость в том, что дело очень ответственное!» Продолжал Лусио, развалившись в кресле и закинув левую лодыжку на правое колено. Шлепанец висел в воздухе, держась резинкой только за большой палец ноги. «Девочка важна для меня! Облажаться нельзя! Вам ясно?» «Ясно, как божий день!» Ухмыльнулся Гуга, выставив на показ острые, будто заточенные клыки. Лусио сделал новую затяжку. «К моему огорчению в Сан-Пауло возникла серьезная проблема. Я должен уехать из города на два дня. Я бы ни за что не уехал, но нужно быть там лично. Телефон вы знаете. Если передача пройдет нормально, звонить мне не нужно. Я не сомневаюсь, что все пройдет нормально, но если вдруг возникнут сложности, если выйдет заминка, вы должны позвонить. Один простой звонок, типа Лусио, девочка еще не приехала. В таком духе. «Лусио, амиго, мы не дети!» самодовольно сказал Гуга. «Не в первый раз!» Лусио испытывающе посмотрел сначала на него, а потом на бычка. От этого взгляда ухмылка Гуга спряталась в чернявой бороде. Могучий бычок съежился. Пришить человека для Лусио не было проблемой, им ли не знать. Даже если убийство происходило прилюдно, полиция не находила свидетелей. Его не выдавали отчасти из-за страха, все знали, что случается с болтунами, отчасти из-за того, что он был своим простым парнем из трущоб, который стал большим человеком. «Это ответственное задание, и я сильно расстроюсь, если что-то пойдет не так, поэтому все должно пойти как надо». Он затянулся сигаретой, поморщился, вспоминая о чем-то. «Да, еще одно. Не пугайте девочку, пока не сядет к вам в машину. Мне нужно, чтобы она чувствовала себя естественно. Привлеките ее чем-нибудь, не знаю. В общем, подумайте». «Все сделаем, босс», заверил Гуга Рубанов в воздух ладонью. «Можешь ни о чем не беспокоиться». Лусио показал, что парни свободны. Гуга с бычком ушли. Лусио развалился в кресле, уставившись в телевизор. В Фавеле он жил в той самой квартире, где мать лупила его под носом по голове. Восемь лет назад она скончалась от рака мочевого пузыря, но ему казалось, что она по-прежнему обитает здесь. В тишине пустых комнат он иногда слышал ее шаги и голос неистовой католички. Поэтому телевизор работал всегда, даже когда Лусио уходил из дома. Посторонний звук не позволял остаться с ней наедине. Вскоре он устроит себе испытание, которое избавит его от детских страхов. Он без проблем ладит вопрос с мачехой из Барбасена. Как и ожидалось, все решили деньги, двадцать тысяч реалов. Осталось лишь забрать девочку, понятия не имевшую, какая великая миссия ей уготована. Глава восьмая Случай на парковке Андрей не помнил сновидение, которое привело его к двери. Себя он осознал только в полутемном зале подземной станции, коченее от лютого холода, оглядывая колонны и мраморные стены. Зачем он оказался здесь? Знакомое место, ему что-то здесь было нужно. Он стремился сюда попасть. Только зачем? Он двинулся вдоль освещенной стены. Над головой проплывали тяжелые своды. Впереди в одном из проемов окутанном тенями блеснуло стекло, окруженное тусклым металлом. Там стояла электричка. Ну, конечно же, она ждет его, чтобы отвезти в важное особое место. Андрей ускорил шаг, не думая ни о чем, обуреваемый слепым желанием добраться до вагона. И хотя на тумбочке возле его кровати теперь в боевой готовности находились авторучка и тетрадь, Андрей снова забыл о намерении запустить разум во сне. Хотя бы попытаться. Его опять вела дикая незримая сила. Та же, что заставляет людей в своих сновидениях совершать поступки, за которые стыдно в реальной жизни. Андрей покорно шел на поводу первобытного разума, царствующего в снах. До электрички оставалось не больше двадцати шагов. Он двигался по узкой тропинке света, пробираясь между холмами теней, когда таящееся во тьме чудовище наконец показало себя. Грудной хрип раздался так близко, что правое плечо и бок прошило дрожь. Андрей повернул голову. Из раздвинувшегося мрака шаркающей походкой на него вышла существо. Ростом в полтора человека оно передвигалось на двух ногах. От фигуры исходил такой невыразимый ужас, что без содрогания смотреть на нее было невозможно. От страха помутилось в глазах. Андрей видел только космы, когти и два болезненно-желтых глаза, светящихся на скрытом тенью лице. Тело отказывалось поминоваться. В голове крутились самые немудреные мысли, вроде «Боже, что это и какой ужас!» Еще была одна, призывающая опрометью броситься назад к лестнице, отодрать вросшее в пол ступени, нырнуть в тень, пока его не заметили, и что есть мочи бежать назад. И тогда в голове раздался голос отца Кирилла «Стой, дурила! Не двигайся с места ради всего святого! Только не двигайся!» Существо повернуло голову, осматриваясь, почти как человек. Лицо скрывали свалявшиеся космы, казавшиеся волокнами тьмы. Бледная волосатая нога с отросшими ногтями вылезла на тропу света, по которой шел Андрей. Он замер, ни жив, не мертв. Надежда оставалась только на голос, вещавший внутри него, единственное, чему он мог доверять перед лицом этого кошмара. Кошмара, которого не бывает в жизни. Этот тезис вдруг подтолкнул к небольшому открытию. Этого кошмара не бывает в жизни, а значит, Андрей спит. Логическая цепочка продолжилась, и мозг породил следующий поразительный вывод. Все, что его окружает, только сон. Андрей удивленно огляделся. Пробуждающийся разум заработал. Появились мысли, свои, а не чьи-то трезвые аналитические. Возвращалась память о реальности. Открытие того, что он спит, было настолько неожиданным, что отступил страх перед кошмаром. «Ну, наконец-то!» произнес отец Кирилл. «Доперло!» Словно величайшее откровение, Андрей вспомнил, что находится на подземной станции уже третий раз. Это перевалочный пункт, с которого начинается путешествие за пределы его сознания. Он до мельчайших деталей вспомнил все, что происходило в реальности. Ночные эксперименты в сомнологическом кабинете, график ЭЭГ, отрыв сознания от тела, статуя Иисуса, маленькая девочка. Девочка. Именно к ней он стремился, когда укладывался в постель. Андрей собирался установить с ней канал общения. Зычный вздох возле лица напомнил расстановку вещей. Страх вернулся. Андрей поглядел на огромную косматую фигуру перед собой, выступавшую из тени и загораживающую путь к электричке. В голове живо нарисовалась, как когтистая лапа размазывает кандидата медицинских наук по мраморному полу, как муху. «А теперь слушай!» Быстро заговорил отец Кирилл на сей раз из правого уха. «Теперь ты знаешь, что тебя окружает сон. Но здесь проснуться невозможно, как ни старайся. Нормальный человеческий сон остался за дверью. Лучше извини, братец. Чужая здесь территория». Да, сейчас Андрею не проснуться. В прошлый раз Савинская разбудила его, когда он вышел через дверь. Раньше не могла. Пространство подземной станции зона, где электрическая активность мозга еще регистрируется. То есть кома не наступила, но в реальность вернуться уже нельзя. «Вот-вот», продолжал отец Кирилл, «это сон, но не совсем обычный. Поэтому страж для тебя является самым, что ни на есть, реальным чудищем. Стоит ему махнуть клешней, и кое-у-кого появятся новые дыры в голове. Это злобная страшная тварь, но у нее есть слабость. Она видит только в темноте». Существо зычно вздохнуло, скрипнуло когтями по мрамору. Андрей глянул под ноги и обнаружил, что стоит на узкой полоске света, падающего из специальных окон в своде. Голос оказался прав. Страж не видел его в упор. Извивающаяся полоса света тянулась до самой электрички. Обрывалась лишь в конце, перед вагоном. Можно было украдкой пройти по ней, обогнув лапу существа, перегораживающую путь. «Иди по тропе света и не вздумай сходить с нее, какой бы тонкой она ни была. Что бы ни случилось, всегда держись тропы». «А он не почувствует мой запах?» «Ты что забыл? Во сне не бывает запахов». Вряд ли настоящий отец Кирилл, священник из захолустной деревушки, знал подобную тонкость. Кирилл, сидящий в голове врача-невролога, наверняка успел покопаться в его мозгах и обладал всей необходимой информацией. Андрей осторожно двинулся по указанному пути. Страж, как назвал его поп, зашевелился, заводил головой из стороны в сторону, слепо оглядываясь. Из косматой груди вырвался хрип. Палат Андрея взмок подмышками. На счастье, взгляд чудовища на нем не задержался. «Всегда держись тропы», напомнил он себе. Осторожно ступая по полосе света, словно по хрупкому мостику над огненной пропастью, Андрей обошел когтистую ногу и оказался за спиной темного стража. А тот продолжал озираться. Он, несомненно, что-то чувствовал, но не замечал человека, прокравшегося в считанных сантиметрах от его носа. Андрей бросился к электричке. Он бежал, а сердце рвалось наружу. Ноги были словно чужие. Больше всего он боялся слететь с тропы и упасть в темноту, где страж немедленно его настигнет и порвет в клочья своими страшными когтями. Он влетел в вагон, не оглядываясь. Двери вагона сомкнулись, скамья приняла обессиленное тело Андрея, и он провалился в беспамятство. Белое и черное мелькало перед глазами, сливалось в рубленную полосу. Где он? Андрей не помнил, как прикоснулся к фиалке, но ощущения отсутствия тела и размытый обзор свидетельствовали, что он достиг цели. Это радовало. А еще радовало то, что после провала в памяти не исчезла способность самостоятельно мыслить. Придорожные столбики, это они мелькали за окном. Взгляд чуть сфокусировался и стала видна проносящаяся обочина. Все, что находилось дальше, скрывала туманная дымка. Стекло отвернулось от него, и перед глазами оказался обшарпанный салон. Андрей находился на заднем сидении автомобиля. На нем легкое платье, из-под которого торчали худые, шишковатые коленки. Да, он прикоснулся к цветку. Он внутри. «Эй, привет!» мысленно сказал Андрей. Без ответа. За рулем сидела мачеха. Она вела машину и курила тонкую сигарету. Едва увидев ее, Андрей вспомнил расправу над куклой. Только почему-то это воспоминание сейчас казалось не столь важным. Несмотря ни на что, он по-прежнему испытывал привязанность к этой женщине. Почти любовь. Это были не его чувства, а девочки. Нежные, наивные. Сколько ей лет? Больше семи, но меньше двенадцати. Будем считать, что десять. За окном промелькнул указатель населенного пункта. Андрей успел прочесть название, но тут же забыл его. Оно улетучилось из головы, как только глаза потеряли последний слог. Проклятая географическая амнезия достала его и здесь. Мачеха посмотрела на часы в приборной панели. Мельком глянула в зеркало, улыбнулась ему, отчего сердце налилось теплом. Сердце девочки, поправил себя Андрей, но не его. Лучшему диагносту отделения неврологии, который с полувзгляда определял, когда пациент говорит правду, не понравилась эта улыбка. Она была приклеена к холодному и настороженному лицу. Что происходит? Куда они едут? Малышка, куда мы едем? Спросил он. Снова без ответа. Мысленный вопрос не проходил. Кстати, а на какой ответ он надеялся? Получить фразу на португальском, которого не знал? Андрей как-то не подумал об этом. Он много о чем не подумал, стремясь попасть в этот сон. О! Возглас восторга почти прозвучал в голове. Девочка увидела нечто такое, что поразило ее до глубины души. Она протиснулась между передних сидений и уставилась сквозь лобовое стекло. Андрей попытался сфокусировать взгляд и тот на мгновение прорезал серую пелену. Трасса пролегала под автомобильным мостом, который словно парил в небе. Картинка привела в восторг даже Андрея. Что уж говорить о девочке, впервые увидевшей магистральную развязку. Они далеко от своего дома, догадался он, от городка маленького и унылого. Мост шагнул на них, накрыл тенью на миг и остался позади. Девочка метнулась к заднему стеклу, провожая его. Какое удивительное волшебное сооружение. Ей было жаль с ним расставаться, но впереди ожидало нечто более грандиозное. Она была уверена. Вдоль обочины стали появляться одноэтажные дома, небогатые постройки, окруженные деревьями, чьи ветви трепали порывы ветра. Кое-где мелькали яркие вывески. Однажды возникла и исчезла бензозаправка. Цвета блеклые, словно на старой кинопленке. Андрей не видел, что находятся за деревьями и домами, он даже небо не видел. Но чувствовалось, что они въезжают в предместе большого города, возможно мегаполиса, возможно того самого, над которым возвышается статуя. Впереди возник светофор, на котором горел красный. Автомобиль затормозил перед ним. В этих незнакомых местах, среди чужих Чем дальше они ехали, тем он становился сильнее. Но когда малышка глянула в окно, она вдруг позабыла обо всем на свете. Девочка прижалась носом к стеклу, и Андрея обожгло ее радостное восхищение. За окном находился небольшой магазинчик с огромной витриной во всю стену, из-за которой на них взирали десятки крошечных глаз. Солдаты агрессивно целились из ружей, гауча в широкополых шляпах, сидя на лошади, размахивали лассо, паровозик с четырьмя вагонами застыл перед въездом в игрушечный туннель. А в верхней части витрины на деревянных подставках, обитых красным бархатом, находилось такое, отчего просто закружилась голова. В коротких и длинных платьях, с кокетливо изогнутыми ресницами, мордашками, в которые невозможно не влюбиться, верхнюю часть витрины занимали куклы. Чудесные, одетые ученицами, невестами, всадницами, кокетками, спортсменками. Их было невообразимо много, но внимание девочки приковала лишь одна. По мнению Андрея, самая скромная. Девочка выбрала ее потому, что никогда не заглядывалась на дорогие экземпляры. Мечтать о них, как пытаться достать до неба. Хотя, возможно, главной причиной было то, что кукла, как две капли воды, походила на казненную мачеха игрушку. Светлое платье, красные туфельки, радостная улыбка. Новенькая и чистенькая, она словно воскресла для новой жизни. Больше всего девочку притягивали ее густые, бархатисто-черные волосы до пояса. Андрей физически ощутил, как берет их в руку, любуется искрением на свету, разглаживает, расчесывает. Девочка до дрожи хотела эту куклу. Только вряд ли мачеха ее купит. Скорее, еще одни туфли для себя, но куклу вряд ли. Загорелся зеленый, автомобиль тронулся, и волшебная витрина осталась позади. Восхищение сменила унылая грусть. Взгляд опустился на худые коленки. Какое-то время они следовали по шоссе. Потом дома по сторонам исчезли, и они въехали на большую заасфальтированную площадку перед зданием, которого Андрей не видел. Оно находилось за пределами его зрения. Мачеха припарковала машину рядом со стареньким Фордом, щелчком выбросила в окно сигарету и выключила двигатель. Они приехали. Положив локоть на спинку кресла, женщина повернулась к падчерице. Что-то сказала, снова натужно улыбнулась. Андрей мог стерпеть все, но только не эту гадючую улыбку. Обман в чистом виде для более-менее взрослого человека. Душу девочки залило счастье, и Андрей понял, что ненавидит стерву на сиденье водителя. Они вышли из машины, задержались возле нее, пока мачеха запирала дверцу, затем двинулись куда-то по асфальту через белые парковочные полосы. Женщина была в соблазнительном топике, узких джинсах и туфлях. Конечно, но куда без них. Выглядела привлекательно. Порыв ветра растрепал волосы, и мачеха рассерженным движением собрала их у шеи. Торопливо глянула на наручные часы. Девочка держала женщину за руку. Чувства выражали благодарность и счастье. Вероятно, за то, что мачеха взяла ее в поездку. Однако Андрей не видел, за что мачеху следовало благодарить. Она упрямо смотрела вперед, только бы не встречаться взглядом с той, кто преданно сжимает ее ладонь. А еще женщину буквально трясло от напряжения. Что происходит? Из тумана выплыло длинное стекленное здание. Большие двери на фасаде раздвинулись, и изнутри вышла супружеская пара, катящая перед собой тележку, наполненную продуктами. Андрею не пришлось долго гадать, куда мачеха привезла свою падчерицу. В супермаркет. В раздвижные двустворчатые двери женщина и девочка не пошли. Не дойдя до них, они повернули налево, какое-то время двигались вдоль огромных окон, отражающих солнце, затем обогнули угол и очутились с торца здания. Людей здесь не было, по крайней мере, Андрей за серым туманом их не разглядел. Неподалеку виднелась еще одна дверь, уже небольшая. Мачеха дошла до нее и остановилась. Украдкая гляделась по сторонам и наклонилась к девочке. Указательный палец с длинным ногтем дважды назидательно качнулся перед носом. Андрей почувствовал внутри холодок, какой бывает после строгого запрета, что-то вроде «не уходи далеко, пока меня не будет». После этого палец указал куда-то налево. Девочка повернула голову. Туман отступил, и Андрей увидел посреди стоянки одинокий пикап. В распахнутых дверцах кузова сидел молодой бугай в коричневом козырьке с белой надписью и таком же коричневом фартуке. У его ног устроился небольшой переносной холодильник того же коричневого цвета. Внутри Андрея вдруг что-то нарушилось. Что-то вспыхнуло, обдав его дурманом, от которого помутнело в глазах. Голова легко закружилась, а на языке появилось ощущение сладкой прохлады. Его с невероятной силой потянуло к коричневому переносному холодильнику. Ощущения напоминали ощущение наркомана, которому потребовалась доза. Мачеха довольно улыбалась. Андрей бы сказал, плотоядно скалилась. «Может быть, ты и не видишь», произнес он, обращаясь к девочке, «но когда она казнила твою куклу, у нее было такое же лицо. Разница лишь в том, что теперь на нем нарисована улыбка». Перед глазами появилась купюра достоинством в одну единичку чего-то там. В одну поганую единичку. Андрей прекрасно осознавал, что это попытка задобрить девочку, но все равно ощутил прилив благодарности к мерзавке в блестящих туфлях и с наклеенной улыбкой. Пихнув купюру в ладонь девочки, мачеха отпрянула. Лицо ее побледнело, отчего косметика смотрелась словно нарисованная на бумаге. Грудь под топиком взволнованно вздымалась. Женщина походила на человека, который совершил непоправимую подлость и прекрасно это осознает. Еще раз указав на мороженщика, она улыбнулась, что больше напоминала нервную судорогу, бросила фразу и исчезла за дверью супермаркета. Девочка осталась одна с купюрой в ладошке в один чего-то там. Это должно было выглядеть как сценка из семейной жизни. Купи себе мороженого и не уходи далеко, пока я пробегусь по супермаркету. Должно было так выглядеть, и девочка именно так это восприняла. Только вместо семейного быта дух по имени Андрей увидел отвратительно поставленный спектакль. Мачеха вела себя неестественно и наигранно, а девочке было не по себе. Она впервые участвовала в подобной сцене. А кроме того, Андрей прекрасно помнил их настоящую семейную жизнь, особенно эпизод с туфлями, в котором мачеха проявила себя во всей красе. Резкий порыв ветра качнул девочку. Растрепавшиеся волосы залепили лицо, ладошка, сжимающая купюру, вдруг раскрылась. Денюшка с озорством взвилась в воздух. Девочка уставилась на порхающий клочок бумаги. Желание попробовать мороженое сменилось растерянностью. «Подпрыгни», подсказал Андрей, «достанешь». Она не подпрыгнула. Ветер перевернул и понес бумажный рубль. Не сводя с него глаз, девочка покорно побежала следом, словно привязанная на поводок. Пикап быстро исчез из виду, но прежде чем это произошло, Андрей увидел, как удивленно вытянулось лицо крепыша мороженщика. Еще выскочил водитель, отвратительный бородач. Они уставились на убегающую малышку чересчур пристально. Андрею даже показалось, чуть не бросились за ней. Небо, порхающая купюра, солнце в окнах супермаркета, все это мелькало перед глазами. Потом ветер рванул денежку ввысь на уровень крыши, туда, где ее было не достать. Девочка остановилась и растерянно огляделась. Погоня вернула ее к фасаду супермаркета. Здесь взгляду малышки открылось нечто такое, сначала вызвавшее недоумение, а затем шок. Из парадных дверей вышла мачеха, без продуктов в руках. Не оглядываясь, она быстро зашагала в противоположную сторону от той, где оставила девочку. Торопилась, сбиваясь на бег. Ветер растрепал ее волосы, но она уже не обращала на это внимания. Ее путь лежал к старенькому «Шевроле», на котором они приехали. Купюра мигом исчезла из глаз, оставшись в недоступной вышине. Движение вокруг словно остановилось. Девочка уставилась на спешащую фигуру, единственного родного человека в этих незнакомых краях. Родной человек бежал от нее прочь. Крик. Мачеха была уже возле машины, когда он настиг ее. Она оглянулась, заметив падчерицу, помрачнела. Ключи, приготовленные отпереть дверцу, вывалились из пальцев, ударились о капот и скатились на асфальт. Мачеха сердито замахала руками, призывая девочку вернуться обратно. Снова отчаянный крик, исторгнутый ее легкими. Андрей не услышал, но почувствовал. «Беги», шепнул он ей, «Беги к ней!» И девочка побежала. Мачеха судорожно подобрала с асфальта ключи, и забралась в салон. Когда девочка оказалась возле капота, Шевроле дал задний ход. Рука с маленькими пальчиками просунулась в открытое окно. Шевроле катился назад, девочка бежала рядом, держась за дверцу и пытаясь на ходу влезть в окно. Внутри Андрея бушевал ураган смешанных эмоций, его и хозяйки тела. Мачеха потянулась через пустое сидение и что-то крича попыталась оторвать пальцы девочки от края окна, но малышка вцепилась в него мертвой хваткой. «Останови машину, сука!» закричал Андрей. Она резко нажала на газ. Рука девочки соскочила из дверцы, ободрав кожу с мизинца. Шевроле быстро удалялась прочь, оставив сизое облачко выхлопных газов. Девочка бежала следом, кричая, задыхаясь от плачи. Ей казалось, что мачеха сейчас передумает и вернется. Что произошло дальше, Андрей не увидел. Мир вокруг окутался туманом. Бычок хотел броситься за девочкой, едва надоладюру. Он даже пробежал несколько метров, когда разгневанный Гуго заставил его сбавить обороты. «С ума сошел! Посмотри, сколько народу кругом! Быстрее в машину!» Бычок вернулся к пикапу, торопливо забросив в кузов контейнер с мороженым. «Почему девчонка сбежала?» «Откуда я знаю!» Огрызнулся Гуго, заводя двигатель. Его шрамы на шее, выглядывающие из-под бороды, налились кровью. «Мы-то все сделали как надо!» «Надо позвонить Лусио», сказал Бычок. «Он просил!» Бородатый напарник выплюнул окурок на асфальт. «Пока мы звоним, она уйдет! Не нужно беспокоить босса по пустякам! Садись быстрее! Чего застрял?» Бычок прижатых увисистым лбом мелькали напряженные раздумья. «Лусио просил позвонить!» Упрямо произнес он. «Это как раз тот случай!» Гуго включил передачу. «Хочешь, чтобы он начал выяснять, кто опустил девчонку? Ручаясь, мы возьмем ее прежде, чем я выкурю сигарету! Далеко я не сбежать, амиго! Лусио даже не узнает, что она убегала!» Пикап развернулся на площадке возле супермаркета, который располагался на северо-западной окраине города. Гуго вывернул на шоссе, и гангстеры покатили по нему, высунув голову из окон, оглядывая тротуары и проулки между домами. Андрей сел на кровати. Он не помнил, как возвращался на электричке, как проходил подземную станцию и дверь. Но все, что случилось с девочкой, стояло перед глазами словно наяву. Душа разрывалась от негодования. Пожалуй, впервые в жизни сон вызвал в нем столь сильное возбуждение. Ну, может быть, подобное случалось в раннем детстве, когда маленькому Андрею приснился огромный паук, подбиравшийся к нему, шевеля жвалами. Тогда он проснулся в слезах. Всего лишь. Сейчас же чувства буквально захлестнули его. Происшествие возле супермаркета напоминало сюжеты о брошенных детях, десятками крутившихся по телевизору. Только у Андрея не было и мысли отнестись к этому сну как к телесюжету. Посмотрел и забыл. То, что случилось, произошло не с чужими людьми с экрана. Это произошло с ним. Он помнил каждый образ, каждое переживание. Воздушный мост, явственное ощущение, как он гладит волосы куклы, беспредельное доверие к мачехе и шок при виде ее удаляющегося автомобиля. Он нервно прошел из конца в конец комнаты. Требовалось усилие, чтобы отделить себя от событий сна. Взгляд наткнулся на общую тетрадь, приготовленную на тумбочке. Она прекрасно подходила для этой цели. Андрея взял ее, перегнул обложку и, опустившись на кровать, стал покрывать записями пустой лист в школьную клеточку. Он писал торопливо, стараясь не упустить важных деталей, пока они сидят в голове, пока не остыли чувства. Некоторые слова получились неразборчивыми, типично врачебными, но он потом поймет, что имел в виду. За десять минут он исписал четыре страницы, отразившие мельчайшие детали сна, включая машину, мост дорожной развязки, супермаркет, надпись на козырьке мороженщика, одежду мачехи и, конечно, переживания девочки. Каждое ее переживание. Он пытался оставить на бумаге как можно больше воспоминаний. Потом Андрей проверит каждое, изучит географические карты, справочники, энциклопедии, перекопает мегабайты интернета. Но уже сейчас можно было уверенно сказать, нет никаких сомнений, что он видит реальность на другом конце света. Андрей Ильин, ученый, подававший большие надежды, а потом переставший их подавать, телесный опыт. Только излив на бумаге все, что бушевало в груди, он смог наконец осмыслить сон. Что это было? Жестокая мачеха увозит пачерицу далеко от дома в незнакомые края, оставляет одну и уезжает. Что это твою мать было? Мерзавка бросила девочку. Сердце разрывалось от негодования, едва он думал об этом. Она бросила девочку, как выкидывают на улицу подросшего котенка. Зачем? Милы туфли? Андрей закрыв глаза и размеренно дыша сосчитал до тридцати. Затем перевернул страницу и записал на чистом листе. Мачеха бросила девочку на окраине большого города, и я при помощи своей паранормальной способности стал тому невольным свидетелем. Фактически я единственный человек на земле, который знает об этом. Он перечитал запись и обхватил голову руками. Что ему с этим делать? Будильник показывал половину пятого. На работу еще слишком рано. Не умываясь и не завтракая, Андрей переполз с кровати за компьютерный стол и включил системный блок. К углу монитора был прикреплен раздражающий желтый стикер, на который он переписал вчера из энциклопедии двенадцать букв и два дефиса. Андрей вошел в интернет и буква за буквы вбил название Рио-де-Жанейро в строку поискового сервера. Может, ничего страшного не произошло. Одинокая, плачущая девочка, бредущая по улице. Любой нормальный взрослый поинтересуется, что случилось. Ее отведут в полицию, откуда прямой путь домой. Как сложатся дальнейшие отношения с мачехой, Андрей не знал. Возможно, все закончится сиротским приютом, но иного пути нет. С другой стороны, жизнь не всегда такая правильная, какой мы хотим ее видеть. Не так ли? Ему ли это не знать молодому и перспективному врачу, в судьбе которого поучаствовал Боженька? Потому что, как сказал отец Кирилл, так было надо. В ответ на запрос Яндекс выплюнул длинный перечень туристических агентств, представляющих Рио, раем отдыха и развлечений. Солнце, пляжи, карнавалы, самбо, показывали белый город под пронзительно синим небом с широкой полоской пляжей у кромки океана. Больше, чем на половине снимков белая статуя, знакомая до нервного тика. Доступ в рай, включая перелет, трансфер до отеля и питание, все включено, стоил от 1200 долларов и выше. Признаться, белозубая реклама не совсем то, что искал Андрей, надеясь развеять опасения. Ему хотелось понять, каким город предстанет не перед обеспеченными туристами, а перед одинокой потерянной душой. Он продолжил поиск и вскоре вышел на сайты новостных агентств. Здесь его опасения нашли благодатную почву. Словно хищники вырвались из клеток. Перестрелка и паника в центре города. Война между гангстерскими бандами привела к жертвам среди населения. Боссы наркомафии провоцируют тюремные бунты. Атакована станция полиции. Двое раненых со стороны сил правопорядка. Мотоциклетные банды вынудили закрыться магазины в западной части города. Молодая женщина стала случайной жертвой перестрелки между военной полицией и наркокурьерами. Андрей оторвался от заголовков, переведя дух. От прочтенного волосы вставали дыбом. Город, в котором мачеха оставила падчерицу, оказался криминальным мегаполисом и ключевым узлом наркоторговли в Латинской Америке. Знаменитый курорт и сказку наяву заполняли субъекты, у которых отсутствовала мораль, было оружие и страстное желание заработать денег. Но последняя статья, на которую он наткнулся, затмила все предыдущие и привела Андрея в ужас. Датированная 1996 годом, она рассказывала о детях Рио-де-Жанейро, опасающихся посещать школы или просто выходить на улицы. Речь шла не о риске подвергнуться нападениям подростковых группировок или оказаться в сетях торговцев кокаином, а о настоящей эпидемии похищения детей в целях использования в качестве доноров для подпольной трансплантации органов. До десяти часов Андрей оббежал своей палатой, пообщался с пациентами, назначил лекарства и процедуры, дал указания сестрам. Один из пациентов, года три назад лечившийся у него, пытался рассказать свой вчерашний сон, но Андрей только отмахнулся. Не до этого. Он осмотрел вновь поступившего дядечку с парапорезом, поставил предварительный диагноз инсульт спинного мозга, дал направление на томограмму, после этого вернулся в ординаторскую, запер дверь на ключ и встал возле телефона. Ему стоило огромных усилий решиться на этот звонок. Сомнения терзали все утро, дома и в больнице. То, что он собирался сделать, с одной стороны выглядело безумием, хотя с другой казалось логичным и правильным. Андрей решил, что он обязан сделать этот звонок, точнее два звонка. Первый был в справочнике, где ему сообщили второй номер. Когда Андрей набирал код Москвы, сомнения отступили на второй план. И это правильно, с какой стати ему сомневаться, если он не сделает ничего дурного. «Вы позвонили в посольство Бразилии», раздался из трубки женский голос с легким акцентом. «С вами, говорит автоответчик, пожалуйста, оставайтесь на линии. Спасибо». Андрей набрал воздуха в легкие, повторив про себя то, что собирается сказать, еще раз глянул в раскрытый блокнот. Выпадающий из памяти название тщательно выведена шариковой ручкой посреди листа. Прошло около минуты, в течение которой в трубке играл Шуберт. Затем раздался щелчок коммутатора, и еще один женский голос на хорошем русском осведомился о цели звонка. Андрей ответил, что у него частный вопрос, и попросил соединить его с одним из помощников посла. Снова заиграл Шуберт, после чего в трубке раздался третий женский голос, деловой, располагающий к себе. Доброе утро, Джулиана Фелисберта де Сильва, второй секретарь посольства, я вас слушаю. Доброе утро, меня зовут Андрей Ильин, я звоню из Санкт-Петербурга. Госпожа де Сильва, мой звонок может показаться вам необычным, но прошу вас отнестись к нему со всей серьезностью. Я постараюсь, ответила дама. Дело в следующем. Мне достоверно известно, что на окраине, он поднес глазам блокнот, Рио-де-Жанейро, потерялась девочка десяти лет. Она ваша дочь? Нет, нет, смутился он. Она живет, снова помощь блокнота, в Бразилии. Откуда вам известно, что она потерялась? Я не могу сказать, но уверяю вас, что это правда. И чего вы хотите? Я хочу, чтобы вы связались с полицией. Мне известно, где сейчас находится девочка. Это район возле супермаркета, стоящего на въезде в город. Возле него еще автомагистраль, над которой такой огромный воздушный мост. Женщина молчала несколько секунд. Как зовут девочку? спросила она. Я не знаю, признался Андрей. Кто ее родители? Она живет с мачехой. Как зовут мачеху? Я не знаю имени. Джулиана Фалисберта снова замолчала. Значит, вы хотите, чтобы я связалась с полицией Рио и попросила их найти эту девочку? Да. Скажите, вы в своем уме? Голос второго секретаря посольства звучал раздраженно. Вы заглядывали в карту. Рио это огромный мегаполис с населением десять миллионов человек. Вы просите найти среди них маленькую девочку, не зная ни имени, ни района, в котором она потерялась. Вы даже не можете сообщить, откуда у вас эта информация. Извините, но у меня нет времени заниматься чужими галлюцинациями. Андрей сделал глубокий вдох, чтобы сохранить спокойствие. Вы отказываетесь помочь пропавшему ребенку? Да, мне очень жаль. А если бы это была ваша дочь? По неожиданной паузе он понял, что попал в яблочко. Джулиана Филисберта де Сильва является матерью. У Андрея зародилась зыбкая надежда, что ему удалось пробить заслон. Но все оказалось не совсем так. Даже если вы правы, ответила второй секретарь посольства, даже если я вам поверю, что где-то в Рио потерялась девочка, это ничего не даст. Я совершенно точно знаю, что мне ответят в полицейском управлении города. Поэтому если вы убеждены, что располагаете исчерпывающей информацией, можете сами позвонить в полицию Рио. Возможно, вам удастся рассказать им эту историю более убедительно, чем мне. Желаю удачи. В трубке раздались гудки. Он смотрел на черные прорези в пластмассе, откуда прозвучали последние слова, и чувствовал, как в нем закипает гнев. Трубка поднялась к потолку и с силой опустилась на столешницу. Потом еще раз и еще. Осколки пластмассы усеяли пол. Каждый удар доставлял Андрею удовольствие. С каждым ударом он доказывал госпоже де Сильве, что она не права. Рука остановилась лишь когда из расколотой трубки вывалился динамик и повис на проводках, сдаваясь на милость победителя. Дрогнула дверь. Кто-то толкнулся в нее плечом, надеясь, что она открыта. Раздалось невнятное чертыхание, затем дважды щелкнул ключ, и в ординаторскую влетел Костя Тюрин. Он остолбенел на пороге. «Ой, я не думал, что здесь кто-то...» «Здесь я», ответил Андрей. Костя окинул взглядом комнату. Остановился на казненной трубке. «А что с телефоном?» «Сломался». Больше не желая ничего объяснять, Андрей вышел из ординаторской. Теперь на его счету расколотый телефон. У персонала отделения появился еще один повод считать Андрея сумасшедшим. А ведь самое смешное, что в этом была толика правды. Андрей чувствовал в себе сумасшествие. От всего, что с ним происходило, веяло махровой шизофренией. После работы он первым делом побежал в книжный магазин. Отдельно карты Рио не продавалось, но продавщица посоветовала путеводитель по Бразилии, как она сказала, очень хороший. Андрей раскрыл его в маленькой очереди перед кассой. И, глянув на карту города, понял, что второй секретарь посольства Бразилии была права. Зря он со злости разбил телефонную трубку. По описанию, которое дал Андрей, найти ребенка в Рио-де-Жанейро было не проще, чем муравья с рыжей полоской поперек спины в муравейнике. Город, устроившийся на западном берегу бухты Гуанабара, напоминал кляксу. Его контуры были изорваны бухтами и лагунами, а все, что находилось внутри, казалось добавить гигантские холмы, растущие посреди города, то Рио-де-Жанейро выглядел настоящим лабиринтом. С разных сторон к городу подходили пять автомагистралей. На какой из них находилась развязка, поразившая девочку? Он не знал. На каждой. Еще был дорожный указатель, попавшийся на пути. Надпись на нем могла дать много, но он не помнил эту надпись, даже первые буквы не помнил. Проклятый склеротик. Он расплатился в кассе и вышел на улицу. С востока на город наползали тучи. Скоро хлынет дождь, а он не захватил зонт. Зажав путеводитель подмышкой, Андрей сунул руки в карманы брюк и быстрым шагом направился к метро. Теперь стало ясно, что утренний звонок в посольство Бразилии был самой настоящей авантюрой. Госпожа де Сильва поступила совершенно правильно, отказав ему в просьбе. Если Андрей собирался помочь девочке, он должен получить гораздо больше информации и сновидения. Он должен узнать, как зовут малышку, сколько ей лет, из какого города она приехала, как зовут мачеху и почему она поступает как свинья. Ему нужен точный адрес района, где осталась девочка. Учитывая сложности путешествия во сне, задачи выглядели ничуть не проще полета на Марс. Он подумал, но замысел упирался в те же проблемы. Что он будет делать в Рио, не зная языка, не располагая данными о местонахождении малышки. Да и как он улетит, у него же работа. Все сходилось к продолжению экспериментов во сне. Только располагая полную информацию, он сможет оказать реальную помощь. Вечер прошел в нервном ожидании ночи. Андрей смотрел телек и бродил по квартире. Дважды пытался читать, но после двух-трех абзацев откладывал книгу. В десять он лег в постель, долго не мог уснуть, терзая себя мыслями. Потом сон все-таки пришел, но когда Андрей открыл глаза, то разочарованно понял, что наступило утро. Сновидения не было. Ничего более удручающего не могло приключиться. Второй день он не знал, что происходит с девочкой, потерявшейся на другом конце земли. Он сильно за нее беспокоился. Это утро выявило неприятность, которой Андрей поначалу не придал особого значения. Когда он надевал брюки, то обнаружил, что левая рука слушается хуже правой. В ней ощущалась легкая, почти незаметная слабость, а мизинец и безымянный палец обдувало невидимым холодком. Ночью Андрей спал, сунув руку под подушку. Вероятно, в конечности нарушился кровоток. Он быстро забыл об этом, поскольку все мысли были заняты другим. И к тому же онемение прошло в течение получаса. Только через несколько дней, когда он сделал томографию головного мозга, вскрылась страшная причина недомогания, спровоцированная травмой и пограничными экспериментами во сне. Часть вторая Хозяйка леса Глава первая Знакомые и незнакомые люди В субботу утром Альбина Багаева в своей крохотной комнатке, сидя на кровати, складывала вещи в туристический рюкзак. Выходные она планировала провести в компании друзей по университету. Они дали обещание встречаться каждый сезон раз в три месяца. И пока держали обещание. Хотя это давалось с огромным трудом. Уже появились первые трещины. Веру Смолякову, например, на пикник не отпустил новообретенный муж. А у Александра Ветрова, Алекса, бесшабашного заводила и гитариста, жена родила двойню, чем намертво привязала его к дому. Когда заиграл мобильный, Альбина подумала, что это звонит Лёня. Как всегда, подъехал к дому на своем Рено-Мегане и ленится подняться в квартиру. Лёня ухаживал за ней уже год. Его родители где-то в Нижнем Новгороде имели свой бизнес по ремонту холодильников. Она ходила с ним на свидания, в кино и ночные клубы, хотя пару раз мягко давала понять, что у них ничего не выйдет. Он казался ей совершенно не тем человеком, с кем Альбина хотела бы связать жизнь. Технар с несмешными шутками, плохо приспособленный к жизни маменькин сынок. Альбина в нем привлекала заботливость, способность критически относиться к себе и ямочка на подбородке, не больше. Основным недостатком Лени являлось то, что он даже отдаленно не был похож на того, на кого бы ей хотелось. Но звонок был не от него. Прочитав на дисплее имя, она заволновалась. Звонил доктор Ильин. Альбина давно дала ему номер мобильного, так, на всякий случай, но воспользовался Андрей им впервые. «Здравствуйте, Андрей Андреевич», сказала она. От волнения акцент усилился и мешал говорить. «Что случилось?» «Альбина», по голосу было трудно понять, «мне нужна твоя помощь». «Боже мой, конечно! Ты не занята, может, я нарушаю твои планы?» «Нет, все в порядке, я никуда не собиралась». «Хорошо, давай встретимся в кафе Баскин-Робинс на Московском проспекте. Знаешь где?» «Найду. Я буду ждать там». «Он будет ждать меня в кафе», зачарованно повторила про себя Альбина. Когда она звонила Лене, стоило огромных усилий, чтобы в извинение не прорвалась радость. Информация, что ее срочно вызывают в клинику, расстроила ухажера, но Альбина почти не думала о его чувствах. Сейчас она думала только о своих чувствах. Утро в Питере выдалось прохладным. Тучи и солнце боролись за право теплом. Выйдя из метро, Альбина подошла к уличному музыканту и, бросив ему монетку, поинтересовалась, где находится кафе-мороженое. Затем быстрым шагом отправилась в указанном направлении. Она все размышляла о причинах звонка. Последние два дня ее наставник ходил сам не свой. Тюрин рассказал, что Андрей разбил телефон в ординаторской. Медсестры начали шептаться, что у Ильина окончательно один из лучших врачей Ленинградской областной больницы, и они не вправе судачить за его спиной. Сама же она сгорала от желания узнать, что снилось Андрею в прошедшие ночи. Правда, не решалась подойти и спросить. И вот он позвонил сам в выходной. Девушка этого никак не ожидала. Потянув на себя тугую дверь, она вошла в полупустой зал и сразу его увидела. Он сидел за дальним столиком и ел мороженое. Выглядел усталым, но неугрюмым и обреченным, как и иногда бывал в отделении. Когда она присела рядом, легкая, стройная, в обтягивающих джинсах с низкой талией, открывающий пупочек, в его глазах мелькнуло восхищение. Андрей даже преобразился. «Тебе заказать что-нибудь?» спросил он. «Сок, если можно. Любой. Мороженого хочешь?» «Это калорийная бомба, я его ненавижу». Андрей заказал ей сок. «А я вот взял мороженое», поведал он, вернувшись за стул. «С фисташками какое-то. Девочка очень любит мороженое». «Вы позвали меня, чтобы рассказать свой сон?» Он усмехнулся. «От тебя ничего не скроешь, Альбинка, но я позвал тебя не только за этим. Мне нужен совет понимающего человека, такого, как ты». Продолжая есть мороженое, он не спеша пересказал ей события последних двух дней. Повествование поразило Альбину до глубины души. «Вы звонили в посольство Бразилии?» Он пожал плечами. «Надо было что-то делать». Скрипнул дверной доводчик, в зал ввалилась целая семья, папа, мама, двое близняшек малышей. Андрей автоматически оглянулся на них. «И все-таки, может, это просто сон?» спросила Альбина. «Нет», уверенно ответил он. «Я убежден, что, за дверью, то обнаружил другие доказательства реальности. Но сейчас важно не это. В огромном городе потерялся ребенок. Ему нужна помощь. Можно вопрос с позиции эгоиста? Почему это вас так волнует?» Он задумчиво посмотрел на нее. «Я помню, что ты ответила на мой вопрос, когда я в первый день вышел на работу. Знаешь, я тоже не могу смотреть на чужую боль. Если в моих силах избавить от нее больного, я сделаю все от меня зависящее. Альбина, ты меня понимаешь, это крайне важно». Она молчала, задетая за живое его словами. «Кроме того», продолжил Андрей, «когда я просыпаюсь, во мне живут чувства девочки. Трудно объяснить, но эта малышка стала частью меня. Если я ей не помогу, и она из-за этого пострадает, во мне что-то умрет». Альбина дотронулась до виска, словно почувствовав укол мигрени. «Как вы собираетесь ей помочь?» «Выясню, где сейчас девочка, затем позвоню в полицию. Надеюсь, там знают английский. Другого способа не представляю. Конечно, возможно, что пока мы тут сидим и разговариваем, кто-то взял ее за руку и отвел к постовому. Может, она уже дома. Только я этого не знаю и узнать не могу». Он поиграл ложечкой в вазочке с мороженым. «Сегодня сновидение не пришло, я не уверен, что оно придет завтра. Наука пока не выявила закономерности его возникновения. Сновидение как капризная барышня, если не захочет, то не приходит на свидание. Но сейчас, когда я решил исследовать свой дар, в первую очередь нужно добиться того, чтобы капризная барышня свиданий не пропускала. Вы говорили, что путь в коматозный сон лежит через обычный». «Коматозный сон?» Андрей усмехнулся. «Какое точное определение?» «Да, в него ведет особая дверь. Если я вижу обычный сон, то без проблем нахожу и дверь». «Выходит, основная проблема в том, чтобы вызвать сновидение. Оно исчезло, вас это нервирует. Как следствие, фазы сна, особенно парадоксальная, нарушаются еще больше. Получается замкнутый круг. Прибавь к этому трудности с засыпанием». Альбина задумчиво покусала нижнюю губу. «Обычное снотворное вроде барбитуратов. Здесь не поможет. Оно позволяет быстро уснуть, но препятствует сновидениям и даже блокирует их». «Верно. Но есть седативные средства, мягкие, не нарушающие парадоксальную фазу». «Я не могу их использовать, они подавляют разум. Сновидение я увижу, но останусь прикован к нему, не смогу ни мыслить, ни анализировать, ни проявлять инициативу». «Значит, ни барбитурат, и не успокоительная я всю голову сломал». Официантка принесла сок. Альбина тронула губами соломинку. Дети за соседним столиком громко требовали от родителей еще шоколадного мороженого. Официантки неторопливо плавали между столиками. За окнами шагали люди. Никто из них понятия не имел, какие невероятные вещи обсуждали двое людей в углу зала. Тридцатилетний врач и молодая девушка-ординатор. «Думаю, задача вполне решаема». Сказала Альбина и загадочно улыбнулась. «Существует человек, который поможет ее решить. И вы его прекрасно знаете». Он посмотрел на нее, выпучив глаза. Потом понял и рассмеялся. «Кривокрасов! Ты просто умница! Постой!» Андрей полез во внутренний карман и достал сложенный листок, который всучил ему профессор. «Так, для клинических испытаний экспериментальный препарат «Рексин». Швейцария. Принципиально новое снотворное. Увеличение фазы быстрого сна. Тесты на крысах показали, что активность головного мозга достигает уровня бодрствования. «Альбина! Это же то, что нужно!» На радостях он вскочил из-за столика и обнял ее. Пожалуй, все, кто находился в кафе, оглянулись. Альбина потом еще долго ощущала на плечах его объятия. «Кривокрасов будет доволен!» Андрей радостно улыбался. «Кажется, я нашел для его лекарства подопытного кролика». «Анатолий Федорович, это Ильин беспокоит!» «Чего тебе, Ильин?» отозвался Кривокрасов из трубки. Какой он любезный, ну просто милашка. Андрей поудобнее приложил мобильный к уху. «Нужно сосредоточиться, Кривокрасов не должен уловить фальшь. Я много думал о вашем последнем разговоре, том самом, когда они едва не расквасили друг другу физиономии». «И чего надумал?» «Ну, вы во многом правы. Все-таки у вас огромный опыт работы. Ложка лезть обязательно». «В самом деле, пускай сновидениями занимается Ковальчук». «Неужели?» с издевкой произнес Кривокрасов. «Да», подтвердил Андрей максимально угодливо. «У него средства, оборудование, специалисты. Зачем тратить время на параллельное исследование? Сказать по правде, я устал от сновидений. Хочется попробовать что-то новое. испытание лекарств от бессонницы. Почему бы нет?» Пусть думает, как ему нравится. Что Андрей решил сменить направление исследований, что испугался угроз. Все равно. Главное сейчас заполучить орексин. «Давно бы так!» Довольно ответил аптекарь. «Я прочел бумажку, которую вы дали. Это потрясающий препарат. У него большое будущее. Мне захотелось поскорее начать с ним работу». Андрей на секунду задержал дыхание. «Лучше не терять времени и начать прямо сегодня». «Сначала нужно обговорить детали, но сегодня не получится. Я сейчас в Москве». Такого поворота Андрей не ожидал. Он стал лихорадочно перебирать в уме варианты. «А кто-нибудь может выдать лекарство вместо вас?» «Орексин лежит в моем сейфе, ключ у меня на связке с собой. Но в понедельник я привезу тебе препарат». Андрей подумал о том, что пропускают субботнюю воскресную ночь. Еще два дня пройдут в неведении относительно того, что происходит с девочкой, потерявшейся в огромном городе. «Может, у кого-то есть запасной ключ?» «Ты что, идиот?» вышел из себя Кривокрасов. «Я сказал, в понедельник, значит, в понедельник». Из трубки раздались гудки. Андрей со злостью выключил телефон. «Пятикантроп! Ненавижу его!» «Что лексин будет в понедельник. Раньше никак. Может, сон придет и без снотворного?» Альбина дотронулась до его ладони. «Я верю, что у вас получится без снотворного». Ее слова и прикосновения чудесным образом сняли раздражение, оставшееся после телефонного разговора с профессором. Андрей проводил Альбину до станции метро. Повторно извинился за то, что загрузил ее своими проблемами в субботу, в выходной день, благодарил за помощь, попрощался, но она все не уходила. Все стояло, опустив голову и теребя завязки на сумочке. Затем все-таки ушла, кивнув на прощание. Андрей так и не понял, пыталась ли она что-то сказать или ждала неких слов от него. Расставшись с Багаевой, он решил до вечера гулять по городу, по паркам и улицам. Свежий воздух влияет на сновидение чудесным образом. Кровь насыщается кислородом, вызывая приятные сюжеты, легкость тела, иногда полеты. Но сегодня Андрею не требовались полеты. Когда придет время, ему нужно просто уснуть и увидеть сон. Болтаясь по улицам, он дошел до Крестовского острова, где раньше по субботам играл в футбол в компании врачей. Вот и сегодня на маленьком поле в окрестностях стадиона Спартак находились все его коллеги, включая Тюрина, быстрого нападающего и Перельмана, стоявшего в воротах. Неврологи проигрывали кардиологам с неприличным счетом. Им явно не хватало активности левого фланга, где раньше играл Андрей. Он следил за игрой сквозь проволочную сетку ограждения, стараясь оставаться незамеченным. И завидовал играющим. Ему хотелось оказаться среди них, почувствовать в ногах мяч, азарт, командное единство. Подглядывание выглядело как проявление психологического комплекса, но Андрей не мог заставить себя подойти к бровке и поздороваться. Он для них чужак, как на поле, так и в больнице. Человек вне команды. Когда матч закончился, насквозь мокрые врачи побрели к лавочкам переодеваться, Андрей пошел прочь от поля, не желая быть узнанным. Когда он пересекал автостоянку, его окликнули. «Андрюха! Ильин!» Он нехотя повернулся. Окликнувший был не из тех, с кем Андрей сбегал встречи. Между машин к нему пробирался Женька Шаталов, его однокурсник, нейрохирург, работающий в клинике при университете. Высокий, атлетически сложенный, с огромной сумкой через плечо и мокрыми, прилипшими к колбу волосами. Они поздоровались за руку. «А ты чего не играешь?» спросил Шаталов. «Мне запрещены нагрузки». «Жаль, а твои постоянно проигрывают. Каждую субботу дерем их». Последние слова он произнес с веселой злостью. «Мысли у них на поле нет. Носится, водится, а все бестолку. То ли дело раньше, когда ты играл. Вот это была команда». «Да», согласился Андрей, грустно улыбнувшись. «Как там Ковальчук поживает?» Женька глянул куда-то в сторону и неожиданно произнес. «Твой Ковальчук в большой жопе». Он подтверждающе кивнул в ответ на удивленный взгляд Андрея. «Да, да, оборудование выделили, специалистов подобрали, деньгами осыпали, а результатов нет. Лаборатория работает уже пять месяцев, они могут в простейших снах разобраться. У целой команды не получается то, что ты делал в одиночку». Информация была удивительна и тешила самолюбие Андрея. «Только сейчас ему не хотелось обсуждать неудачу бывшего коллеги, занявшего не свое место. Может, в другой раз, но не сейчас». «Рад был тебя повидать», сказал Андрей. «Я вообще-то спешу». «Да, он спешит, нужно обойти еще половину Питера». «Тебе не интересно, как идут дела у Ковальчука?» «Патодиагностика по сновидениям полностью передана в новую лабораторию, а я больше этим не занимаюсь». «Раньше занимался». «Теперь нет. Теперь я провожу испытания лекарств». Домой он вернулся под вечер, едва переставляя ноги. Скинул ботинки, снял пиджак и напился холодной воды из-под крана. «Рексин будет только послезавтра, значит, только послезавтра придет сон». «Впрочем, и этого нельзя сказать наверняка. Снотворное новое, неизученное, какое оно вызовет эффект». В холодильнике было пусто, на дверце сиротливо пристроилась бутылка кетчупа, словно извиняясь за свое присутствие. Доползти до магазина и купить продуктов, ну уж дудки. Пройти сегодня еще 300 метров было выше его сил, и так ноги гудели, как трансформаторы. К счастью, в морозилке нашлась упаковка с пятью пелеменями, а в хлебнице черствая горбушка. Он натворил пелемени, выстучал остатки кетчупа из бутылочки и съел все это с горбушкой, размягченной в микроволновке. Повалившись на диван, в гостиной Андрей мог с уверенностью сказать, что теперь в доме точно не осталось продуктов. Студенный ветер с Финского залива вымел из головы все мысли. Это хорошо, потому что мысли вызывают переживания, а переживания не позволяют уснуть. Последнее время у него любые мысли вызывают переживания. Ну вот, именно такие мысли. Нужно перетерпеть две ночи без мыслей, а послезавтра будет Орексин, он поможет, должен помочь, потому что иначе Андрей сойдет с ума. Лениво перебирая программы в телевизоре, он не заметил, как уснул, на диване, прямо в одежде, уронив голову на плечо. То, что сновидение пришло, Андрей осознал уже на огромной равнине, стоя по колено среди цветов. Как всегда, сперва он не понял, где находится и зачем. Солнце и тучи боролись за право царствовать на небе. Высокую полевую траву колыхали порывы ветра. В серо-зеленой массе вспыхивали желтые, красные, голубые цветы. На Андрея опять был врачебный халат, а под халатом слепое желание дотронуться до фиалки, над которой он стоял. Зачем дотронуться? Он не задумывался, просто так было надо. Когда вдруг хочется апельсинов, ведь не задумываешься, что организму потребовался витамин С. «Ты с этим погодь!» раздался в правом ухе голос отца Кирилла. «Лучше вспомни-ка, ты ничего не забыл!» Едва он услышал голос невидимого наставника, как вернулись все воспоминания о прошлых снах. Сознание тут же заработало. Мозг, весь день пребывавший в полудрёме, проснулся, начал активно работать и требовать информацию для анализа. Пробуждение случилось быстрее и легче, чем в прошлый раз. Результат тренировки и обретенных навыков. «Что мне делать?» спросил Андрей, едва сдерживая радость. До него только сейчас дошло, что сон наступил без всякого снотворного. «Для начала взгляни на статую. Ничего не замечаешь?» Андрей заметил. Статуя Христа, ладони повёрнута к небу, лицо скрыто тенью, стояла гораздо ближе, чем в прошлый раз. Внутренний автопилот дал сбой и привёл Андрея никто и фиалки? Нет. Эта фиалка переместилась. Теперь цветок торчал рядом с кустом шалфея. Пышным, но засохшим, с опадающими цветками. Был ли он здесь раньше? Андрей не помнил. Вероятнее всего нет. Рука потянулась к фиалке. Из пелены появилась автомобильная трасса, запруженная машинами. Стена серого тумана загораживала пространство за ней. На трассе пролегал лёгкий пешеходный мост, по которому шагали люди. Они появлялись и исчезали в тумане на другой стороне дороги. Андрею почему-то подумалось, что эта дорожка ведёт в пустоту, а может совершенно в иной мир, которого он пока не видел. Девочка повернулась и побрела прочь от моста. Перед глазами поплыл унылый бетонный тротуар, покрытый трещинами. Слева тянулась стена какого-то дома с отвалившейся штукатуркой. Справа ряд каштанов, отделяющие несущиеся по трассе машины от пешеходов. Периодически тротуар мутнел, пальчики тоненькие, как у куколки, поднимались к глазам, чтобы смахнуть слёзы, и взгляду возвращалась резкость. Андрей наконец добрался до девочки, о чём мечтал целых два дня. Худшие опасения не подтвердились, впрочем, оптимистичные надежды тоже. Никто из взрослых не поинтересовался, почему маленькая зарёванная девочка бродит по улицам. Почему она не в школе, где её родители, а может и хорошо, что не поинтересовался. Андрей должен установить с ней контакт. «Ау!» произнёс он. «Малышка, слышишь меня?» Никакого отклика. «Ты слышишь меня? Если слышишь, подай знак, какой угодно!» Он подождал. Бетонка перед глазами сменилась асфальтом, но в остальном без изменений. Она его не слышала. Впереди возникла скамейка, на краю которую строилась старушка в выгревшем жакете с цветами, бусами, на морщинистой шее и длинной просторной юбке. Миниатюрный моб, сидящий на коленях, собирал маленькой мордочкой с ладони печенье. Взгляд девочки задержался на печенье. Андрей ощутил укол голода. Вряд ли в этом повинен его скудный ужин. Скорее ему передался голод обладательницы тела. Девочка остановилась так, чтобы старушка ее не видела. Достала откуда-то изломанную, не слишком свежую горбушку пшеничного хлеба. Пальцы с остатками лака на ногтях выщипали изнутри засохшую мякоть и отправили в рот. Голод поутих, хотя на каком-то заднем плане Андрей продолжал ощущать недовольный ропот желудка. Если в ближайшее время не принять меры, он перерастет в бунт. «Эй, послушай меня!» не сдавался Андрей. «Подойди к этой старушке, скажи, что потерялась. Это все, что нужно!» Неизвестно, услышала ли его девочка, но, спрятав горбушку, она украдкой глянула сквозь редкие крашеные волосы старухи проглядывал череп. Глаза скрывались за темными стеклами очков, лицо и шея утопали в морщинах, из-под верхней губы вылезали желтые зубы. Кожа была бледной, бескровной, практически мертвой, она висела на костях, словно одежда, не по размеру. Старуха не смотрела на своего мопса, а пристально оглядывала улицу. Складывалось впечатление, что она только делает вид, будто кормит собачку. Сними она очки, и миру откроется ведьма, которая каждый день приходит на эту скамейку и ждет, когда от родителей отобьется непослушный ребенок, чтобы схватить его, затащить в безлюдный дом и сварить в котле. На худой конец подойдет и голодранка, брошенная мачехой. Девочка попятилась. Грудь сдавила от страха. Даже если бы она слышала призыв Андрея, то ни за какое мороженое на свете не подошла бы к этой старухе. Конечно, источник ужаса находился не в женщине на скамейке, а в голове девочки. И назывался он страх неизвестности. Старушка никакая не ведьма, женщина в годах, выгуливающая мопса и себя заодно. Она рассматривает улицу, потому что ей любопытна уличная жизнь, так как собственная жизнь невыносимо однообразна и скучна. Морщины, оскал, бескровная кожа, говорят лишь о том, что она очень стара. Для Андрея, взрослого человека, это очевидно. Но как сие объяснить десятилетней девочке, которая к тому же еще не слышит? Не бойся, это всего лишь старая женщина. Подойди к ней. Скажи, что ты потерялась. Сделай два шага, произнеси пару слов, и твои проблемы закончатся. Девочка не двигалась с места, панически взирая на скамейку. Страх пригвоздил ее к асфальту. Она пыталась с ним бороться, но ничего не выходило. Женщина вдруг пустила мопса на асфальт, опираясь на палку, поднялась. Спрятанный под очками взгляд метнулся в сторону десятилетней бродяжки. Страх победил. Он вырвался из маленького участка в груди и целиком овладел девочкой. Андрей не успел опомниться, как улица перед ним развернулась на сто восемьдесят градусов и помчалась прыжками навстречу. Девочка, что есть мочь, обижала прочь от скамейки и страшной старухи. «Напрасно!» сказал он. «Совсем напрасно! Тебе не справиться одной! Маленькой девочке вообще нельзя быть одной в большом городе!» Он мог сколько угодно говорить, кричать, надрываясь. Девочка его не слышала. Трудно сказать, долго ли бежала девочка. Андрей на какое-то время отключился. Состояние, в котором он пребывал, подчинялось определенным циклам. Что-то вроде сна и бодрствования. Когда он вновь пришел в себя, если так можно сказать, в отношении бестелесного духа, их окружали дома. Снова появилось чувство голода, еще более острое и болезненное. Новый щипок хлебной мякоти провалившийся в желудок погасил его, но только на время. Перед глазами возникла витрина. Довольно странно, но откуда-то она была знакома Андрею. Из-за покрытого бликами стекла на девочку и духа внутри нее смотрели роботы, солдатики и куклы. «Это же игрушечный магазин», вспомнил Андрей. «Они проезжали мимо него на автомобиле». Прижав ладошки к стеклу, девочка заглянула внутрь. Среди прочих игрушек взор выделил одну — куколку в красных башмачках, светлом платьишке и со сногсшибательными волосами. Самая простенькая из всех, с негнущимися руками, блеклой улыбкой. Она завораживала девочку сильнее ослепительных Барби с открытыми пупками, шарнирными суставами и наборами для макияжа. Девочка долго не сводила глаз с игрушки, и Андрей уловил ее чувства, поведавшие о многом. Она приходила сюда не в первый раз, не в первый раз она прилипала так к витрине. Игрушечный магазин стал для нее центром мироздания. После блужданий по кварталам девочка возвращалась сюда, чтобы зарядиться надеждой, которую излучала витрина с куклами. Точнее, одна из кукол. Копия той, что умерла под каблуком мачехи. Прилипнув к стеклу, девочка могла часами смотреть на нее, но о том, чтобы дотронуться до куклы, даже не мечтала. В витрине возникло усатое лицо пожилого латиноса, возможно, владельца магазина. В зубах он сжимал трубку, дым от которой стелился по плечам и лицу. Мельком посмотрев на девочку, торговец принялся менять позы кукол. Девочка почти не глядела в его сторону. Ее внимание было приковано к ненаглядной черноволосой красавице. Андрею тоже приходилось глядеть на куклу, хотя ему хотелось посмотреть на усача. Его лицо могло натолкнуть на важную мысль, витавшую где-то рядом. «Пожалуйста, посмотри на него!» — попросил Андрей. «Мне это нужно, слышишь? Поверни голову и посмотри!» Он снова не понял. Девочка его услышала или помогла случайность. Скорее, последняя. На секунду ее глаза повернулись в нужную сторону, и Андрею открылось нечто очень важное. Тренированный взгляд моментально определил, что усача пожирает тяжелая болезнь. Она проглядывала во впалых глазах, в резких морщинах и напряженном лице. Болезнь высушила его, вытянула все жизненные соки. Увидев это лицо, Андрей понял очень многое. «Я ненадолго уйду», сказал он девочке. «Но скоро вернусь». Она все равно не услышала. Андрей выскочил из сознания девочки и снова оказался на равнине, продуваемое ветром. Нужно запомнить, как он это сделал. Вроде ничего необычного, просто представил, что его окружают травы и цветы, а в следующий миг очутился здесь в образе человека в белом халате. Возле ног трепыхалась фиалка. Рядом с ней степенно покачивался старый шалфей. Андрей опустился перед ним на колени. Стебли шалфея поразила болезнь. Они усыхали от корней к листьям. Все его цветки осыпались за исключением одного. После некоторого раздумья Андрей потянулся к нему. Едва палец коснулся увядающих лепестков, что-то словно схватило его и выдернуло с равнины в другую реальность. Из пелены проступила витрина. Андрей разочарованно подумал, что ничего не вышло и только затем понял, что смотрит на витрину с другой стороны, из магазина. А со стороны улицы напротив кукол прямо перед игрушечным домиком к стеклу прижалась маленькая черноглазая девочка. Такая маленькая, что Андрея сжалось сердце. Темные волосы стянуты на затылке в хвостик, из-под светлого сарафана выглядывают поцарапанные коленки. Девочка прижала лицо к стеклу, расплющив нос. Больше всего Андрея поразили большие глаза, потрясенные, напуганные, но полные надежды. Витрина с игрушками и девочкой уплыла в сторону. Взор заволакивала серым туманом. Нет, не туманом, а дымом из трубки. Владелец игрушечного магазинчика испытывал безмерную усталость. Сейчас утро, а он вымотался, как после долгого дня. Пять шагов от витрины породили острые колики в печени и лишили сил. Правая рука, крупная, волосатая, судорожно упёрлась в стену, чтобы переждать приступ. Андрей глядел магазин. Ряды стеллажей, заполненных игрушками, поднимающиеся к потолку пирамиды из кубиков, висящие на ниточках самолётики, гирлянды, игрушечный рай, способный вызвать восторг в любом попавшем сюда ребёнке. А вот владелец рая о восторгах и не помышлял. Болевой приступ прошёл, рука отпустила стену. Переваливаясь с ноги на ногу, усач направился к кассе. Андрей решил действовать. «Девочка, стоящая у витрины», сказал он. «Она потерялась». В чувствах никакого отклика. Только усталость и резь в печени. Слегка утихшая, но ненадолго. «Потерялась девочка! Ей нужна ваша помощь! Вернитесь к витрине и взгляните на неё!» Никакого эффекта. Усач снова пыхнул трубкой и стал срезать канцелярским ножом упаковочную плёнку с коробки, внутри которой находился жёлтый радиоуправляемый джип. «Вернитесь к витрине!» Владелец магазинчика почесал лоб, переложил трубку в другой уголок рта. Оставил коробку и куда-то направился. Куда? Назад к витрине? Неужели получилось? Неужели мысленный приказ прошёл? Путь назад был гораздо тяжелее. Через каждые два шага усач останавливался, опёршись ладонью в стену или на стеллаж, чтобы переждать боль. Когда наконец перед ним возникли ряды кукол, Андрей обнаружил, что девочка за окном исчезла. Ветви каштанов, колыхаемые ветром, мягко ударялись о стекло, мимо шли прохожие, по дороге мчались автомобили. Но не было девочки, которая стояла здесь полминуты назад. «Проклятие!» подумал Андрей. Но ещё до того, как владелец вопросом, какого дьявола он вернулся к витрине, девочка вышла из-за рамы и, закрывшись ладошками от солнца, вновь уставилась на куклу в красных туфельках. Андрей предпринял новую попытку. «Посмотрите на неё!» Обратился он к владельцу магазина, вкладывая чувства в каждое слово. «Эта девочка потерялась! У неё большие проблемы, огромные! Позвоните в полицию!» Усач с трубкой в зубах смотрел на девочку, но, похоже, совершенно не слышал Андрея. «Вызовите полицию!» Бесполезно. Бесполезно говорить, убеждать, кричать. Возможности Андрея в этом состоянии ничтожны. Всё, что он может, это наблюдать чужие чувства и иногда повернуть взгляд человека в какую-либо сторону. В остальном он бесполезный дух, болтающийся в чужих головах. Такой же бесполезный, как его теперешняя жизнь. Эти мысли незаметно вызвали злость. Она напрягала разум, сделав его сильнее. Разум стал расширяться, распирая область, в которой был заключён. Казалось, что он сейчас взорвёт голову, которой не было. Точнее, была, но не его голова. Продавец вздрогнул, что-то почувствовав. Ощутил некий толчок, импульс, пришедший извне, словно чей-то приказ, чей-то сердитый посыл. Взгляд усача скользнул по кукле, которую рассматривала девочка. Воздух вспорхнуло облако табачного дыма. Склонив голову, он переждал вспыхнувшую боль, затем сделал нечто, чего Андрей не разглядел сквозь дым. Он лишь увидел, как в черных глазах девочки за стеклом появилась обида и разочарование. Владелец магазина отвернулся от витрины и поплелся от нее прочь. «Не отвернитесь!» взмолился Андрей. «Вы должны сообщить в полицию!» Стеллажи с игрушками двигались на него, слегка подпрыгивая на каждом шаге. Боль в печени пульсировала в такт походки, обдавая то огнем, то ледяным холодом. Перед глазами возникла дверь с колокольчиком. Волосатая рука оттолкнула створку, колокольчик затрепыхался. Возможно, зазвенел, но Андрей не услышал звона. В лицо ударил солнечный свет, на мгновение его ослепивший. Когда зрение вернулось, владелец магазинчика уже двигался вдоль наружной стены. Его путь лежал к малышке, удрученно застывшей возле витрины. Она обратила на него внимания, лишь когда ее накрыла тенью сача. Испуганные глаза поднялись на большого незнакомца. Лицо побелело, нижняя губка затряслась. Она не узнала в нем того, кто стоял за витриной. Андрей почувствовал, что девочка сейчас драпанет прочь, как от старушки на скамейке. Но прежде, чем это случилось, к ней протянулась волосатая рука, державшая куклу. Ту самую, с черными волосами и в красных башмачках. Глаза девочки расширились. Трудно сказать, чего в них было больше, удивления, радости или испуга. Владелец магазинчика, правый бок которого, разрывался от чудовищной боли, сунул игрушку ей в руки, повернулся и пошел прочь. Впервые за долгое время Андрея отпустило напряжение. «Спасибо», сказал он умирающему от цирроза Усачу, «вам обязательно воздастся за этот поступок». Перед тем, как он вышел из владельца магазинчика, ему на глаза попался автомобиль. Он медленно ехал вдоль улицы. Андрей, где ты видел его раньше? Это был шоколадно-белый пикап мороженщика. Возвращение в девочку напоминало погружение в океан безграничного счастья. Кукла, кажущаяся недостижимой, лежала в ее ладонях. Ничто на свете не могло принести больше радости и большего утешения, чем этот простой факт. Со всех сторон на Андрея хлынула искренняя горячая благодарность. Девочка сама не знала, к кому обращала свое чувство. Она жалела куклу, молилась, чтобы получить ее, и вот кто-то сотворил для нее этот поистине небесный дар. Конечно, автор творения владелец магазина игрушек, но подтолкнул его к этому поступку Андрей. В некотором смысле именно Андрей подарил девочке куклу. От подарка было невозможно оторвать глаз. Девочке безумно хотелось погладить волосы, но она побаивалась. Куклу нельзя трогать просто так ради забавы. Уничтоженная воскресшая игрушка утратила свою заурядность. От нее веяло пугающим и неотразимым присутствием сверхъестественного. Пальцы перевернули игрушку и расстегнули платье на спине. Девочка достала из кармашка фотографию матери, бережно сложила и убрала под ткань, туда, где она лежала в старой кукле. Фотография вернулась на прежнее место, и теперь, когда девочка заглядывала в плесегласовые глаза, она ощущала, что мама снова рядом. Малышка прижала куклу к груди и подняла голову, размышляя, куда отправиться дальше. Посмотрела сначала в один конец улицы, затем в другой. В глаза Андрею снова бросился притормозившую обочины пикап мороженщика. Его борта охватывали шоколадно-белые волны, на крыше высился треугольный баннер с рекламой, колесные диски сверкали хромом. Все для того, чтобы привлечь маленьких покупателей. Девочка равнодушно отвела взгляд, она не узнала. Однако именно этот автомобиль торчал на безлюдной стоянке за супермаркетом два дня назад. Повторная встреча могла оказаться случайной, а могла и нет. Андрей склонялся ко второму варианту. Девочка поплелась по тротуару, и пикап потерялся из глаз. Когда она добралась до угла дома, Ильин попросил ее обернуться. Он озвучил просьбу громко, вложив в нее свои эмоции. И девочка подчинилась. Улица повернулась. То, что открылось взгляду Андрея, огорчило его до невозможности. Словно крадущийся хищник, автомобиль медленно катился за ними. Это значило лишь одно. Повторная встреча с пикапом не была случайной. «Они пришли за тобой», сказал Андрей. «Они собирались забрать тебя еще два дня назад возле супермаркета». Глава вторая «Волшебная кукла». После двух дней блуждания по улицам и сотни литров сожженного бензина, разругавшиеся вдрызг Гуга и бычок нашли девчонку возле магазина игрушек Педро Альвареса. Разглядывая соплячку из затемненного, насквозь пропитанного табачным дымом салона, Гуга облегченно стирал под солба. «Я говорил, что нужно искать в этом квартале», рявкнул он, доставая губами сигарету из пачки. «Какого дьявола мы поперлись в Бенфику?» «Ты сказал, что мы возьмем ее сразу, а прошло два дня. Где сейчас Лусио? Может, он уже в городе? Может, уже знает?» «Заткнись, заткнись», взбесился Гуга. Его борода промокла от пота и растрепалась, напоминая мочалку. «Это ты виноват! Не мог догнать девчонку возле супермаркета!» «Ты это, хочешь сказать, что я виноват?» «Я ведь сразу предлагал позвонить Лусио!» «Тихо, дебил!» «Кого ты назвал дебилом?» «Тихо, я сказал!» Из игручного магазинчика вышел хозяин, высокий крупный человек, подпирающий ладонью правый бок. Он что-то передал девчонке. Наблюдатели в пикапе не разобрали, что именно, ветви каштанов загораживали обзор. «Проваливай отсюда, толстяк!» Подгонял его бычок. «Это не твоя девочка!» Хозяин вернулся в магазин. Девочка осталась одна на тротуаре. Она недолго постояла возле витрины, разглядывая полученную вещь. Потом почесала имея в голове четкого плана, Гуга включил передачу и медленно поехал за ней. «Давай ближе, ближе!» подгонял бычок. «Я знаю, что делать! Ты лучше смотри, где людей нет!» Гуга нажал на газ и, глядя в затылок девчонки, шлепающей по тротуару, наболтающейся из стороны в сторону хвостик, в очередной раз подумал, как же он ненавидит эту малявку. Она заставила их гоняться за собой почти двое суток. Сорок изматывающих часов они катались в поисках ее по окраинам города. Из-за нее назревали крупные неприятности с Лусио. Но хуже всего было то, что девчонка унизила Гуга. Он пообещал напарнику, что возьмет малявку, пока не погаснет сигарета. Но сначала они пропороли заднее колесо, потом проститутка указала на другой район, в котором якобы видели шмакодявку в красных сандалях. В итоге пикап мороженщика колесил по пригородам второй день, а авторитет Гуга безнадежно рухнул. Бычок этот молокосос, не нюхавший пороха, не проливший крови, стал возражать, огрызаться, высказывать неподчинение. Гуга не винил в промахе свою самонадеянность. Он вообще никогда не считал себя виноватым. Виновницей была малявка, сбежавшая она попадет к ним, ей достанется. Он всыплет ей как следует, чтобы выместить накопившийся гнев. Лусио приказал, чтобы с головы девочки не упало ни единого волоса. Но пару синяков всегда можно списать на то, что они уже были. Хотя Гуга чувствовал, что пара синяков не ограничится. Гнев буквально распирал его. «Вот мерзавка!» Проценил он сквозь зубы. «Два дня гонять нас по пригородам!» Девочка вдруг остановилась на углу дома и обернулась. Испуганные глаза уставились на пикап. «Она нас заметила!» «Людей нет!» сообщил бычок. «Берем!» Гуга выплюнул на пол окурок. «Все, малявка, приплыла ты!» Голая нога в шлепанце надавила на педаль. Пикап мороженщик рванулся к углу дома, возле которого застыла растерянная девочка, обнимающая куклу. Теперь она узнала автомобиль и удивленно разглядывала его. «Нет, нет, не смотри!» запротестовал Андрей. «Нельзя показывать, будто ты заметила!» Чтобы докричаться до нее требовался нечеловеческий голос. Два разума в одной голове разделяла пропасть. Лишь иногда до сознания девочки долетали отдельные слова, хотя даже не слова вовсе, а обрывки эмоций. Девочка пялилась на шоколадно-белый пикап, не понимая, почему он оказался здесь. На затемненном стекле играли солнечные блики. Андрей различил в нем отражение ее щуплой фигурки, вытянутая и сгорбленная, вызывающая жалость. «Иди, как ни в чем не бывало!» настаивал Андрей. Но все случилось с точностью да наоборот. Автомобиль вдруг тронулся, стал быстро приближаться. По внутренностям девочки пробежал холодок испуга. Она вздрогнула, выронила на асфальт куклу, но поспешно подобрала и бросилась на утек. Улица прыжками неслась на Андрея. В голове гулка стучала кровь. Откуда-то сзади возник рев сотен тираннозавров, шум мотора пикапа, преображенный подсознанием. «Беги туда, где больше взрослых!» призывал куда-то в сторону. Каштаны и дорога остались позади. Перед девочкой возник проулок между домами. Взволнованно дышая, прижимая к себе куклу, она вошла в него. Крыша наверху освещала утреннее солнце, но тесное пространство между кирпичными стенами лежало в сумрачной тени. Девочка шла быстрым шагом, иногда срываясь на бег. Старалась не оглядываться. Думала, что если не смотреть назад, то, возможно, преследующий ее автомобиль исчезнет. Слева на уровне коленей тянулись узкие подвальные окна, некоторые заколоченные деревянными щитами, некоторые закрытые решетками. Возле одного из них она увидела кошку. Трехцветная, короткошерстная американка с пятном на носу, задрав хвост, прижалась к облупившимся кирпичам и, ненавидящими глазами, взирала на незнакомку, вторгшуюся возле проволочной сетки, натянутой от стены до стены. Девочка обнаружила ее, наткнувшись плечом. Насколько разглядел Андрей, ячейки были мелкими, перебраться по ним, как по ступенькам на другую сторону было невозможно. Проулок завершился тупиком. Девочка в отчаянии обернулась. Автомобиль не испарился, как она того желала, а повернул следом за ней в проулок, заняв все пространство между стенами. О том, чтобы прошмыгнуть мимо него обратно на улицу, нельзя было и мечтать. Мышеловка захлопнулась при активном содействии самой мышки. Пикап медленно надвигался на девочку. Накрытый тенью он больше напоминал горбатое чудовище, чем фургончик мороженщика. Люди в кабине не спешили, теперь им некуда спешить. Мышка в ловушке, можно потянуть удовольствие перед расправой. Девочка боялась смотреть на них, разглядывала собственные сандалии. Андрей сам не хотел видеть людей, которые вылезут из кабины. От тех, кто охотится на маленькую девочку, словно на звереныша, ничего хорошего ждать не приходится. Автомобиль подкатился очень близко. Андрею показалось, что он сейчас наедет на малышку. Отморозки в кабине мстили ей за бегство и получали удовольствие, пугая ее. Хромированный бампер остановился в считанных сантиметрах от коленок. Открывшиеся дверцы ударили о стены, на асфальт спрыгнули ноги в шлепанцах, пара черных ног и пара белых. Чудовище изрыгнуло детенышей отродье. Андрей отчаянно искал выход из ситуации. Среди скудного числа вариантов у него в мыслях не было оставить девочку одну, чтобы снова хотя бы на секунду выйти на равнину. За эту секунду могло случиться непоправимое. Он потом себе этого не простит. Но что же делать? Бежать ей некуда, с двух сторон кирпичные стены, за спиной стальная сетка, впереди два чужака с непонятными намерениями. Что делать? Хлопнули закрывшиеся дверцы. Андрей не услышал звука, но ощутил психический удар. Прижав куклу к обтянутой тонким хлопком груди, девочка изучала узор своих сандалей. Поднять взгляд не смело, ей было страшно. Краешком глаза Андрей заметил движение позади белых ног. Вдоль стены кралась трехцветная кошка, с ненавистью разглядывая незваных гостей, устроивших конференцию в ее владениях. Она кралась, кралась и вдруг исчезла, словно по волшебству. Элли Кортес, девочка, которой было почти десять, не смела оторвать взгляд от своих сандалей. Казалось, стоит ей посмотреть на людей, появившихся из машины, как случится нечто ужасное. Гораздо более ужасное, чем то, что уже случилось. Дело в том, что больше всего на свете Элли боялась незнакомцев. Ее пугали все, старшеклассники, косматые уличные музыканты, торговцы в магазинах и учителя, дворники и полицейские, дворовые хулиганы и пьянчуги, мусорщики и, само собой, бездомные. А кроме них любые другие взрослые. Незнакомцы излучали опасность. Элли казалось, что они только и ждали момента, чтобы прикрикнуть, заругаться, ударить, и хорошо, если только это. Они могли устроить такое, о чем даже страшно подумать. Если бы Андрей, изучавший в медуниверситете психологию, познакомился с прошлым девочкой, то он наверняка бы сказал, что ее проблема связана с полным отсутствием социальных контактов. Шесть из своих неполных десяти лет Элли провела в доме мачехи, полностью изолированной от людей и общения с ними. Мама умерла, когда ей было чуть больше трех лет. В воспоминаниях сохранилась лишь ее душевность и ласковый голос, шепчущие неразборчивые слова. Больше ничего. После смерти мамы девочки достались в наследство три вещи. Кукла, мятая фотография и очаровательные глаза креолки. По прошествии некоторого времени отец женился на красотке по имени Мария Луиза, работавшая официанткой в кафе на федеральной трассе. А еще через какое-то время он сказал, что пошел за сигаретами и исчез навсегда. Мария Луиза говорила, что папаша Элли тот еще охотник за юбками. Наверняка сбежал с очередной потаскушкой. Но Элли не верила в подобное объяснение. Она полагала, что с отцом случилась беда. Скорее всего, он попал в руки незнакомцев, потому что отец не мог просто так бросить свою дочь. Правда, ей было трудно рассуждать о том, что он мог, а что нет. В отличие от матери, отца Элли не помнила совершенно. Иногда ей даже казалось, что его никогда и не было, а ругань Марии Луизы в его адрес лишь повод, чтобы выместить на ком-то злость за жизненные неудачи. Так Элли осталась жить с мачехой. Девочка привязалась к ней и уверяла себя, что любит ее, потому что та была единственным близким человеком. Однако Мария Луиза считала по-другому. Она не уставала повторять, что падчерица испортила ей жизнь, называла девочку абузой, которую содержит исключительно из чувства прирожденного благородства, но еще и потому, что получала за нее денежную компенсацию от правительства. Кроме абузы, в отношении Элли она также употребляла термины тунеядка, тупица, бездельница. Повторяла, что та не стоит бобов, которые лопает каждый день. Начиная с шести лет Мария Луиза перевалила на девочку большую часть забот о домашнем хозяйстве, и Элли проводила дни напролет в стирке, глажке, уборке, не видя белого света, не зная детских игр, не общаясь с ровесниками. Когда пришла пора идти в начальную школу, она думала, что наконец получит то, чего ей не хватало в жизни, что именно школа станет ее отдушиной. Вместо этого девочка превратилась в изгоя. Зашуганная, самая маленькая и самая младшая из всех, она попросту не знала, о чем разговаривать с одноклассниками. становилось все тяжелее. Когда Элли перешла в следующий класс, мачеха возвращалась с работы исключительно в двух состояниях — сердитой и очень сердитой. В первом случае она постоянно одергивала Элли, утверждая, что та все делает не так. Во втором просто била. Как выяснилось позже, неподалеку от кафе, где работала мачеха, открылся ресторан быстрого питания. Чтобы выжить, хозяину пришлось урезать официанткам зарплату, ничего другого, кроме как таскать под нос, Мария Луиза не умела, поэтому не могла уволиться, хотя до смерти ненавидела свою работу, свою зарплату и своих клиентов. По вечерам весь этот комплекс проблем и душевной неудовлетворенности обрушивался на ни в чем не повинную падчерицу. Небольшое жалование Мария Луиза тратила исключительно на себя любимую. В доме каждую неделю появлялась то новая блузка, то юбка, то туфли, в то время как Элли питалась бобовой похлебкой и ходила в одном и том же штопанном платье, над которым смеялись одноклассники в школе. Впрочем, эта расточительность в итоге обернулась боком самой Марии Луизе. Когда три месяца назад она купила замшевые сапоги вместо того, чтобы заплатить электрической компании. Через какое-то время в дом пришел незнакомец. Он вскрыл вечно запертый металлический шкафчик в коридоре и что-то сделал, отчего комнаты погрузились во мрак. Элли насмерть перепугалась. Тот день вообще останется в памяти надолго, потому что именно тогда разозленная Мария Луиза уничтожила драгоценный подарок мамы. Странно, но после этого все переменилось. Словно после бури выглянуло солнышко. Впервые за долгое время Мария Луиза вернулась с работы довольная, не придиралась, не бросалась туфлями и кусками мыла. Она сказала, что сегодня Элли может не мыть посуду после ужина, а на следующий день даже накормила девочку в шашлычной. У нее вдруг появились деньги, много денег. Она купила себе еще одни туфли, заплатила за электричество, после чего одолжила у соседа старенькие шевроле и повезла патчерицу в Рио-де-Жанейро. После рабской жизни в четырех стенах, виды необъятных тропических лесов и холмистых равнин, сквозь которые пролегало шоссе, показались Элли непривычными и дикими. Она стала просить мачеху повернуть назад. Ей не хотелось уезжать далеко от дома. Большой незнакомый мир пугал. Кроме того, девочка переживала, что пропускает школьные занятия, особенно математику и португальский. В учебе она старалась быть прилежной и очень волновалась, когда что-то не успевала сделать. В общем, Элли сильно хотела вернуться, но мачеха вдруг нежно поцеловала ее, почти как мама, и пообещала, что сама поговорит с селями, объяснив им причину пропусков. А дальше был супермаркет. Происшествие на стоянке Элли сочла ужасным недоразумением. Она решила, что мачеха потеряла ее. Мария Луиза не могла оставить близкого человека в чужом месте, такое просто в голове не укладывалось, ведь она целовала ее почти как мама. Элли надеялась, что через час-два или через день Мария Луиза обязательно вернется, поэтому два дня бродила в окрестностях супермаркета и даже ночевала возле него, свернувшись калачиком в оставленной на улице продуктовой тележке. А через два дня случилось чудо. Даже в самых смелых фантазиях Элли не могла представить, что ей достанется кукла. Та самая. Снова держа в руках свою единственную подругу, девочка вдруг поняла, что не одинока на улицах чужого города. За ней кто-то следит, кто-то и вот теперь девочка, которой было почти десять, стояла с этой самой куклой в темном проулке перед страшными незнакомцами, упрямо глядя на свои поношенные сандали. Горячие слезы катились по щекам. Случилось то, чего она больше всего боялась. Один из незнакомцев присел перед ней на корточке. Элли не хотела на него смотреть, но человек упрямо заглядывал в лицо. Он был по-настоящему страшный. чернявый, бородатый, с бесцветными глазами и уродливыми шрамами на шее. Когда он раздвинул губы, во рту обнаружились клыки, похожие на волчи. Человек был настоящим воплощением незнакомца. — Боженька, что мне делать? — мысленно взмолилась Элли. Боженька не ответил. Вместо него заговорил чернявый бородач. — Ну и зачем ты убегала от нас? — спросил он, широко улыбаясь. — Мы продаем мороженое. Неужели ты не хочешь мороженого? Сказать по правде, Элли хотела мороженого. Она пробовала мороженое лишь однажды. Ее угостила девочка из параллельного класса. Элли несколько раз лизнула мягкий шарик, вдавленный в хрустящий стаканчик, и райский вкус навсегда слился с ее душой. — Бедная маленькая Элли, продолжал бородатый незнакомец. — Почему же ты не идешь домой? — Потому что он в двухстах километрах отсюда. Он довольно загоготал. Элли была растеряна и поражена. Откуда незнакомцы знали ее имя? — Мы поможем тебе, — сказал бородач, перестав смеяться. — Мы добрые мороженщики. Фраза вызвала хихиканье у второго незнакомца, плечистого мулата. — Короче, мы отвезем тебя, куда надо. — Куда они ее отвезут? Куда ей надо? Ей надо домой, в барбасену. Внутри Элли вспыхнула надежда. — Ее отвезут домой, домой. Вот будет здорово. Она сможет вернуться в школу. Пропущено всего два дня, но Элли наверстает, обязательно наверстает. Ехать в одной машине с незнакомцами, конечно, не слишком приятно, но ради возвращения к Марии и Луизе она вытерпит их присутствие. Рядом с бородачом присел мулат крепыш. Из-под его растянутой майки вывалилось серебряное распятие, подвешенное на веревке. — Хочешь шоколадку? — неуклюже спросил он, протягивая батончик Марса в пленке. — На, возьми! Элли застыла, глядя на батончик. Вот уже второй день рацион ее питания состоял из единственной хлебной горбушки. Голод был лютым, и шоколадка унила бы его. Но Элли вдруг вспомнила слова мачехи, которая однажды сказала, что нельзя брать сладкое у чужих людей, потому что это может плохо кончиться. Элли осторожно спросила, насколько плохо. Мачеха ответила, что гораздо хуже, чем когда она забывает отполировать туфли. Поэтому, хотя ее терзал голод, хотя от него болело в животе, Элли не знала, брать ей шоколадку или нет. Собственно, бессилие и невозможность помочь изводили Андрея. Пока он боролся с туманом в мыслях, пока решал, как достучаться до девочки, ее окружили настоящие отморозки. Один из них со шрамом на шее, очевидно, неудачная попытка побриться, выглядел по-настоящему жутко. Он улыбался, наглая ухмылка уличного бандита, «Типичная ширма, подойди ко мне, брат, я ничего не сделаю». Только в глазах у него играет холодная ненависть, а в кармане прячется финка. Самое страшное заключалось в том, что девочка наивно верила этой улыбке и ничего не значащим словам. Мелькнувшая под ногами кошка подсказала Андрею выход из ситуации. Существовал путь бегства, только как объяснить его девочке. Контакта с ней по-прежнему не было. Кроме того, девочка пребывала в ступоре от общения с двоими головорезами, а потому ничего не видела и не слышала. Когда второй отморозок, лиловый крепыш, присел на корточке и протянул ей шоколадку, Андрей неожиданно открыл внутри девочки новое состояние. Он ощутил отчетливый вопрос, который складывался из двух противоречивых желаний, тянущих в разные стороны. Похоже на то, когда оказываешься на развилке дорог без четкого представления, в какую сторону идти. Одна часть девочки хотела взять шоколадный батончик, другая отчаянно этому сопротивлялась. Когда перед тигром оказываются две одинаковые антилопы, он остается на месте, потому что не может выбрать наилучший вариант. Дилемма, возникшая перед девочкой в тесном проулке, решилась спонтанно без малейших усилий. Просто Андрей знал, какая антилопа лучше. Его разум напрягся и выстрелил мысленным посылом. Кукла в руках девочки подпрыгнула. От изумления даже высохли слезы. Элли с ног до головы оглядела маленькую подружку. Затем еще раз с головы до ног. Светлое платьишко, сияющая улыбка, черные глаза. Что произошло? Элли думала, взять ли ей шоколадку из рук незнакомца, а затем пальцы ощутили под пластмассой толчок, словно внутри вздрогнуло что-то живое, словно кукла имела мнение по этому поводу. Колки и мурашки пробежали по спине под сарафаном. В темечке родилось нечто темное, необъяснимое и пугающее, словно сзади над ухом неожиданно ударили в барабан. «Господи, мамочка!» со страхом подумала Элли. «Что это значит?» Сидящий на корточках Гуго удивленно глядел на маленькую соплячку, прижавшуюся спиной к проволочному забору, и не понимал, что произошло. Девчонка больше не слушала ни его, ни бычка, а остолбенело таращилась на свою дурацкую куклу, словно у нее в руках находился здоровенный паук. Гуго переглянулся с бычком. Тот едва заметно пожал плечами, показывая, что тоже ничего не понимает, протянул батончик ближе к девочке. Меньше всего им хотелось, чтобы она вырывалась и орала как резаная, когда ее будут запихивать в кузов. А ведь казалось, что она им верит, что готова слушаться, и вдруг что-то нарушилось. Внимание девочки приковала кукла, самая обыкновенная. Гуго казалось, все дети с такими ходят. «Ну так возьмешь шоколадку или нет?» спросил колумбиец, теряя терпение. Злость снова вылезла из своей коморки. «Бери, а то нам долго ехать, а в закусочных останавливаться не будем». Андрей вместе с девочкой во все глаза смотрел на пластмассовую штамповку, облаченную в миниатюрное платье. Его посыл достиг цели, хотя и таким странным способом. Между электродами проскочил слабый разряд, девочка что-то почувствовала. Два противоположных желаний, образующих вопрос о шоколадке, продолжали гореть в ней. Андрей решил развить успех. Желая повторить то, что получилось непроизвольно, он сконцентрировался на одном из ответов. Кукла снова вздрогнула. Теперь Элли осознала, что это был не просто толчок, а рывок в заданном направлении. В направлении батончика Марс. Кем бы ни являлась кукла, она требовала взять его. Шмыгнув носом, Элли попыталась понять это и не смогла. Если бы кукла запретила брать шоколадку, это было бы ясно. Мария Луиза говорила о том же. Интуитивно девочка догадывалась, что отказаться будет правильнее всего. Известно, что замыслы незнакомцев не отличаются благородством. Они могли, например, подсыпать в шоколадку яду. — Ну так что? — с угрозой спросил чернявый бородач. — Берешь или нет? Элли робко посмотрела на батончик и медленно вытащила его из пальцев крепыша. Батончик был теплым, скользящим под пленкой. Раскис на жаре. — Молодец! — Довольно улыбнулся бородач, поднимаясь с корточек. — Умница, малявка! Кушай шоколадку и поедем! С замирающим сердцем Элли ждала от куклы дальнейших указаний. Вспотевшая ладошка готовилась поймать любое самое крошечное движение пластмассового тельца. Однако новых сигналов от куклы не поступало. — Не будешь есть сейчас? — Нетерпеливо сказал Гуга. — Ну тогда съешь по дороге. — Пошли! — Пошли! — позвал Мулат, тоже поднявшись. Он обошел машину и скрылся за кузовом, после чего Элли услышала, как лязгнули открываемые кузовные створки. Ладонь бородача легла на ее плечо и легонько подтолкнула к пикапу. Не поднимая головы, Элли шагнула за ним. — Что мне делать, куколка? Что теперь делать? — Мы отвезем тебя домой, малявка! — повторял чернявый бородач, протискиваясь к кузову между стеной и бортом. — Иди сюда! Вот увидишь, оглянуться не успеешь, как будешь дома, валяться перед телеком и жрать пирожные. Возле ног возникло узкое подвальное окно. В отличие от незнакомцев, Элли его прекрасно видела, потому что из-за своего роста находилась ближе к земле. Изнутри оно было заколочено досками, но часть из них отсутствовала. В темном отверстии светились два зеленых глаза. Кукла вдруг дернулась в сторону окна. Да так сильно, что Элли едва не выронила ее вместе с батончиком Марс. Гуга услышал позади легкий шорох. Оглянувшись, он увидел, что девчонка распласталась на бетоне и стремительно исчезает вместе с платьем и голыми ногами в дыре подвального окна. Даже если бы он раньше обратил внимание на это отверстие, то ни за что бы не поверил, что девчонка способна в него пролезть. Туда даже голову с трудом просунешь. И сдав невразумительное «ех!», бородач бросился на бетон, разодрав коленки и ударившись локтем. Ну, теперь он точно прибьет эту козявку. Гуга никогда не прощал нанесенных ему обид. Спросите у бездельников из бара и панемы, назвавших его психом и закончивших вечер в городском морге. «Сюда, бычок!» заорал он. «Быстрее!» Детская сандалия исчезла во тьме перед самым носом. Гуга запихнул руку в отверстие и схватил девчонку, кажется, за плечо. Пальцы в ярости сдавили добычу. Изнутри послышался вскрик, доставивший колумбийцу несравненное удовольствие. «Что случилось?» Бычок вышел из-за пикапа и с удивлением обнаружил напарника распластавшимся под передним бампером. Рука запущена в подвальное окно, словно Гуга выуживал краба из прибрежных камней. «Ты чего? А где она?» «Она там, кретин!» завопил Гуга, вывернув шею. «Я держу ее! Помоги вытащить!» Бычку потребовалось несколько секунд, чтобы принять новые правила игры. Пока Гуга боролся одной рукой с чем-то в подвальной темноте, крепыш перешагнул через напарника и опустился рядом на колени, все еще оглядываясь и не веря. «Ты шутишь? Как она сбежала?» Удивился он. «Она не могла сбежать!» «Заткнись и помоги мне, выломай эту доску!» Сквозь зубы процедил Гуга, а в следующий миг его лицо, шею и плечи пронзило судорога. Бычок увидел, как глаза напарника были косыми от рождения. Язык попал между зубов, когда стиснулись челюсти, на губы брызнула кровь. Гуга вздрогнул всем телом, после чего его рука выскочила из отверстия. Он лежал на спине, глядя разъехавшимися глазами то ли на небо, то ли на кирпичные стены проулка. Грязная борода торчала вверх. Из подвала донесся грохот, что-то упало, застучали суматошные шаги. «Что с тобой?» спросил бычок. Глаза Гуга вернули симметрию. Опираясь на стену, колумбиец встал на одно колено. «Она издевается над нами», произнес он заплетающимся языком. «Сучка». Он, наконец, поднялся на ноги. Бычок увидел, что на кисти напарника между большим и указательным пальцами чернеют два следа, похожие на ожог. На этом участке наливался могучий синяк. Рука болталась вдоль тела, безвольная, как пустая холщевая сумка. Левой рукой Гуга полез в правый карман и вытащил из него свой любимый инструмент — нож-бабочку, неизменного спутника во всех барах Рио. Неуклюже, не как всегда, он перекинул рукояти, и на свет появилась длинная, завораживающая взгляд лезвия. Гуга повернулся к напарнику, с трудом улыбнулся. — Оставайся здесь, смотри, чтобы обратно не вылезло, а я, я найду вход в подвал. Придерживаясь за стену на заплетающихся ногах, он двинулся к выходу из проулка. Последнее, что услышал бычок, было «Допрыгалась ты, малявка, ох, допрыгалась». В подвале стояла жуткая темнота. Элли словно очутилась под землей. Поначалу она испугалась, она подумала, что, может, кукла желала ей зла, приказав нырнуть в подвал. Слишком уж он был неприветливым. Может, не следовало доверять дергающейся игрушке, а поехать с незнакомцами, которые обещали вернуть Элли в барбасену. Незнакомцы были страшными, особенно бородатые, но нужно просто перетерпеть их присутствие, как она терпела побои Марии Луизы и ее брань. Иногда очень обидную и несправедливую. С другой стороны, кукла была как две капли воды, похожа на ту, что подарила мама. Даже не просто похожа. Элли не знала, как сказать, в общем, она чувствовала, что это та самая кукла. Мамин подарок. Словно мама на небесах увидела ее гибель, сжалилась над Элли и вернула ей дорогую подругу, новой и живой. Так с какой обо всем этом Элли подумала, когда, проскочив сквозь узкую дыру подвального окна, рухнула на невидимый пол. Поднимаясь, она обнаружила, что обронила и куклу, и шоколадный батончик. А затем свет из дыры загородила тень, и крепкие пальцы ухватили плечо девочки. Это произошло настолько неожиданно, что Элли громко вскрикнула. Не от боли, а от испуга. Хвостик волос подпрыгнул и запутался в торчащих из стены проводах. «Ты меня достала, мерзавка!» услышал нахрипящий голос бородача. «Как же ты меня достала!» Элли не поняла смысла фразы, ведь по всему выходило наоборот. Она попыталась вырваться и снова закричала. Вырваться можно было только оставив плечо в этих стальных пальцах. Поэтому в первую очередь она решила освободиться от проводков, дравших волосы. Что произошло дальше, девочка помнила с трудом. Когда она освобождала волосы, что-то сильно дернуло ее за мизинец, отчего он на несколько секунд онемел. Элли тут же вспомнила про электричество, за которое не любила платить Мария Луиза. Девочка знала о нем не только из школьной программы. В шестилетнем возрасте она осунула в розетку шпильки для волос. Просто захотелось чем-то заполнить эти пустые дырочки. Тогда ее не просто дернуло. Ее так шибануло тогда, что она неделю не могла разговаривать. Оголенные жилы, приставленные к запястью незнакомца, тут же ослабили захват. Держа провода за изолированную часть, Элли надавила сильнее, ей показалось, что алюминий вошел в мышцу руки, как раскаленный нож в масло. В подвале распространился запах подгорающей курицы. Девочке почудилось, будто рядом кто-то готовит. Она не думала, что запах шел от незнакомца. Рука в татуировках отпустила плечо и убралась. Сквозь дыру хлынул поток света, высветивший потерю. Подобрав с пола батончик и куклу, Элли ринулась в подвальную темноту и бежала до тех пор, пока путь ей не преградила стена. В себя она пришла на полу. Помутнение рассудка было недолгим, только лоб трещал после столкновения. Элли нащупала куклу и прижала к щеке. «Куколка, куколка», спросила Элли, «ты хорошая или плохая?» Таня ответила. Покорно лежала в ладонях и ничем себя не проявляла. Наверное, не считала нужным отвечать на глупые вопросы. Элли поклялась больше глупых вопросов не задавать. Из-за стен доносилась глухая музыка. Мелодия неразборчивая, сплошное буханье. Элли немного подождала, пока умется дрожь в коленках и двинулась туда, где звук был громче. Ноги и слух привели ее к двери. Теперь Элли различила, что за ней играет самбо. Музыка остановилась. Мужской голос произнес «раз-два-три, раз-два-три», и музыка снова заиграла. Элли нашла ручку, потянула за нее. Дверь немного приоткрылась, натужно скрипнула и отчего-то застряла. Впрочем, образовавшейся щели вполне хватило, чтобы девочка проскользнула в нее. Она оказалась в полутемном коридоре. Самбо здесь играло громче. Слева в большом светлом зале взрослые мужчины и женщины, держась друг за друга, двигались в такт музыки. А мимо них спиной к ней ходил человек в смешном обтягивающем трико и повторял под музыку раз-два-три. Элли, конечно, туда не пошла, а направилась к распахнутым дверям, за которыми виднелась улица. Возле дверей на стуле сидел Луис, студент третьего курса Федерального университета Рио-де-Жанейро, подрабатывавший в заведении охранником и контролером. Он жевал арахис и читал учебник по механике. Когда из глубины коридора возникла детская фигурка в тоненьком платье, худая до невозможности, Луис даже привстал со стула, удивленный до глубины души. Он был уверен, что сегодня в школу самбу не заходили дети. «Эй!» произнес парень. «Эй, ты! Ты откуда взялась?» Элли чесанула мимо него к проему, за которым зеленели апельсиновые деревья и двигались автомобили. Вылетев после темного подвала на залитую солнцем улицу, Элли ощутила короткий прилив счастья. В пятидесяти метрах от нее находился пешеходный мост, пролегающий над автомобильной трассой. До встречи с незнакомцами Элли тысячу раз смотрела на него, но не отважилась перейти на другую сторону, потому что боялась удалиться от супермаркета, где ее оставила мачеха. Но сейчас она даже не вспомнила о своих опасениях. Она бежала и бежала, уверенная, что чем больше бежать, тем дальше останутся жуткие незнакомцы, знавшие ее имя. Незаметно для себя она миновала мост и оказалась на незнакомой улице, взбирающейся на холм. Элли долго бежала по ней, пока не устала и сандалии не стали запинаться об асфальт, после чего перешла на быстрый шаг. Мимо проплывали двухэтажные дома, раскрашенные во все цвета радуги, а также небольшие лавочки, магазинчики, мастерские, школы танцев и одна протестантская церковь. Наконец подъем закончился, и Элли оказалась на вершине холма. Она остановилась посреди улицы, разинув рот. Впереди в просвете между домами взгляду открылось нечто, словно возникшее из сна. За холмом до самого горизонта раскинулся удивительный белый город, залитый солнцем. Вид его заставил позабыть о том, что Элли сейчас за 200 километров от родного дома, что ее преследуют и что кукла ведет себя совершенно ненормально. Она даже забыла о боли в плече, на котором уже проступили синяки, оставленные пальцами Гуга. Девочку целиком поглотил вид прекрасной страны. Элли подумала, что напрасно откладывала момент, чтобы войти в нее. гнев был настолько велик, что Гуга с трудом понимал, куда идет. Вела его исключительно интуиция. Он обогнал торец дома, в подвале которого скрывалась девчонка, вышел к фасаду, где в глаза бросилась вывеска. Школа самбы горячая кариока. Правая рука, пропустившая сквозь себя около ампера переменного тока, по-прежнему не работала. Но ему хватит и левой, которая сейчас судорожно сжимала нож-бабочку. Гуга плюнул на асфальт, не заметив, что плевок повис на бороде, и достал платок, собираясь по привычке уличного бандита завязать лицо. Одной рукой затянуть узел на затылке не получилось. Тогда он выбросил платок и двинулся к входу, не скрывая лица. При этом колумбийц совершенно не обратил внимания на два важных обстоятельства. Во-первых, на саму девочку, которая уже мчалась по пешеходному мосту прочь от школы самбы. А во-вторых, на двоих полицейских в уличном кафе у него за спиной, потягивавших колу и обомлевших при виде бородача с бандитской физиономией, разбитыми коленями и пером в кулаке, направленным на мир. Одна из женщин, изучающих самбу, заметила в окне человека с ножом и сказала об этом преподавателю. Приученный к кровавым разборкам в районе, не выключив музыку, он побежал к выходу, чтобы запереть двери. Кем бы ни был опасный пришелец, наркодилером, сутенером или просто бандитом, выколачивающим долги, он вполне мог явиться за кем-нибудь из учеников. А преподавателя вовсе не прельщала, резня на половицах, на которых люди обычно занимаются танцами. Когда Гуга добрался до дверей, сидевший у входа Луис, заметил его, отложил учебник и поднялся навстречу. В ярком свете, бьющем с улицы, нож бабочку он не заметил. «Эй, ты куда направляешься?» решительно спросил Луис, выставив перед собой ладонь. Бородатый незнакомец словно не видел его и шагнул вперед, но студент третикурсник перегородил проход. «Если идешь танцевать, то заплати за билет, но лучше проваливай отсюда, не нравишься ты мне». Звериный взгляд незнакомца поднялся на его лицо. Гобы шевельнулись, Луис не разобрал фразу, понял лишь только «мне нужна девчонка». Сказано было так, что спина под футболкой покрылась холодным потом. Потом Луис услышал топот бегущего по коридору руководителя танцевальной удара ножом в живот. Первый из подбежавших полицейских повалил Гуга, сломав ему нос о бетонную ступень. Зазвенел оброненный нож. Второй целясь из стабельного пистолета орал, чтобы он не смел поднять голову. Когда доставали наручники, Гуга неожиданно сбросил с себя первого полицейского, со всей мочи двинул между ног второму и дал дёру. Держась за окровавленный живот, Луис наблюдал за переполохом и огорчённо думал о том, что наверняка пропустит в университете начало семестра. Бычок не видел, как обезумевший напарник скрылся в кварталах. Он лишь услышал вой сирен, когда к зданию подъехали автомобили полиции и скорой помощи. Сначала увезли раненого, потом через полтора часа разъехались полицейские. Сквозь разбредающихся зевак он пробрался в школу самбы и отыскал дверь в подвал. Девчонки там не было. Бычок вернулся на улицу, озадаченно почёсывая литой загривок. Произошло нечто, чего он не мог объяснить. Десятилетняя девчонка дважды ушла от них. Уму непостижимо. Стоя на углу дома с мобильником в руке, он грыз ногти, долго не решаясь набрать номер. Затем всё-таки решился, вздохнув воздух широкой грудью и стал нажимать дрожащим пальцем кнопки. «Лусио!» сказал он в трубку, услышав ответ. «Это бычок, говорит. Ты уже в городе, амиго?» «Ага, понял. В общем, это... Не знаю, как тебе сказать. В общем...»